Акхатарана сутта. Пересечение наводнения. Саньютаникая 1.1. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Савадхе, в роще Джетты, в монастыре Анатхапиндики. И когда наступила глубокая ночь, некий Дева, обладающий поразительной красотой, освещая всю рощу Джетты, подошел к Благословенному. Подойдя, он поклонился Благословенному, встал рядом и сказал ему. Как вы, господин, пересекли наводнение? Не останавливаясь, друг, но и не напрягаясь, я пересек наводнение. Но каким образом, господин, не останавливаясь и не напрягаясь, вы пересекли наводнение? Когда я останавливался, друг, то я тонул. А когда я боролся, то меня сносило. Вот так, друг, не останавливаясь, но и не напрягаясь, я пересек наводнение. Дева Долго искал, и, наконец, я вижу Брахмана, полностью угас который, не останавливаясь и не напрягаясь, привязанности к миру смог он пересечь. Так сказал Дева. Учитель одобрил. И тогда тот Дева, подумав, учитель согласен со мной, поглонился Благословенному и, обойдя его с правой стороны, прямо там и исчез. Абхатаруна сутта, пересечение наводнения. СН-1-1. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И когда наступила глубокая ночь, некий Дева, обладающий поразительной красотой, освящая всю рощу Джеты, подошел к Благословенному. Подойдя, он поклонился Благословенному, встал рядом и сказал ему, как вы, господин, пересекли наводнение? 1. Не останавливаясь, друг, но и не напрягаясь, я пересек наводнение. 2. Но каким образом, господин, не останавливаясь и не напрягаясь, вы пересекли наводнение? Когда я останавливался, друг, то я тонул. А когда я боролся, то меня сносило. Вот так, друг, не останавливаясь, но и не напрягаясь, я пересек наводнение. 3. Дева, долго искал, и, наконец, я вижу Брахмана, полностью угас который, не останавливаясь и не напрягаясь, привязанности к миру смог он пересечь. Так сказал Дева. Учитель одобрил. И тогда тот Дева, подумав, учитель согласен со мной, поклонился благословенному, обойдя его с правой стороны, прямо там и исчез. 1. Наводнение, окха. Означает 4 вида наводнения, смотри. СН-45-171. Комментарий поясняет, поскольку они, наводнения, держат существ погруженными в круговерти существования и не позволяют им подняться к более высоким состояниям и неббаня. 2. Комментарий, не останавливаясь, не делая перерыва в отношении устранения загрязнений и т.д. Слово «напрягаться», а у хати, довольно редко встречается в суттах, однако есть в МН-116, 13-14, где поясняется, что напряженный рум далек от сосредоточения. 3. Краткий ответ Будды указывает на срединный путь, Матчхима Патипада, как с практической, так и с философской точки зрения. Комментарий приводит несколько пояснений, как это можно понимать. 1. Останавливаясь из-за загрязнений, он тонет, напрягаясь из-за волевых формирователей, его сносит. 2. Останавливаясь из-за жажды и воззрений, он тонет, напрягаясь из-за иных загрязнений, его сносит. 3. Останавливаясь из-за жажды, он тонет, напрягаясь из-за воззрений, его сносит. 4. Останавливаясь из-за терналистических воззрений, он тонет, напрягаясь из-за аннигилиционистических воззрений, его сносит. 5. Останавливаясь из-за слабых усилий, он тонет, напрягаясь из-за неугомонности, его сносит. 6. Останавливаясь из-за потакания чувственности, он тонет, напрягаясь из-за потакания самоумерщвлению, его сносит. 7. Останавливаясь из-за неблагих волевых формирователей, он тонет, напрягаясь из-за всех видов мирских благих волевых формирователей, его сносит. 8. Не мог Хасута, в «Исвобождении». СН-1-2. В Саватхе. И когда наступила глубокая ночь, некий Дэва, обладающий поразительной красотой, освещая всю рощу Джеты, подошел к Благословенному. Подойдя, он поклонился Благословенному, встал рядом и сказал ему, «Господин, знаете ли вы в «Исвобождении», «Избавлении», «Уединение для существ?» 1. Я знаю, друг, в «Исвобождении», «Избавлении», «Уединение для существ». Но каким образом, господин, вы знаете в «Исвобождении», «Избавлении», «Уединение для существ»? Благословенный, полнейшим разрушением наслаждения существованием, исчезновением восприятия, сознания, и прекращением, успокоением чувств, вот каким образом, друг, знаю, для существ «Исвобождении», «Уединение и избавлении». 2. 1. Комментарий, в «Исвобождении», не мог Ха, это путь, так как существа высвобождаются из оков загрязнений посредством пути. Избавление, помог Ха, это плод, так как в момент плода существа освобождены от оков загрязнений. Уединение, вивека, это не Ббана, так как, достигая не Ббаны, они отлучены от всех страданий. Или, иначе, достигнув не Ббаны, существа освобождены, избавлены, отлучены от всех страданий. По заметке достопочтенного Бодхи, формулировка, в самой строфе, указывает, скорее, на второй вариант. 2. Комментарий поясняет, что речь идет об окончательной Неббане, которая наступает в момент смерти просветленного существа. При этом вся ментальная группа разрушается и боли никогда не возникает. Упанье-сута, достигая СН 1.3 В Саваттхе Стоя рядом, то Дева произнес эту страфу в присутствии благословенного, жизнь протекла, жизни короток срок. Старым коль стал, то убежища нет. 1. В смерти угрозу вот эту узрев, свершая заслуги, что счастье несут. Благословенный, старым коль стал, то убежища нет. Ищущий, мира приманку отбрось. 1. Примечание переводчика СВ, дословно строка звучит так, не существует каких-либо убежищ для того, кто достиг старости. Отсюда и название сутты. Однако, для ритмики стиха я перевожу не столь точно, хотя и, конечно же, сохраняю смысл. Эта же строфа приписана Деве Утареву СН 2.19. Ачиньте сутта, время летит. СН 1.4 В Саваттхе Стоя рядом, то Дева произнес эту строфу в присутствии благословенного, время летит, ночи быстро бегут. Жизнь и этап у нас все покидают. Эту опасность в смерти узрев, свершая заслуги, что к счастью ведут. Благословенный, мира приманку пустящущий бросит. Катичи Хинда сутта Сколько отрезать? СН 1.5 В Саваттхе Стоя рядом, то Дева произнес эту строфу в присутствии благословенного, э сколько отрезать, сколько отбросить, сколько всего ему нужно развить, Сколько узлов монах преодолел, так что зовется тем, кто переплыл. 1. Благословенный, пять он отрезал, отбросил пять, Далее должен опять он развить. Если монах одолел пять узлов, то будет зваться тем, кто переплыл. 2. 1. Примечание переводчика СВ, в оригинале, в этой строфе в следующей, зовется тем, кто переплыл наводнение. Насчет наводнения, Окха, смотри. СН 1.1 2. Комментарий Следует отрезать, Чхинди, пять нижних оков, Воззрение о существовании Я, сомнений, Привязанность к правилам и предписаниям, Чувственное желание, недоброжелательность. Он должен отбросить, Джахе, пять высших оков, Жажду к миру форм, жажду к миру бесформенному, Самомнение, неугомонность, невежество. Чтобы отрезать и отбросить эти оковы, Ему нужно развить дальнейшую пятерку, То есть пять духовных качеств, Веру, усердие, осознанность, Сосредоточение, мудрость. Пять узлов, Панчасанга, Это, жажда, злоба, заблуждение, Самомнение, воззрение. Монах, который преодолел эти пять узлов, Зовется тем, кто переплыл наводнение, Акхатинна. Джагар сутта, бодрствуют. СН 1.6 В Саваттхе. Стоя рядом, то Дева произнес эту страфу В присутствии Благословенного, Сколькие спят, когда не спят другие? Сколько не спит, когда другие спят? Скольким ты пыль лишь одну собираешь? Скольким возможно очистить себя? Благословенный, пятеро спят, Когда не спят другие. Те пять не спят, когда другие спят. Пять есть того, чем ты пыль собираешь, Пять есть того, чем очистишь себя. 1.1 Комментарий. Когда пять качеств не спят, То спят пять помех. Когда пять помех спят, то не спят пять качеств. Этими пятью помехами человек собирает пыль, а этими пятью качествами человек очищает себя. Смотри также СН 48-121. Апатевидзита сутта, не постиг. СН 1.7. В Саваттхе. Стоя рядом, то Дева произнес эту страфу в присутствии благословенного. Те, не постигли кто эти вещи, могут прильнуть к учениям других, все еще спят они, не пробудились, время пришло, чтоб проснулись они. 1. Благословенный, тот, хорошо кто постиг эти вещи, прильнуть к учениям других не способен. Ведь пробужденные, правильно зная, курс держит ровно неровных среди. 1. Комментарий поясняет, что под вещами имеются в виду четыре благородных истины. Под учениями других понимаются различные воззрения и доктрины других религиозных и духовных учителей и групп. Сусамуттха сутта, всецело запутанный. СН 1.8. В Саваттхе. Стоя рядом, то Дева произнес эту страфу в присутствии благословенного, и в отношении вещей они спутаны, могут прильнуть к учениям других, все еще спят они, не пробудились, время пришло, чтоб проснулись они. Благословенный, тот, в отношении вещей кто не спутан, прильнуть к учениям других не способен. Ведь пробужденные, правильно зная, курс держит ровно неровных среди. Монакама сутта, склонный к самомнению. СН 1.9. В Саваттхе. Стоя рядом, то Дева произнес эту страфу в присутствии благословенного, не укротить того, доволен самомнением кто, и мудрецом не стать тому, кто не сосредоточен, беспечный, даже если он уединен в лесу, смерть и владение пересечь не сможет. Благословенный, отбросив самомнение, сосредоточив ум свой хорошо, с умом высоким и освобожденным всюду, старательный и пребывающий один в лесу, смерть и владение он сможет пересечь. Аранья сутта, лес. СН 1.10. В Саваттхе. Стоя рядом, то Дева произнес эту страфу в присутствии благословенного, тот, глубоко в лесу, кто проживает, спокойный и ведущий жизнь свою святую, кто лишь единожды в день пищу принимает, как так, что выглядит таким он безмятежным. Благословенный, он не печалится о том, что уж свершилось, к тому, что будет в будущем, он не устремлен. Он держится на том, что пребывает в настоящем, вот в этом и причина, почему спокоен он. Стремясь к тому, что в будущем свершится, через печаль к тому, что совершилось в прошлом, глупец себя же истощает, увядает, точно тростник зеленый, что покошен. Нандана сутта, Нандана. СН 1.11. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Саваттхе в роще джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там благословенный обратился к монахам так, монахи. Да, учитель, ответили монахи. Благословенный сказал, как-то раз, монахи, некое женское божество из собрания божеств Таватимса веселилось в роще Нанданы, один, будучи обеспеченным и наделенным пятью нитями небесных чувственных удовольствий, в сопровождении свита небесных нимф. И тогда оно произнесло эту страфу. Они себе не представляют, что есть блаженство, все те, не видел кто Нанданы, обители величественных мужчин дэвов из свита тридцати богов. Когда так было сказано, монахи, некий дэва ответил этой дэве с трефой, два, не уж что ты не знаешь, дура, архатов с величавой фразой, непостоянные составные вещи, то появляются, то исчезают, возникнув, вскоре прекращаются, успокоение же их блаженно. Один, парк Нанданы, одно из мест в божественном мире Таватимсы. Два, аналогичный диалог содержится в СН 9-6, где первую фразу говорит женское божество по имени Джолиня, бывшая супруга достопочтенного Анурутхи, тогда как Анурутхи отвечает ей ниже следующей страфой. Нандати сутта, наслаждений. СН 1-12. В Саваттхе. Стоя рядом, то дэва произнес эту страфу в присутствии благословенного, тот, у кого есть сыновья, тот радуется сыновьям, тот, у кого домашний скот, домашнему скоту. Ведь обретение есть радость подлинная для людей, без обретения радость не найти им. Благословенный, тот, у кого есть сыновья, грустит по сыновьям, а у кого есть скот, грустит тот по скоту. Ведь обретение, вот истинная в чем людей печаль, без обретения нет у них печали. Один. Один, этот же диалог содержится в СН 4-8, но уже между Буддой и Марой. Нандхипутта-сама сутта, не сравнится с той, что к сыну. СН 1-13. В Саваттхе стоя рядом, то Дева произнес эту страфу в присутствии благословенного, привязанности нет такой же сильной, как и к сыну, богатства лучше не найти, чем обладание скотом. Нет в мире света, что сравниться мог бы с солнцем, и океан величественнее остальных массивов вод. Благословенный, привязанности нет такой же сильной, как к себе же, богатства лучше не найти, чем обладание зерном. Нет в мире света, что мог с мудростью сравниться, и дождь величественнее остальных массивов вот. Кхаттия сутта, Кхатти. СН 1.14. В Саваттхе. Стоя рядом, то Дева произнес эту страфу в присутствии благословенного, Кхатти, вот лучший кто из двуногих, бык лучше всех среди четвероногих, Дева, вот лучшая среди всех жен, перворожденный, среди сыновей. Благословенный, Будда, вот лучший кто из двуногих, конь лучше всех среди четвероногих, та, что послушна, лучше всех жен, и исполнительный, вот лучший сын. Санамана сутта, Шелестит. СН 1.15. В Саваттхе. Стоя рядом, то Дева произнес эту страфу в присутствии благословенного, как наступает полдня час, лесные птицы умолкают, то шелестит могучий лес, ужасным кажется он мне. Благословенный, прекрасным кажется он мне. Нидгатанди сутта, Вялость и сонливость. СН 1.16. В Саваттхе. Стоя рядом, то Дева произнес эту страфу в присутствии благословенного, ленивые подтягивания, вялость и сонливость, и, как поешь, апатия, довольствования нет, и из-за этого среди существ живущих едва ли благородный путь возникнуть бы сумел. Благословенный, но если эти вещи ты старанием рассеял, тогда очищен будет благородный этот путь. 1.1. Комментарий поясняет, что речь идет об очищении пути от умственных загрязнений. Дубкара сутта, трудно практиковать. СН 1.17. В Саваттхе. Стоя рядом, то Дева произнес эту страфу в присутствии благословенного. Практиковать жизнь, полную эскезы, трудно, и трудно выдержать это тому, кто не готов. Ведь много существует в этом затруднений, из-за которых глупого один лишь ждет провал. Как много дней практиковать эскезу он сумеет, если не может под контролем ум свой удержать? Терпеть лишнюю удачу будет с каждым шагом, попав под устремлений собственных контроль. 1. И погружаясь в мысли своего ума, как черепаха в панцирь втягивает лапы, он, независимый, угасший, не тревожащий других, такой монах людей не порицает. 2.1. Устремления, санкапа. Имеются в виду три неблагих устремления, основанные на чувственном желании, недоброжелательности, причинении вреда. 2. Комментарий поясняет, что он не критикует и не порицает чужое поведение с целью унизить, но говорит из сострадания, утвердив себя в пяти качествах, речь идет о пяти качествах произнесения речей, а, говорить в нужный момент, б, говорить правду, в, говорить мягко, г, так чтобы это приносило пользу, д, с доброжелательным умом. Хири сутта, чувство стыда. СН 1.18. В Саваттхе. Стоя рядом, то Дева произнес эту страфу в присутствии благословенного, если где-либо в мире кто-либо, сдержан кто был бы чувством стыда, кто отступает прочь от порицания, точно как конь от удара кнута. Благословенный, мало тех, сдержан кто чувством стыда, всегда осознан, такими живет. Мало страданий и конца кто достиг, курс держит ровно неровных среди. Кутика сутта, небольшая хижина. СН 1.19. В Саваттхе. Стоя рядом, то Дева произнес эту страфу в присутствии благословенного, хижины нет небольшой у тебя? А может гнездышко есть у тебя? Или продленные линии есть? Освободился ли ты от таков? Один. Благословенный, хижины нет небольшой у меня, и небольшого гнезда также нет, линии продленных нет у меня, освободился ведь я от таков. Дева, что я под хижиной имел в виду? Что обозвал небольшим я гнездом? Линий продленных смысл каков? Что обозначил оковами я? Два. Мать, вот назвал ты хижиной что, гнездышком ты жену обозвал, линии, что продлены, сыновья, жажду отметил оковами ты. Благостно это, что хижины нет, равно как нет небольшого гнезда, линий продленных нет у тебя, и что свободен ты от оков. Один. Комментарий. Дева под небольшой хижиной имеет в виду чью-либо мать, потому что человек живет в ее утробе десять месяцев, под гнездышком имеет в виду жену, потому что после трудного рабочего дня мужчина возвращается к женщине точно так же, как птицы, которые весь день искали еду, возвращаются в гнездо на ночевку, под продленными линиями, сантанака, имеет в виду продление семейного рода, под оковами подразумевается жажда. Будда отвечает так, потому что он никогда не будет больше находиться в утробе матери или содержать жену или заводить сыновей. Два. Комментарий поясняет, что Дева был поражен мгновенным ответом Будды и решил удостовериться, что тот правильно понял смысл вопросов. Самиттхи сутта, Самиттхи. СН 1.20. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Раджагахе в парке горячих источников. И тогда достопочтенный Самиттхи, поднявшись с первыми лучами солнца, отправился к горячим источникам, чтобы искупаться. Искупавшись в горячих источниках, он вышел и встал в единственном одеянии, высушивая части своего тела. И затем, когда наступила глубокая ночь, некое женское божество, обладающее поразительной красотой, освещая все горячие источники, подошло к достопочтенному Самиттхи. Подойдя, оно встало в воздухе и обратилось к достопочтенному Самиттхи с трофой. 1. Не насладившись, ищешь подаяний ты, монах, не ищешь подаяний, если насладился. 2. Вначале насладись, монах, потом подаяний ищи, пусть время не пройдет мимо тебя напрасно. Достопочтенный Самиттхи, не знаю, что такое время я, ведь время спрятано, нельзя его увидеть. Поэтому, не наслаждаясь, подаяний я ищу, пусть время не пройдет мимо меня напрасно. 3. И тогда то божество спустилось на землю и обратилось к достопочтенному Самиттхи, ты, монах, ушел в бездомную жизнь еще молодым, черноволосым, наделенным благословением молодости на первом этапе жизни, не наигравшись чувственными удовольствиями. Наслаждаясь чувственными удовольствиями, монах, не оставляй того, что видно здесь и сейчас, ради преследования того, что требует времени. Я не оставил того, что видно здесь и сейчас, подруга, ради преследования того, что требует времени. Я оставил то, что занимает время, ради преследования того, что видно здесь и сейчас. Ведь благословенный, подруга, утверждал, что чувственные удовольствия съедают много времени, полны страданий, полны отчаяния, а опасность, заключенная в них, еще больше. А этот хамма видимо здесь и сейчас, приглашает пойти и увидеть, ведет к цели, познается на личном опыте мудрыми самостоятельно. Я не могу тебе объяснить это в деталях. Но благословенный, Арахант, полностью просветленный, пребывает в Раджагахе в парке горячих источников. Подойди к этому благословенному и спроси его об этом. То, как он тебе это объяснит, так ты это и запомни. Не просто нам подойти к тому благословенному, монах. Ведь его окружают другие, очень влиятельные божества. Если бы ты подошел к нему и спросил его об этом, то мы бы тоже отправились следом, чтобы услышать хамму. Хорошо, подруга, ответил достопочтенный Самитхи. И тогда он отправился к благословенному, поклонился ему, сел рядом и рассказал обо всей беседе, которая состоялась с этим божеством. Добавив, если слова этого божества были правдой, учитель, то тогда это божество сейчас должно быть где-то рядом. Когда так было сказано, то божество обратилось к достопочтенному Самитхи. Спроси, монах. Спроси, монах. Я пришла. И тогда благословенный обратился к тому божеству Строфой. Те, кто воспринимают то, что выразить возможно, те, в том, что выразить возможно, утверждаются тогда. Не понимая полностью все то, что можно выразить, они тем самым в рабство смерти попадают. 4. Но, полностью поняв все то, что можно выразить, того, кто выражает, не измышляет он, ведь для него этого боли не существует, за счет чего его он мог бы описать. 5. Если, дух, ты понял, то говори. Я не понимаю в подробностях, господин, значение того, что сказал вкратце благословенный. Пожалуйста, господин, пусть благословенный объяснит мне это так, чтобы я поняла в подробностях значение того, что было сказано вкратце. Благословенный, тот, измышляет кто, такой же я, или лучше, или хуже, тот, в этом случае, может пуститься в споры. Но кто в трех развлечениях не дрогнет, тот не считает, я такой же или лучше. 6. В этом случае также, господин, я не понимаю в подробностях значение того, что сказал вкратце благословенный. Пожалуйста, господин, пусть благословенный объяснит мне это так, чтобы я поняла в подробностях значение того, что было сказано вкратце. И он отбросил вычисление, не заявляет самомнение, отрезал жажду к имени и форме он. И божества и люди его ищут, и здесь и там, на небесах, в обителях во всех. Того, кто разрубил узлы, найти они не могут, того, кто не обеспокоен, жажды кто лишен. Господин, я понимаю в подробностях значение того, что сказал вкратце благословенный. Так, не нужно в мире зла свершать, ни телом, речью, ни умом. Отбросив наслаждение от чувств, осознанным и бдительным идти не стоит тем путем, что причиняет боль и вред. 7. 1. Согласно комментарию, это было божество женского пола, принадлежащее к группе земных божеств, Тхумадеота, которая обитала в этой роще. Она была поражена красотой монаха, влюбилась в него и решила соблазнить. 2. В оригинале на языке Пале здесь идет игра слов со словом Бхунджати, которая может означать и поедание еды, и наслаждение чувственными удовольствиями. Божество, подразумевая второй смысл, говорит ему о том, чтобы тот вначале поел, а потом уже отправлялся за сбором подаяний, то есть вначале насладился чувственными удовольствиями, а уже потом стал монашествовать. 3. Согласно комментарию, самит-тхе, отвечая, подразумевает время смерти, Маранакала, которое спрятано, Чханна, в том смысле, что никто не знает, когда оно придет. В последней строфе речь идет о времени для практики аскезы, потому что в старом возрасте трудно изучать тхаму и практиковать аскезу, жить в лесу и развивать медитативные достижения. 4. Комментарий поясняет, что под тем, что можно выразить, понимаются пять совокупностей. Когда обычное существо воспринимает их, то их восприятие окрашивается идейны постоянства, счастья и самости. Эти искажения восприятий называются виполаса, например, смотри Иоанн 52, 4, 8. Эти искаженные восприятия вызывают омрачения, из-за которых существа утверждаются в том, что может быть выражено, то есть, в пяти совокупностях. Это утверждение происходит восемью способами, посредством жажды, злобы, невежества, воззрений, скрытых склонностей, самомнения, сомнений и неугомонности. Комментарий к тем же строфам Эти вот такие 53, говорит о том, что существа воспринимают пять совокупностей самостно, то есть, наделяя их концепциями Я, Мое, Божество, Человек, Женщина, Мужчина, так далее. Они воспринимают их как существо, личность и так далее. Также комментарий поясняет, что данная строфа является ответом на вопрос Божества о том, почему чувственные удовольствия съедают много времени. Похоже, эта идея подтверждается последней строкой, они тем самым в рабство смерти попадают, то есть, существа ловятся в сансару, сеть времени. 5. Комментарий Арахант не измышляет говорящего как личность, пугала. То есть, он более не считает пять совокупностей своим, собой или я. 6. Три развлечения, Тая и Витха, это три вида самомнения, то есть, я, лучше, я, такой же, я, хуже. Тот, кто не дрогнет в трех развлечениях, это Арахант, который всецело уничтожил оковы самомнения. 7. Комментарий Поясняет, что в конце беседы Божество обрело плод вступления в поток и произнесло данную строфу как великое учение Дхаммы, чтобы показать благородный восьмеричный путь, с помощью которого оно смогло достичь этого плода. 7. Сатти-сутта, Меч СН 1.21 Сутта идентична СН 2.16, но здесь неупомянутое имя Божества, которое произносит строфу. 8. Пухсати-сутта, Касается СН 1.22 В Саваттхе. Стоя рядом, то Дева произнес эту строфу в присутствии благословенного, и не касается него, того, кто не касается, но прикоснется, коль коснется он. Поэтому касается того, кто сам касается, того, на невиновного клявещет кто. 1. Благословенный, на невиновного клявещет кто, того, кто чистен и запятнен, то зло вернется к самому глупцу, как если пыль он против ветра бросил. 2. 1. Речь идет о каме и ее плодах. 2. В Сутта Непати 662 эта строфа относится к случаю монаха Кикалики, который клеветал на Сарепуту и Макгаллану. В итоге, из-за этой камы вскоре умер и оказался в аду. Эта история также рассказывается в СН 6.9 и СН 6.10. Джата-сутта, Узел. СН 1.23. В этой сутте содержатся те же самые строфы, что и в СН 7.6, но только одни строфы, без вступления и послесловия. Мананиварана-сутта, Сдерживая в уме. СН 1.24. В Саваттхе. Стоя рядом, то Дева произнес эту строфу в присутствии благословенного, отчего в уме себя сдерживаешь, от того не поступит страданий. От всего коли будешь ты сдерживать, от страдания от всех ты спасешься. Благословенный, нет нужды от всего себя сдерживать, коль умом управлять ты умеешь. Но вот если козлу что приводит, от того себя сдерживать нужно. 1. Примечание переводчика СВ, везде в стихе, где идет речь о сдержанности, говорится о сдержанности в уме. Для сохранения ритмики стиха я опускаю в уме, оставляя только сдерживать. Комментарий поясняет, что это Божество считало, что нужно сдерживать ум в отношении абсолютно всех качеств, в том числе и благотворных и сверхмирских. Под комментарий добавляет, что Божество имело воззрение, будто любое состояние ума приносит страдания и бессознательные состояния лучше. Будда же отвечает, что сдерживать ум, таточитам неварая, следует только от тех вещей, объектов, которые вызывают омрачение. Араханта сутта «Арахант» СН 1.25 В Саваттхе, стоя рядом, то Дева произнес эту страфу в присутствии благословенного, если монах, арахант, совершенный и без омрачений, кто носит последнее тело, то может сказать, «Говорю я, сказал бы, они говорят мне». 1. Благословенный, кто носит последнее тело, он может сказать, «Говорю я, и может, они говорят мне». Умелый и знающий мир и умение выражаться, использует он эти фразы как просто лишь выражение. 2. Дева, то именно и самомнение и может, они говорят мне. 3. Кто без самомнения, тот без злов. У злой все его износились. И хоть измышленно и он одолел, как просто лишь выражение. 1. Комментарий поясняет, что Божество, проживавшее в лесу, услышало, что монахи говорят, «Я иду, я говорю» и так далее. Так как она считала их арахантами, то, услышав эти фразы, она усомнилась в этом, полагая, что те все еще не освободились от самомнения. 2. Комментарий. Хотя арахант отбросил беседы, которые подразумевают веру в «Я», все же, они не нарушают привычного хода разговора, говоря, допустим, «Так, совокупности едят, совокупности сидят, это чаши совокупностей, это одеяние совокупностей, поскольку их никто не понял бы». 3. Комментарий поясняет, что Божество подумало, что, должно быть, у них не было воззрения «Я», но все равно они говорили так из-за самомнения. Примечание переводчика СВ, воззрение «Я» устраняется на уровне вступления в поток, а самомнений, только на уровне араханта. Падджота-сутта, Источники света. СН 1. 26. В этой сутте содержатся те же самые строфы, что и в СН 2. 4, но только одни строфы, без вступления и послесловия. САРА СУТТА, ПОТОКИ. СН 1. 27. В САВАТТХЕ. Стоя рядом, то Дева произнес эту строфу в присутствии Благословенного. Откуда все потоки поворачивают вспять? Где круговерть перестает вращаться? Где имя и форма исчезает, и прекращается где без остатка? Благословенный, там, где вода, земля, огонь и воздух опоры обрести не могут, отсюда поворачивают все потоки вспять, здесь круговерть перестает вращаться, здесь имя и форма исчезает, и прекращается здесь без остатка. 1. 1. Комментарий поясняет, что под потоками подразумевается сансара, а Будда отвечает, говоря о Ниббане. Махатхана сутта, те, у кого большие богатства. СН 1.28. В Саваттхе. Стоя рядом, то Дева произнес эту страфу в присутствии благословенного, и даже те, имущества, богатства у кого большое, и даже кхотте, страной кто управляют, все смотрят друг на друга с жадными глазами, ненасыщаемые в чувственных усладах. И среди тех, кто алчным стал таким, и кто плывет в существование потоки, если хоть кто-то, жажду кто смог одолеть? Кто в мире перестал быть алчным? Благословенный, тот, кто покинул дом и жизнь бездомную принял, оставив позади рогатый скот, любимых сыновей, оставив жажду позади, оставив злость, и выдворив невежество свое, архаты, омрачений кто лишен, вот в мире кто быть алчным перестал. Четучакка сутта, Четырек леса. СН 1.29. В этой сутте содержатся те же самые истрофы, что и в СН 2.28, но только одни истрофы, без вступления и послесловия. Яниджангха сутта, Икры как у антилопы. СН 1.30. В Саваттхе. Стоя рядом, то Дева произнес эту страфу в присутствии благословенного, и подадя, «Тебя мы спросим о стройном герою с икрами как у антилопы, один, который жажды не имеет, и пищи ест которой мало, скитается один как лев иль нага, и не заботится о чувственных усладах, так как же он освободился от страданий». Благословенный, пять нитей чувственности в мире, где ум шестой объявлен нитью, желание в этом уничтожив, он стал свободным от страданий. Один, Икры ног как у антилопы, это один из тридцати двух признаков великого человека, Будды или церемиродержца. Сабхи-сутта, с хорошими. СН 1.31. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Саваттхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И когда наступила глубокая ночь, группа Девов, принадлежащих к группе божеств Сатулапы, один, обладающих поразительной красотой, освящая всю рощу Джеты, подошла к Благословенному. Подойдя, они поклонились Благословенному и встали рядом. Затем один Дева, стоя рядом, произнес эту страфу в присутствии Благословенного, общаться нужно только лишь с хорошими людьми, с хорошими людьми тесную связь нужно держать. И истинную Дхаму когда выучишь у них, то станешь только лучше, а не хуже. И затем другие пять Девов следом произнесли свои страфы в присутствии Благословенного, то лишь от них ты мудрость обретешь, не от других. Грустить не будешь ты, когда вокруг печаль. То будешь ты сиять и в отношениях своих. И истинную Дхаму выучив у них, в благой удел живые существа устремлены. Живые существа уютно могут жить. И тогда другой Дева обратился к Благословенному, Благословенный, кто произнес хорошо сказанное. Вы все до определенной степени произнесли хорошо сказанное. Но послушайте также меня, от всяческих страданий обретешь свободу ты. Так сказал Благословенный. Воодушевленные, те Дева поклонились Благословенному, обойдя его с правой стороны, прямо там и исчезли. 2. 1. Это группа божеств в небесном мире Туватимзы. Они назывались Ситулы Пакайка, то есть относящиеся к тем, кто восхвалял благое. Они родились в небесном мире из-за восхваления Дхаммы хороших людей. 2. В точности те же самые страфы, что и в этой сути, содержатся в СН 2.21, но приписываются божеству по имени Сива. Мачхари сутта, скупость. СН 1.32. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Саваттхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И когда наступила глубокая ночь, группа Девов, принадлежащих группе божеств Ситулапы, обладающих поразительной красотой, освящая всю рощу Джеты, подошла к Благословенному. Подойдя, они поклонились Благословенному и встали рядом. Затем один Дева, стоя рядом, произнес эту страфу в присутствии Благословенного, со скупостью, с беспечностью не делается дар. Но, тот, кто знает и заслуг желает, тот, вне сомнений, дар дает. Затем другой Дева произнес эти страфы в присутствии Благословенного, то, чего скупец боится, когда дар не хочет сделать, есть та самая опасность, что потом к нему вернется. Голод тот и жажда та, что скупой боится, обрушится на дурака и в этом мире, и потом. Так, скряжничество устранив, всех пятен победитель должен дар давать, заслуги, вот опора для живых существ, возникнут что в мире ином. Средь мертвых не умрут они, те, кто словно попутчики в пути, поделятся немногим тем, что есть, таков закон вневременный. Кто-то поделится немногим тем, что есть, другие же, богатые, не любят дар давать. Дарение того, чего немного у тебя, в тысячу раз цени того, что оно стоит. Плохие не способны подражать хорошим, которые даруют то, чем сложно поделиться. Поступки совершают, что осуществить непросто, столь трудно следовать тхаме людей хороших. И потому дел их после смерти будет разниться, для хороших и плохих. Плохие в отыдут, хорошее, в небесный мир. И так дать другой дар во обратился к благословенному, благословенный, кто произнес хорошо сказанное. Вы все до определенной степени произнесли хорошо сказанное. Но послушайте также меня, если ты практикуешь тхамму, пусть и живешь ты собиранием, если, хотя жену содержишь, даешь немного и, что можешь, то даже подношение сотни тысяч тех, кто приносит тысячами в жертву, не будет стоить даже лишь частиц дарения того, кто человеку этому подобен. Тогда другой дар во обратился к благословенному строфой, так почему их жертвоприношения, обширные, огромные, не стоят ничего в сравнении с дарением благого человека? Так почему сто тысяч подношений дарения того, кто человеку этому подобен? Тогда благословенный ответил этому дэви строфой, они дают, но в неблагом они утверждены, жизни лишив, убив и причинив печаль. Их подношение полно жестокости и слез, не стоит ничего, если с подарком праведник это сравнить. Вот почему сто тысяч подношений. Садху сутта, хорошо. СН 1.33. В Саваттхе. И когда наступила глубокая ночь, группа дэвов, принадлежащих группе божеств и тулапы, обладающих поразительной красотой, освящая всю рощу джеты, подошла к благословенному. Подойдя, они поклонились благословенному и встали рядом. Затем один дэвов, стоя рядом, произнес эту строфу в присутствии благословенного, дарения. Это хорошо, господин. Затем он добавил, со скупостью, с беспечностью не делается дар. Но, тот, кто знает и заслуг желает, тот, вне сомнений, дар дает. Затем другой дэвов произнес это вдохновенное изречение в присутствии благословенного, дарения, это хорошо, господин. И, далее, даже если у тебя мало того, чем можно поделиться, дарения, это хорошо. Кто-то поделится немногим тем, что есть, другие же, богатые, не любят делать дар. Дарения того, чего немного у тебя, в тысячу раз ценят того, что оно стоит. Дарения, это хорошо, господин. Даже если у тебя мало того, чем можно поделиться, дарения, это хорошо. И, далее, если дарение совершено так же и с верой, дарения, это хорошо. Как говорят, есть общее между дарением и войной, несколько тех, кто хороши, способны многих победить. Ведь тот, кто верит, даже если мало пусть дает, в мире другом он обретает счастье. Один. Дарения, это хорошо, господин. Даже если у тебя мало того, чем можно поделиться, дарение, это хорошо. Если дарение совершено так же и с верой, дарение, это хорошо. И, далее, дарение того, что добыто праведным способом, это так же хорошо. Когда дает он дар, что праведным был добыт, был обретен усердием, старанием, то, переплыв поток ветерания у ямы, два небесных состояний смертный достигает. Дарение, это хорошо, господин. Даже если у тебя мало того, чем можно поделиться, дарение, это хорошо. Если дарение совершено так же и с верой, дарение, это хорошо. Дарение того, что добыто праведным способом, это так же хорошо. И, далее, дарение с проведением различий так же хорошо. 3. Дарение с проведением различий восхвалялось тем, кто счастлив, когда дар делается тем, достоин подношений кто. Вот в этом самом мире всех существ, живущих в нем. То, что дается им, приносит плод великий, как если б в плодородном поле кто посеял семена. Дарение, это хорошо, господин. Даже если у тебя мало того, чем можно поделиться, дарение, это хорошо. Если дарение совершено так же и с верой, дарение, это хорошо. Дарение того, что добыто праведным способом, это так же хорошо. Дарение с проведением различий так же хорошо. И, далее, сдержанность по отношению к живым существам, это так же хорошо. Тот, кто живет, живым вреда не причиня, и из боязни порицания не совершает зла, то робкого, нехраброго похвалит тогда в этом, ведь из боязни, зла хороший человек не совершает. И тогда другой дыро обратился к благословенному, благословенный, кто произнес хорошо сказанное. Вы все до определенной степени произнесли хорошо сказанное. Но послушайте так же и меня, многими способами восхваляется дарение, но Дхамму путь дарения превосходит. Ведь в прошлом, даже очень давнем, благие, мудрые, небабаны достигали. Один, комментарий, вера означает веру в Дхамму и ее результат. Точно так же, как на войне несколько героев могут победить многочисленных трусов, то, точно так же, тот, кто наделен верой и так далее, даруа даже лишь небольшой дар, сокрушает огромную часть скупости и обретает обильный плод Каммы. Два, в древнеиндийской мифологии река Витарани была аналогом реки Истикс в древнегреческой мифологии, а яма, аналогом Аида, владыки подземного царства мертвых. Три, комментарий, есть два вида проведения и различий. Один, в отношении дара, то есть когда кто-либо откладывает в сторону худшие предметы и дарит только лучшее. Два, в отношении получателя, то есть когда кто-либо оставляет в стороне тех, кто ущербен в своей нравственности, а также сторонников девяносто пяти юридических убеждений, и дает только тем, кто наделен такими качествами, как нравственность и так далее, и кто получил монашеское посвящение в учении Будды. На санте сутта, нет. СН 1.34. Однажды благословенный пребывал в Саввайтхе в рощу джеты в монастыре Анатхайпиндике. И когда наступила глубокая ночь, группа дэвов, принадлежащих к группе божеств и тулапы, обладающих поразительной красотой, освящая всю рощу джеты, подошла к благословенному. Подойдя, они поклонились благословенному и встали рядом. Затем один дэва, стоя рядом, произнес эту страфу в присутствии благословенного, средь человеческих существ нечувственных услад, что были постоянны. Есть лишь те вещи, что желанны. Как только человек привязан к ним, беспечен, в окружении их находясь, из царства смерти он не достигает удела, где нет больше возвращений. Один. Другой дэва, невзгоды рождены из желания. Страдания рождены из желания. С устранением желания устраняются невзгоды. С устранением невзгод устраняются страдания. Два. Благословенный, это нечувственные наслаждения, мирские миловидные вещицы, чувственность человека, устремление и страсти. А миловидные вещицы лишь просто остаются в мире, но мудрый устраняет всякое желание к ним. Три. Нужно оставить злобу, самомнение и покинуть, все путы следует преодолеть. Тот, ничего кто не имеет, страданием не угнетен, не льнет он к имени и форме. И он отбросил вычисления, не заявляет самомнение, отрезал жажду к имени и форме он. И божества и люди его ищут, и здесь и там, на небесах, в обителях во всех. Того, кто разрубил узлы, найти они не могут, того, кто не обеспокоен, жажды кто лишен. Достопочтенный Макхараджи, 4. Не видели коль божества и люди того, кто так освобожден, ни здесь, ни после, то стоит их хвалить за то, что чтят они такого, лучшего из людей, живущего ради их блага. Монахи эти тоже похвалы достойны, кто чтят его, освобожденного такого. Но коль познают тхаму и сомнения отбросят, монахи станут теми, кто узлы преодолел. 5. 1. Дословно, состояние боли и не возвращение, а пунагамана. Согласно комментарию, речь идет о неббане, поскольку существования возвращаются из неббаны. Тот, кто беспечен и привязан к чувственным удовольствиям, не может достичь ее. 2. Комментарий говорит, что невзгоды, Агха, в первой строке, это страдание пяти совокупностей. А страдание, Духха, во второй строке, синоним первого. Четвертую строку комментарий перефразирует так, «С устранением пяти совокупностей страдания в сансарной круговерти устраняются». 3. Необычное словосочетание с инкапарага канонический комментарий поясняет, как устремленная страсть и резюмирует, «Здесь в строке отрицается соотношение чувственности с чувственными объектами». Но чувственностью называется чувственное загрязнение ума. 4. Макхараджа был лучшим среди монахов в плане соблюдения последовательности в беседах Анусэндхи Кусала. Под комментарий поясняет, что он был одним из шестнадцати учеников Брахмана Баварии. Смотри. СНП 5.15. 5. Будда объяснил, что те, кто его почитают, достойны похвалы. Однако, добавляет, что те, кто познали истинную и обросили сомнения, достижением вступления в поток, достойны еще большей похвалы. Со временем они преодолеют узлы, то есть станут арахантами. Уттшханасы не сутта, критиканы. СН 1.35. Однажды благословенный пребывал в Саваттхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И когда наступила глубокая ночь, группа дэвов, принадлежащих к группе критикующих божеств, обладающих поразительной красотой, освещая всю рощу Джеты, подошла к благословенному. Подойдя, они поклонились благословенному и встали в воздухе. Один. Затем один дэва, стоя в воздухе, произнес эту страфу в присутствии благословенного. Тот, представляет кто себя одним, на деле будучи совсем другим, тот обретенным наслаждается как вор, как если бы мошенник выигрыш добыл. Другой дэва, как поступаешь, так и говори. Не говори, когда не поступаешь так. Мудрец ведь четко может распознать того, кто учит, но не практикует это сам. Благословенный, не просто лишь речью, не только лишь слушанием в твердом практике пути продвинуться возможно, которым мудрые практики медитации освобождаются от рабства Мары. Воистину, мудрец не станет притворяться, ведь понял направление мира он. И знанием окончательным мудрец погашен, он пересек привязанности к миру. Тогда те божества, спустившись на землю, упали в ноги благословенному и обратились к нему, Господин, мы совершили проступок, столь глупыми, столь запутанными, столь нелепыми мы были, что вообразили, будто можем раскритиковать благословенного. Пусть благословенный простит нас за наш проступок, который мы теперь увидели как проступок, чтобы впредь мы себя сдерживали в этом. И тогда благословенный улыбнулся. 2. Тогда, те божества, желая раскритиковать его еще больше, взмыли воздух. Один из дэвов произнес эту страфу в присутствии благословенного, если простить кто не способен тех, кто в проступке смог сознаться, то зол он в сердце, ненависти полон, питает он одну лишь неприязнь. Так если бы не было проступка, если бы не было блужданий, и если бы успокоена была бы злоба, то оказался бы тот невиновным. 2. И для кого же нет проступков? И для кого же нет блужданий? Кто в замешательстве не оказался? Кто мудрый всегда осознан? Татхагата, полностью просветленный, ко всем живущим полом сострадания. И в его случае проступков не бывает, и в его случае не может быть блужданий, он в замешательстве не оказался, он мудрый всегда осознан. Если простить кто не способен питает он одну лишь неприязнь. Но этой неприязнью я не упиваюсь, а потому проступок вам прощаю я. 1. Комментарий поясняет, что нет отдельного мира критикующих дэвов, но так обозначена группа дэвов, которые прибыли, чтобы найти провинность в Будде якобы за его неумелое использование четырех монашеских необходимостей. Они считали, что Будда учит монахов довольствоваться малым, а сам живет в роскоши. Тот факт, что они замерли в воздухе, они опустились на землю, свидетельствует об их неуважительном отношении. 2. Комментарий поясняет, что Будда улыбнулся, поскольку видел, что они просят у него прощения, как если бы они просили его у простого заурядного человека, а не тот хагаты. Саддха сутта, вера. С.Н. 1.36. Однажды благословенный пребывал в Саваддхе в роще Джеты в монастыре на Тхапиндике. И когда наступила глубокая ночь, группа дэвов, принадлежащих к группе божеств сэту лапы, обладающих поразительной красотой, освещая всю рощу Джеты, подошла к благословенному. Подойдя, они поклонились благословенному и встали рядом. Затем один дэвов, стоя рядом, произнес эту строфу в присутствии благословенного, вера, вот твой напарник. Коль отсутствие веры не крепнет, известность и слава придут к тебе. А по оставлению тела отправишься ты в мир небесный. Затем другой дэвов произнес эти строфы в присутствии благословенного, нужно оставить злобу, самомнение и покинуть, все путы следует преодолеть. Тот, ничего кто не имеет, страданием не угнетен, не лнет он к имени и форме. Другой дэвов, глупцы, лишенные мудрости и беспечности себя сдают. Но мудрецы оберегают прилежание как свое лучшее богатство. Не уступай беспечности, с чувственным счастьем не дружи. Ведь кто прилежен, медитирует, высшее счастье обретет. 1. 1. Разъяснение СН-3597, а также, не безинтересно, СН-5540. Самая сутта в течении СН-1-37. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в стране Сакьи в Капилаваттху в Великом лесу и вместе с Большой Сангхой монахов, с пятью сотнями монахов, каждый из которых был арахантом. 1. И дай вас десяти мировых систем большей частью собрались, чтобы увидеть благословенного и Сангху монахов. И мысль пришла к четверем божествам из группы богов чистых обителей. 2. Этот благословенный пребывает среди Сакьи в Капилаваттху в Великом лесу и вместе с Большой Сангхой монахов, с пятью сотнями монахов, каждый из которых является арахантом. И дай вас десяти мировых систем большей частью собрались, чтобы увидеть благословенного и Сангху монахов. Что если мы подойдем к благословенному, и в его присутствии каждый из нас произнесет свою собственную строфу? И тогда, так же быстро, как сильный человек мог бы распрямить согнутую руку или согнуть распрямленную, те дэвы исчезли из компании богов чистых обителей и возникли перед благословенным. Затем те дэвы поклонились благословенному и встали рядом. Стоя рядом, один дэва произнес эту строфу в присутствии благословенного, великое стечение произошло в лесах, и собралось огромное количество божеств. Пришли мы на стечение Дхамы этой, чтобы зреть неудалимый монахов Сангху. Затем другой дэва произнес эту строфу в присутствии благословенного, сосредоточены монахи эти. Исправили они свои умы. Подобно колесничему, который держит вожжа, те мудрецы стоят на страже органов чувств своих. Пробившись сквозь неплодородие, распорку разрубив, вырвав колонну индры, непоколебимые, они скретаются чистейшими и незапятненными, юные наги, хорошо прирученные тем, кто видит. Кто к Будде за прибежищем пришел, тот не отправится в плохой удел. Отбросив человеческое тело пополнит дэва в свиту он. Один, Махасамая Сутты, ДН 20. Комментарий приводит историю о том, что когда Будда вмешался в войну между Сакьями и Калиеми, своими родственниками по отцовской и материнской линии, то, после мирного разрешения конфликта с каждой стороны враждующих к нему пришло по 250 молодых человек, чтобы стать монахами. После некоторого периода стараний в практике они все достигли араханства в один и тот же день, полнолуние месяца Джек-Тхамулы, май, июнь. Сутта начинается с описания этого самого момента, той самой ночи, во время которой все они собрались возле Учителя, чтобы объявить о своих достижениях. Два, чистые обители, пять высочайших небесных миров Брахм, в которых рождаются исключительно невозвращающиеся. Сакалика Сутта, Осколок Камня. СН 1.38. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Раджагахи в Оленьем Парке Мэнд-Дакучхи. И тогда ступня Благословенного была порезана осколком камня. Один. Жестокие боли охватили Благословенного, болезненные телесные чувства, мучительные, острые, пронзающие, раздирающие, неприятные. Но Благословенный терпел их, будучи осознанным и бдительным, не становясь обеспокоенным. И тогда Благословенный сложил свое верхнее одеяние в четверо, лег на правый бок в позе льва, положив одну ногу на другую, будучи осознанным и бдительным. И когда наступила глубокая ночь, семьсот дэвов, принадлежащих к группе божеств Сатулапы, обладающих поразительной красотой, освещая веселение Парк Мадакучихе, подошли к Благословенному. Подойдя, они поклонились Благословенному и встали рядом. Затем один льва, стоя рядом, произнес это вдохновенное изречение в присутствии Благословенного, этот отшельник Гатама воистину Нага, почтенный. И когда возникли болезненные телесные чувства, мучительные, острые, пронзающие, раздирающие, неприятные, он терпит их, точно как Нага, осознанным, бдительным, не становясь обеспокоенным. Затем другой дэва произнес это вдохновенное изречение в присутствии Благословенного, этот отшельник Гатама воистину Лев, почтенный. И когда возникли болезненные телесные чувства, мучительные, острые, пронзающие, раздирающие, неприятные, он терпит их, точно как лев, будучи осознанным, бдительным, не становясь обеспокоенным. Затем другой дэва произнес это вдохновенное изречение в присутствии благословенного, этот отшельник Гатама воистину чистокровный скакун, почтенный. И когда возникли болезненные телесные чувства, мучительные, острые, пронзающие, раздирающие, неприятные, он терпит их, точно как чистокровный скакун, будучи осознанным, бдительным, не становясь обеспокоенным. Затем другой дэва произнес это вдохновенно изречение в присутствии благословенного, этот отшельник Гатама воистину бык-вожак стада, почтенный. И когда возникли болезненные телесные чувства, мучительные, острые, пронзающие, раздирающие, неприятные, он терпит их, точно как бык-вожак, будучи осознанным, бдительным, не становясь обеспокоенным. Затем другой древа произнес это вдохновенное изречение в присутствии благословенного, этот отшельник Гатамова истинно вьючный зверь, почтенный. И когда возникли болезненные телесные чувства, мучительные, острые, пронзающие, раздирающие, неприятные, он терпит их, точно как вьючный зверь, будучи осознанным, бдительным, не становясь обеспокоенным. Затем другой древа произнес это вдохновенное изречение в присутствии благословенного, этот отшельник Гатамова истинно укращенный, почтенный. И когда возникли болезненные телесные чувства, мучительные, острые, пронзающие, раздирающие, неприятные, он терпит их, точно как укращенный, будучи осознанным, бдительным, не становясь обеспокоенным. Затем другой древо произнес это вдохновенное изречение в присутствии благословенного, узрите его хорошо развитые сосредоточения и его хорошо освобожденный ум, который не уклоняется ни вперед, ни назад, не зафиксирован и не сдерживаем насильственным подавлением. Если кто-либо посчитал бы, что такому можно было бы помешать, такому нагу среди людей, льву среди людей, чистокровному скакуну среди людей, быку-выжаку среди людей, вьючному зверю среди людей, укращенному среди людей, то разве не из-за недостатка видения такое могло бы произойти? Брахманы знают пусть пять лет, два, аскезу практикуют сотню лет, умы их правильно не освобождены, виднейший берега другого не достигнет. В жажде, к обетам прицепившись, идут они и ко дну, жестокую аскезу практикуют сотню лет, не укротить того, доволен самомнением кто, и мудрецом не стать тому, кто не сосредоточен, беспечный, даже если он уединен в лесу, смерти владения пересечь не сможет. Отбросив самомнение, сосредоточив ум свой хорошо, с умом высоким и освобожденным всюду, старательный и пребывающий один в лесу о смерти владения он сможет пересечь. Три. Один, это совершил двоюродный брат Будды, порочный монах Девадатта. Он хотел убить Будду, сбросив на него со скалы камень. Камень не попал в цель, но от него отломился осколок, который ранил ногу Будды. Эта история записана в Винае, Ч.В. 7.3. Два. Комментарий поясняет, что это три веды вместе с сопровождающими их историями. Не совсем понятно, кто именно произносит эти строфы. По мнению достопочтенного Будды, так как их содержание плохо согласуется с суттой, то, возможно, они были когда-то добавлены к этой сутте редакторами канона. Три. Последние две строфы содержатся в СН 1.9. Патхама Падджунна Тхитусута, дочь Падджуны 1. СН 1.39. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Висале в Великом лесу в зале со строконечной крышей. И когда наступила глубокая ночь, Коканада, дочь Падджуны, один, обладающая поразительной красотой, освещая весь Великий лес, подошла к Благословенному. Подойдя, она поклонилась Благословенному, встала рядом и произнесла эти строфы в присутствии Благословенного, «Я поклоняюсь Будде, лучшему среди существ, и проживающему в лесной чаще увисали. Коканада зовут меня, и дочь Падджуны Я. Я прежде слышала лишь только то, что Тхамму видящий сумел постичь. Теперь же вижу я ее сама, когда мудрец, счастливый, обучает. Люди невежественны, ходят что вокруг, и изливают критику на Тхамму благородных, устремлены в ужасные отрорувы, переживают долго там страдания они. Но тот, кто наделен согласием, успокоением, по отношению к благородной Тхамме, отбросив человеческое тело, пополнит небожителей он свиту. Один, Падджуна, повелитель божеств, проживающих в облаках. Комментарий относит его к самому нижнему небесному миру, обителям четырех великих царей. Два, смотри. СН 3.20. Примечание к этой сути. Дутия Падджуна Тхиту Сута, дочь Падджуны 2. СН 1.40. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Весале в Великом лесу в зале со строконечной крышей. И когда наступила глубокая ночь, Чулакаканада, младшая дочь Падджуна, Падджуны, один, обладающая поразительной красотой, освещая весь великий лес, подошла к Благословенному. Подойдя, она поклонилась Благословенному, встала рядом и произнесла эти строфы в присутствии Благословенного, пришла сюда как она да, Падджуны дочь, красивая как молния сияния. Будде Дхамме почитание и выражая, вот эти строфы, полное значение, произносит. Хоть Дхамма и такой природой обладает, что рассмотреть могу ее различными путями, ее значение я выражу лишь кратко до степени той. Что я выучить сумела, зла в мире совершать не стоит ни телом, ни умом, ни речью. Отбросив наслаждение от чувств, тот, бдителен, осознан кто, не должен следовать путем, что причиняет боль и вред. Один, Падджуна, повелитель божеств, проживающих в облаках. Комментарий относит его к самому нижнему небесному миру, обителям четырех великих царей. Аддитта сутта, в огне. СН 1.41. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Саваддхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И когда наступила глубокая ночь, некий Дэва, обладающий поразительной красотой, освещая всю рощу Джеты, подошел к Благословенному. Благословенному. Подойдя, он поклонился Благословенному, встал рядом и произнес эти строфы в присутствии Благословенного, когда твой дом в огне, то выставлен сосуд. Но этот ли полезен, или тот, горит в огне который? Благословенный, когда мир полыхает старением и смертью, то выставлять, спасая, нужно свое даяние, ведь сделанный подарок, есть лучшее спасение. Подаренное принесет хороший плод, но с неподаренным оно совсем не так. Вор заберет его, а может быть и царь. Или потеряется, или сгорит в огне. В конце оставишь это тело ты, равно как имущество любое все свое. И мудрый человек, вот это осознав, должен не только наслаждаться сам, но и с другими это разделять. И, насладившись жизнью посредством, сделав дарение людям другим, он, безупречный, попадет на небеса. Кинда да сутта, что дарить? СН 1.42 Подойдя, Дева поклонился благословенному, встал рядом и произнес эти строфы, давая что, дает он силу? Давая что, дает он красоту? Давая что, он облегчение дает? Давая что, он зрение дает? И кто есть тот, дает который сразу все? Будучи спрошенным, прошу, ответь же мне. Благословенный, иду давая, силу он дает. Давая вещи, он дает и красоту. Если повозку дал, то дал и облегчение он. Дав лампу, подарил и зрение он. Тот, подарил жилище кто, того можно назвать дарителем всего. Но тот, кто Дхамме обучает, является дарителем бессмертного. Анна сутта, Еда. СН 1.43 Сутта состоит из первых трех строф СН 2.23, без вступления и концовки. Якамула сутта, Один корень. СН 1.44 Подойдя, Дэва поклонился благословенному, встал рядом и произнес эту строфу. Провидец без дну пересек, с корнем одним, водоворотами двумя, с тремя пятнаньюми и с растяжками пятью, весь океан двенадцати водоворотов. Один. Один, комментарий объясняет эту загадку так, океан, самуда, или пропасть, потала, это жажда, названная океаном из-за ненаполняемости, а пропастью, из-за отсутствия опоры, то есть дна. Один корень, это невежество. Два водоворота, двераватта, это воззрение тернализма и аннигилиционизма. Под комментарий поясняет, что первое воззрение основывается на жажде к существованию, а второе, на жажде к несуществованию. Трипетнания, тимала, это жажда, злоба, заблуждений. Пять растяжек, панчапаттхара, это пять нити чувственных удовольствий. Двенадцать водоворотов, двадасаватта, это шесть внешних и внутренних сфер чувств. Анома сутта, совершенной. СН 1.45. Подойдя, Дева поклонился благословенному, встал рядом и произнес эту страфу, узрите же его, с именем совершенным, провидца утонченной цели, мудрость дарящего и не имеющего привязи к логову чувственных услад. Узрите мудрого, всезнающего, великого провидца с благороднейшим путем. Ачхара сутта, нимфы. СН 1.46. Подойдя, Дева поклонился благословенному, встал рядом и произнес эту страфу, хоть пением нимф наполнена она, но все же ордой демонов заселена. Название этой рощи – заблуждений. Каким же образом спастись отсюда мне? 1. Благословенный, путь именуется дорогой прямой, и здесь бесстрашие, ее пункт назначения. Бесшумное, название колесницы, с колесами из благотворных состояний. Чувство стыда, ее наклонные борта, осознанность, ее обивка. Тхаму я называю колесничем, а правильные взгляды перед ней бегут. 2. И у кого такая колесница есть, будь ты хоть женщиной или мужчиной, с помощью средства этого к передвижению к небу не будешь приближаться ты. 3. 1. Комментарий приводит историю о том, что один чрезмерно усердный монах слишком много занимался медитацией, игнорируя иду и сон. В результате чрезмерных усилий он умер от болезни нарушения ветров и переродился в мире того Тимса в рощи Нэнданы в окружении множества небесных нимф, которые тут же попытались соблазнить его. Поскольку он все еще ощущал себя монахом, он в ужасе отпрянул от них и обратился к Будде с просьбой о том, как избежать этого удела и достичь араханства. Здесь идет игра слов с названием «роща». Нэндана означает «наслаждение», а переродившийся здесь монах называет ее «махана» – заблуждение. 2. Комментарий поясняет, что перед царской колесницей бегут слуги и разгоняют тех, кто мешает ей проехать. Аналогичные правильные воззрения расчищают путь. 3. Согласно комментарию, после произнесения последней страфы этот дева достиг вступления в поток. Многие другие окружающие девы достигли различных уровней пробуждения в соответствии с развитостью своих качеств. Вонаропа сутта – Те, кто сажает роща. СН 1.47. Подойдя, дева поклонился благословенному, встал рядом и произнес эту страфу, и у кого заслуг лишь пребывает будь то ходень или же ночь, кто люди те, отправятся что к небесам, нравственные, устойчивые в Дхамме. Благословенный, тот, посадил кто рощу или парк, те люди, мост которые соорудили, или построили колодец, место, можно где попить, а также те, кто кровом одарил других, один, у них заслуг лишь пребывает будь то ходень или же ночь. Вот люди те, отправятся что к небесам, нравственные, устойчивые в Дхамме. 1. Комментарий поясняет это как дары монашеской сангхи. Джитавана сутта, Рощи Джеты. СН 1.48. Текст этой сутты состоит из четырех страф, которые произносит Анатхапиндика в СН 2.20. Мачхари сутта, Скупой. СН 1.49. Подойдя, дева поклонился благословенному, встал рядом и произнес эту страфу, тот, в этом мире кто скупой, скаридный люд, кто осыпает других бранью, люди, мешающие только всем вокруг, тем, кто дарение совершает, какой же плод они пожнут? Каков их будущий удел? Пришли спросить благословенного об этом, как можем это для себя мы осознать? Благословенный, скаридный люд, кто осыпает других бранью, могут родиться в преисподней после смерти, в мире животных или во владениях ямы. 1. Если же вернуться они в человеческое тело, рождение в бедной семье их ожидает, еда, одежда, наслаждение и развлечение большим трудом лишь будут обретаться. И даже то, что те глупцы ждать будут от других, ведь даже этого они не смогут получить. Вот каков в этой самой жизни результат, а в будущем их ждет плохой удел. Дева, будем мы помнить это так, как ты сказал. Но, Агатама, зададим тебе другой вопрос. Те, кто удела человеческого смог достичь, любезным стал, щедростью наделен, уверен в Будде и в учении его, и Сангху почитает очень глубоко, тот, кто удела человеческого смог достичь, в обителях небесных воссияет он, обрел перерождение где. Если же вернется в человеческое тело он, рождение в семье богатое его ожидает, без всякого труда им будут обретаться. Возрадуется он как дэвы те, что управляют творениями, собранными дэвами другими. 2. В будущем, ждет его благой удел. 1. Ямалока. По мнению достопочтенного Бодхи, речь идет о мире страдающих духов, петы. От, мир животных и мир страдающих духов обычно обозначаются в суттах как нижние миры. 2. Дэвы, управляющие творениями других дэвов, относятся к высшему, шестому, божественному миру, входящему в мир чувств. Дэвы, создающие творения, относятся к пятому, предыдущему по последовательности, миру. Тхатикара сутта, Тхатикара. СН 1.50. Эта сутта идентична СН 2.24, но не содержит вводного предложения, а начинается сразу с остров. Джара сутта, Старость. СН 1.51. Подойдя, Дэва поклонился благословенному, встал рядом и произнес эту строфу. И что это за благо, длится что до старости самой? И что это за благо, было коль утверждено? Каков же драгоценный камень средь людей? Что это, что ворам сложнее всего украсть? Благословенный, нравственность, это благо, длится что до старости самой. Вера, вот благо то, коль было уж утверждено. Мудрость, то драгоценный камень средь людей. Заслуги, вот ворам не просто что украсть. Аджараса сутта, не распадающаяся. СН 1.52. Подойдя, Дэва поклонился благословенному, встал рядом и произнес эту строфу. И что это за благо, что не распадется? И что это за благо, что к сохранности ведет? Каков же драгоценный камень средь людей? Что это, что ворам сложнее всего украсть? Благословенный, нравственность, это благо, что не распадется. Вера, вот благо, что к сохранности ведет. Мудрость, то драгоценный камень средь людей. Заслуги, вот ворам не просто что украсть. Митта сутта, друг. СН 1.53. Подойдя, Дэва поклонился благословенному, встал рядом и произнес эту строфу. Каков друг в путешествии твоем? А в доме собственном кто тебе друг? Кто друг, когда нуждою ты одолеваем? Кто друг в будущей жизни? Что придет? Благословенный, когда ты путешествуешь, то другом будет караван. Когда ты дома, друг твой, собственная мать. Когда нуждой одолеваем ты, товарищ другом будет вновь и вновь. И те заслуги, что ты совершил, вот друг твой в жизни, что придет. Ваттфу сутта, опора. СН 1.54. Подойдя, Дэва поклонился благословенному, встал рядом и произнес эту строфу. И в чем опора человеческих существ? Кто лучшим спутником является тебе? И существа, живут что на земле, чем же поддерживают они жизнь свою? Благословенный, сын, вот опора человеческого существа. Жена, вот лучший спутник твой. И существа, живут что на земле, дождем поддерживают жизнь свою. Патхамаджана сутта, порождает один. СН 1.55. Подойдя, Дэва поклонился благословенному, встал рядом и произнес эту строфу, что это, то, что личность порождает? Что это у него, что бегает туда-сюда? Что входит в эту самую сансару? И в чем его самый великий страх? Благословенный, жажда есть то, что личность порождает. А ум его бесцельно бегает туда-сюда. В сансару эту входит существо. В страдании же, его величайший страх. Дутио Джана сутта, порождает два. СН 1.56. Подойдя, Дэва поклонился благословенному, встал рядом и произнес эту строфу, что это, то, что личность порождает? Что это у него, что бегает туда-сюда? Что входит в эту самую сансару? И от чего он не освобожден еще? Благословенный, жажда есть то, что личность порождает. А ум его бесцельно бегает туда-сюда. В сансару эту входит существо. И от страданий не свободен он еще. Татио Джана сутта, порождает три. СН 1.57. Подойдя, Дэва поклонился благословенному, встал рядом и произнес эту строфу, что это, то, что личность порождает? Что это у него, что бегает туда-сюда? Что входит в эту самую сансару? И что влияет на его судьбу? Благословенный, жажда есть то, что личность порождает. А ум его бесцельно бегает туда-сюда. В сансару эту входит существо. И кама повлияет на его судьбу. Упадха сутта, Кривой путь. СН 1.58. Подойдя, Дэва поклонился благословенному, встал рядом и произнес эту строфу. О чем же было сказано, как о кривом пути? Что подвергается распаду днем и ночью? В чем заключается пятнание жизни святой? И что это за ванна, нет воды в которой? Благословенный, о страсти было сказано, как о кривом пути. Жизнь подвергается распаду днем и ночью. Женщины, вот пятнание жизни святой, именно здесь опутаны мужчины. Аскеза и святая жизнь, вот эта ванна, нет воды в которой. 1.1. Речь идет о вере в то, что все проступки можно смыть, приняв ванну, омовение, в священных водах того или иного водоема или реки. Будда заменил эту идею внутренней ванной, то есть очищением загрязнений ума. Дутия сутта, сожитель. 1.1.59. Подойдя, Дева поклонился благословенному, встал рядом и произнес эту страфу, о ком можно как о его сожителе сказать? И от кого он получает наставление? В чем смертный, наслаждение черпы, освобождается от всяческих страданий? Благословенный, вера, вот можно что его сожителем назвать? Мудрость, вот от кого он получает наставление? В небубани наслаждение черпы, смертный освобожден от всяческих страданий. Кави сутта, поэзия. СН 1.60. Подойдя, Дева поклонился благословенному, встал рядом и произнес эту страфу. И каковы леса строительные страф? Что выражение их мысли составляет? Опору в чем может найти страфа? И для страфы что можно объявить жилищем? Благословенный, размерный ритм, леса строительные для страфы. Слог составляет выражение их мысли. На базе из имен покоится страфа. 1. Поэт, вот для страфы жилища. 1. Комментарий поясняет, что для сочинения страф используются различные наименования, обозначения, например, океан или земля. Нама сутта, имя. СН 1. 61. Подойдя, Дева поклонился благословенному, встал рядом и произнес эту страфу, что это, что отягощает все, что более иного растяжима? И существует ли такая вещь, которая все держит под контролем? Благословенный, имя, вот что отягощает все. Нет растяжимия чего-либо, чем имя. Имя, та самая единственная вещь, что держит под контролем все своим. 1. 1. Примечание переводчика СВ Комментарий поясняет, что здесь речь идет о простом наименовании, обозначении, различных вещей и предметов. Однако, вполне возможно, что речь идет о психической составляющей живого существа, Нама. Эту идею подтверждает следующая сутта, СН 1.62. Читта сутта, Ум. СН 1.62. Подойдя, Дева поклонился благословенному, встал рядом и произнес эту страфу, что это, водит за собой, что целый мир, и что влечет его туда-сюда? И существует ли такая вещь, которая все держит под контролем? Благословенный, Ум, вот что водит за собой весь целый мир. За счет ума влечется мир туда-сюда. Ум, вот та самая единственная вещь, что держит под контролем все своим. СН 1.62. Подойдя, Дева поклонился благословенному, встал рядом и произнес эту страфу, что это, водит за собой, что целый мир, и что влечет его туда-сюда? И существует ли такая вещь, которая все держит под контролем? Благословенный, жажда таскает за собой весь целый мир. За жаждой мир туда-сюда влечется. Жажда, та самая единственная вещь, что держит под контролем все своим. Саниджана сутта, Путы. СН 1.64. Подойдя, Дева поклонился благословенному, встал рядом и произнес эту страфу, чем столь опутан сильно этот мир? За счет чего блуждает он туда-сюда? Какую вещь отбросить должен он, чтобы сказать потом он мог, не Блбана? Благословенный, опутан сильно наслаждением этот мир. И за счет мысли он туда-сюда блуждает. Жажду отбросить должен человек, чтобы потом сказать он мог, не Блбана. Бандхана сутта, Подневольность. СН 1.65. Подойдя, Дева поклонился благословенному, встал рядом и произнес эту страфу, чем в подневольности привязан этот мир? За счет чего блуждает он туда-сюда? Какую вещь отбросить должен он, чтобы подневольность устранить любую? Благословенный, у слады в подневольности привязан этот мир. И за счет мысли он туда-сюда блуждает. Жажду отбросить должен человек, чтобы подневольность устранить любую. Аттахата сутта, поражен. СН 1.66. Подойдя, Дева поклонился Благословенному, встал рядом и произнес эту страфу. Чем поражен весь этот мир? Чем этот целый мир окутан? Какой стрелой был ранен он? И чем он постоянно полыхает? Благословенный, мир этот смертью поражен. Старением весь этот мир окутан. И ранен он жаждой стрелой. Желанием постоянно полыхает. Уддита сутта, пойман. СН 1.67. Подойдя, Дева поклонился Благословенному, встал рядом и произнес эту страфу. Чем пойман был весь этот мир? Чем этот целый мир окутан? Чем этот мир загроможден? И установлен этот мир на чем? Благословенный, жаждой мира этот пойман целиком. Старением весь этот мир окутан. Смертью, вот чем загроможден. И на страданиям мира этот установлен. Пехита сутта, загроможден. СН 1.68. Подойдя, Дева поклонился Благословенному, встал рядом и произнес эту страфу. Чем этот мир загроможден? И установлен этот мир на чем? Чем пойман был весь этот мир? Чем этот целый мир окутан? Благословенный, смертью, вот чем загроможден. И на страданиям мира этот установлен. Жаждой мира этот пойман целиком. Старением весь этот мир окутан. Ичха сутта, желание. СН 1.69. Подойдя, Дева поклонился Благословенному, встал рядом и произнес эту страфу. Чем скован этот мир? И с устранением чего освобожден? Какую вещь отбросить должен он, чтоб подневольность устранить любую? Благословенный, желанием скован этот мир. И с устранением желания освободиться он. Желание отбросить должен человек, чтобы подневольность устранить любую. Лока сутта, мир. СН 1.70. Подойдя, Дева поклонился Благословенному, встал рядом и произнес эту страфу. В чем мир возник? В чем близость он создал? К чему цепляясь, этот мир столь изнуряем? И по отношению к чему? Благословенный, в шестерке мир возник, в шестерке близость он создал. К шести цепляясь, изнуряем этот мир, по отношению к шести. 1.1. Комментарий. Шестерку в вопросе следует понимать как шесть внутренних сфер, но также можно и как шесть внутренних и внешних сфер чувств. Личностный внутренний мир возник в шести сферах и создает близость с шестью сферами, цепляясь, или завися, от шести внутренних сфер и будучи изнуряемым шестью внешними сферами. Насчет возникновения мира в шести сферах, смотри. СН 12.44. Чхетва сутта, убив. СН 1.71. Сутта идентична СН 2.3, но здесь иное вступление, в котором не упоминается имя вопрошающего дывы, в саваттхе. Стоя рядом, то дыва обратился к благословенному строфой. Радха сутта, признак. СН 1.72. Стоя рядом, то дыва обратился к благословенному строфой. Каков же признак колесницы? Каков же признак у огня? Каков же признак у страны? У женщины признак каков? Благословенный, знамя, вот признак колесницы. Дымом является признак огня. Царь – признак вот страны каков. А признак женщины – то ее муж. Витта-сутта – сокровище. СН 1.73 Стоя рядом, то Дэва обратился к благословенному строфой. 1. В чем заключается великое сокровище людей? Что практикуемое и хорошо приносит счастье? Какого в действительности самый сладкий вкус? Как живет тот, кто, говорят как, живет лучше всех? Благословенный, вера – великое сокровище людей. Коль Дхамму хорошо практиковать, она приносит счастье. Истина – самый сладкий вкус. Кто живет мудростью, тот живет лучше всех, как говорят. 1. Данные вопросы приписаны Ябхи Алаваки в СН 10.12 Вудхи-сутта – Дождь. СН 1.74 Стоя рядом, то Дэва обратился к благословенному строфой, что это – то, что всходит лучше всех? Что наивысшее среди того, что не спадает? Кто лучше всех бездомной жизнью проживает? Кто величайший среди тех, кто говорит? Другое Дэва – зерно, вот то, что всходит лучше всех. Дождь – наивысшее среди того, что не спадает. Рогатый скот – лучше всех тех, бездомной жизнью, кто живет. Сын – величайший среди тех, кто говорит. 1. Благословенный, знаний – вот что всходит лучше всех. Невежество выше всего, что не спадает. Сангха бездомной жизнью лучше всех живет. А величайший среди тех, кто говорит, то Будда. Один, комментарий поясняет, что второй дэва сам решил ответить на вопросы первого, так как считал их очевидными. Первый же дэва упрекнул его за это и задал вопросы Будды еще раз. Отвечая на третий вопрос, дэва имел в виду, что домашний скот очень полезен, так как приносит молоко и так далее, за счет чего люди поддерживают свое здоровье. Сын, лучший из тех, кто говорит, потому что сын никогда не будет клеветать на отца и мать в суде, на собраниях и так далее. Хито сутта, испуган. СН 1.75 Стоя рядом, то дэва обратился к благословенному строфой, так почему пугаются все эти люди, тогда как с основаниями разными пути их научили? Один, спрошу тебя и я, а мудрец Гатама, на что же можно опереться, так чтобы мира следующего не страшиться? Благословенный, исправив правильные умы речь, не делая дурных поступков своим телом, в миру живя с достатком пищи и напитков, будь благосклонным, щедрым, дружелюбным, верой обладая, и навещая четверку эту. Если обопрешься, стоя укорененным в этой самой дхаме, то мира следующего нет нужды страшиться. Один, комментарий поясняет, что речь идет о различных методах изложения пути. Напуганные люди, это те, кто придерживаются тех или иных ошибочных воззрений, то есть шестидесяти двух воззрений, упомянутых в Брахмаджала сутте, ДН1. Наджирати сутта «Не распадается» СН 1.76 Стоя рядом, то древо обратился к благословенному с трофой, что распадается, а что не распадается. О чем же было сказано как о кривом пути? Что суть его помеха благотворным состояниям? Что подвергается распаду днем и ночью? В чем заключается пятнание жизни святой? И что это за ванна, нет воды в которой? Сколько разломов существует в мире, в которых ум не может твердо находиться? Пришли спросить благословенного об этом, как можем это для себя мы осознать? Благословенный, физическая форма смертных распадается, в отличие от имени и клан их. Страсть, вот объявлена путем кривым что было, а жадность, вот помеха благотворным состояниям. Жизнь подвергается распаду днем и ночью. Женщины, вот пятнание жизни святой, именно здесь опутаны мужчины. Аскеза и святая жизнь, вот эта ванна, нет воды в которой. Есть шесть разломов в этом самом мире, один, в которых ум не может твердым находиться, лень и беспечность, праздность и отсутствие контроля, сонливость и апатия, последняя вот двойка. Разломов этих нужно избегать всецело. Один, под комментарий, эти шесть вещей называются разломами, поскольку не дают возможности развиться благим состоянием сознания. Исарио сутта, владычество. СН 1.77. Стоя рядом, то древо обратился к благословенному строфой, владычеством, что можно в мире объявить? Что лучшим из товаров можно посчитать? Что в мире именуется ржавым мечом? Что в мире можно посчитать умой? Кто арестован, коль он что-то забирает? Кто мил другим, коль что-то забирает он? В ком мудрецы всегда находит радость, когда он возвращается все вновь и вновь? Благословенный, власть, вот является владычеством, что в мире. Женщину можно лучшим из товаров посчитать. 1. Любая злоба в мире – это ржавый меч. И в мире всех воров можно сравнить с чумой. И воры арестовывают, коль он что-то забирает, но забирает, коль аскет, тогда другим он мил. Мудрец в отшельниках радость всегда находит, когда он возвращается все вновь и вновь. 1. Комментарий поясняет, что в отличие от даже самых дорогих товаров и драгоценностей, которые можно продать, женщина, даже при уходе из семьи, не подлежит продаже и т.д. Или иначе, женщина является вместилищем для рождения в мир, будущих, гуд, архатов и т.д. Кама сутта – Любовь. 1. Стоя рядом, то древо обратился к благословенному строфой, что отдавать не должен тот, кто любит лишь добро? Что смертный никогда не должен оставлять? Что должен отпустить, когда во благо это, но отпускать не должен, если злой это несет? Благословенный, себя не должен человек сдавать, себя не должно ему оставлять. Благую речь отдать он должен, но речь не ту, которая плохая. Патхея сутта – Провизия в дорогу. 1. 1.79 Стоя рядом, то древо обратился к благословенному строфой, что сохранить может провизию в дорогу? Что же является обителью богатства? Что всюду в мире увлекает человека? И что в миру отбросить столь непросто? Чем существа пленятся в этом мире, подобно птицам, пойманным в ловушку? Благословенный, вера, вот сохраняет что провизию в дорогу? Удача же является обителью богатства. Желание всюду увлекает человека. Желание же столь отбросить в мире трудно. Желанием же существа пленятся, подобно птицам, пойманным в ловушку. Паджота-сутта – Источник света. СН 1.80 Стоя рядом, то древо обратился к благословенному строфой, каков источник света в этом мире? Кто в этом мире обозначен пробужденным? Кто сослуживец тех, живет работой кто? И каково же его направление движения? Что же питает вялого, активного, подобно матери, что кормит собственного сына? И существа, живут что на земле? Чем же поддерживают они жизнь свою? Благословенный, мудрость, источник света в этом мире. Осознанность, вот в мире пробужденный. Домашний скот, вот сослуживец тех, живет работой кто? А борозда, то направление его движения. Как вялого, так и активного питает дождь, подобно матери, что кормит собственного сына. И существа, живут что на земле, дождем поддерживают жизнь свою. Арана сутта, соблюдает мир. СН 1.81 Стоя рядом, то Дева обратился к благословенному строфой, кто в этом мире соблюдает мир? От расточительства далек чей образ жизни? Кто в мире понял полностью желание? Кто наслаждается свободой беспрерывной? Кого родители и братья почитают? Кто пребывает твердо утвержденным? И есть ли тот, кто из простого рода, кого приветствует видажук характер? Благословенный, аскет в этом мире соблюдают мир, от расточительства далеких образ жизни? Отшельник понял полностью желание, и наслаждается свободой беспрерывной. Отшельника родители и братья почитают, когда он пребывает твердо утвержденным. 1. И даже если из простого рода он, то даже Кхотия приветствует его. 1. Комментарий поясняет, что он твердо утвержден в нравственности. ПАТХАМА КАССАПА СУТТА, КАССАПА 1 СН 2.1 Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Савайтхе в рощи Джеты в монастыре Анатхай Пиндики. И когда наступила глубокая ночь, молодой Дэва, 1, Кассапа, обладающий поразительной красотой, освещая всю рощу Джеты, подошел к Благословенному. Подойдя, он поклонился Благословенному, встал рядом и сказал Благословенному, Благословенный рассказал о монахе, но не о наставлении этому монаху. В таком случае, Кассапа, проясни этот момент так, как считаешь сам. Дэва, практиковать хорошо сказанный совет он должен, и упражняться должен в практике о скетовое единение, о шелленческом скете, и заниматься должен он ума успокоением. Так сказал молодой Дэва Кассапа. Учитель одобрил. И тогда молодой Дэва Кассапа, подумав, учитель согласен, поклонился Благословенному, обойдя его с правой стороны, прямо там и исчез. Один, Дэва Путта. Дословно сын Дэвов. Однако, поскольку божества рождаются спонтанным рождением, а не из утробы, я перевожу просто как молодой Дэва. Дутия Кассапа сутта, Кассапа 2. СН 2.2. В Саваттхе. Стоя рядом, молодой Дэва Кассапа произнес эту страфу в присутствии Благословенного, медитировать должен монах, быть освобожденным умом, один, коль сердце свершения он хочет, стремясь к нему как к своей пользе. И мира подъем и упадок познав, ум станет велик, не привязан. Один, комментарий поясняет, что в данном случае имеется в виду временное освобождение ума, то есть состояние джханы. Макха сутта, Макха. СН 2.3. В Саваттхе. И когда наступила глубокая ночь, молодой Дэва Макха, один, обладающий поразительной красотой, освещая всю рощу джеты, подошел к Благословенному. Подойдя, он поклонился Благословенному, встал рядом и обратился к Благословенному с Трофой. Что же убив, он спит спокойно? Что же убив, не знает он печали? Что же за вещи это, Гатама, убийство каковое ты одобряешь? Благословенный, злобу убив, он спит спокойно, злобу убив, не знает он печали, убийство злобы, а в Атрапху, как и отравленного ее корня, и сладкого ее конца, это и есть то самое убийство, что Благородный восхваляет. Убей же это, и не будешь ты грустить. Один, это одно из имен царя богов Сакки, как и в Атрапху, ниже по тексту. Смотри. СН 11.21, которое практически идентично этой сути. Магадха сутта, Магадха. СН 2.4. В Саваттхе. Стоя рядом, молодой дэва Магадха обратился к Благословенному с Трофой, так сколько же в мире источников света, которыми мир освещаем? Пусть Благословенный расскажет об этом, быть может, мы сможем понять. Благословенный, есть в мире четыре источника света, и пятого здесь не найти. Днем солнце сияет, вот первый источник, и светится ночью луна. Вот здесь и вон там огонь полыхает, горит он и ночью днем. Но Будда, вот лучше из тех, кто сияет, ведь непревзойденный он свет. Дамали сутта, Дамали. СН 2.5. В Саваттхе. И когда наступила глубокая ночь, молодой дэва Дамали, обладающий поразительной красотой, освещая всю рощу джеты, подошел к Благословенному. Подойдя, он поклонился Благословенному, встал рядом и в присутствии Благословенного произнес эту страфу, и должен бы сделать вот это брахман, стараться без устали должен, так, чтоб составлением чувственной жажды он существовать не стремился. Благословенный ответил, задачей что сделать, ведь, нет для брахмана, все, что было нужно, он сделал. Покуда в реке днище он не нащупал, стараться всем телом он должен. Но коли на дно опереться сумел, трудиться не надо, ведь он переплыл. Таков для брахмана, Дамали, пример, того, медитирует кто, низопятнен. Дойдя до рождения и смерти конца трудиться не надо, ведь он переплыл. Один. Один, имеется в виду пересечение океана сансара и арахантам. Камада сутта, Камада. СН 2.6. В Саваддхе. Стоя рядом, молодой дэва Камада сказал благословенному, как трудно это сделать, благословенный. Очень трудно это сделать, благословенный. Благословенный, и даже то, что трудно сделать, делают они, ученики устойчивые, нравственные. Ведь для того, кто жизнь бездомную принял, довольство не приносит счастья. Дэва, трудно его обрести, благословенный, то есть, довольствованный. И обретают они то, что трудно обрести, те, радуются, кто успокоение ума, и чьи умы и днем и ночью напролет в развитии находят наслаждение. Очень трудно сосредоточить ум, благословенный. Сосредоточивают то, сосредоточить, что не просто, те, радуются, кто успокоение чувств. И даже самой смерти сети разрубив, идет своей дорогой благородный. Путь не ровен и не проходим, благословенный. Хоть путь не проходим, не ровен, но благородный им идет, комада. А если низок ты, то руки ты опустишь на этом самом на пути неровном. Но благородному сей ровен путь, ведь он сам, ровный среди неровных. Панчалачинда сутта, Панчалачинда. СН 2.7. В Саваттхе. Стоя рядом, молодой дэва Панчалачинда произнес эту страфу в присутствии благословенного, обширной мудростью он наделен, и он нашел брешь, выводящую из всех ограничений, Будда, который пробудился в Джхану. Один, он бык, ведущий стада, он мудрец. Благословенный, они находят, даже находясь в ограничениях, Дхаму для достижения неббаны. Те, кто осознанности смог достичь, те совершенно имеют сосредоточение. Два. Один, в переводе достопочтенного Буддхе, открыл Джхану. Однако, по заметке достопочтенного Дханиссара, здесь в палийском оригинале стоит слово Буддхе, что означает пробудился в. Два. Заметка достопочтенного Дханиссара к этой сутте, первая строфа этой сутты указывает на Джхану как на важнейший элемент пути к освобождению. Фраза о пробуждении в Джхану Буддой, вне сомнений, делает отсылку к двум моментам его духовных поисков, будучи Буддхисаттой. Один, поняв тщетность самоистязания, он предположил, что Джхана может являться путем к просветлению. Два. Он открыл то, до какой степени Джхана может привести к знанию, приводящему к полному просветлению. Оба этих аспекта описываются в МН 35. Во второй строфе Будда дополняет понимание практики Джханы Дэвампанчилатчиндой, говоря о том, что практика должна задействовать осознанность, чтобы быть подлинным правильным сосредоточением. Этот момент связан также с фактом, что во многих списках качеств, составляющих путь, пять сил, семь факторов просветления, восьмеричный путь, правильная осознанность идет всегда перед правильным сосредоточением. Это также связано с утверждением в МН 44 о том, что четыре сатипаттханы, основы осознанности, представляют собой не имитту, тему, объект, предмет, правильного сосредоточения. Ван 9 42 Достопочтенный Ананда приводит объяснение первой строфы данной сутты. Он объясняет, что первая Джхана является брешью, которая выводит из ограничивающей сферы чувственных удовольствий. Каждый последующий уровень Джханы объясняется как брешь, которая выводит из ограничивающей сферы предыдущей Джханы. В конечном счете, как он поясняет, прекращение восприятия и чувствования, Нирадхасамапаттия является наивысшей брешью, которая выводит за пределы всех видов ограничений. Таяна сутта, Таяна. СН 2.8 В Саваттхе. И когда наступила глубокая ночь, молодой дэва Таяна, прежде в прошлой жизни бывший основателем некоего религиозного движения, один, обладающий поразительной красотой, освещая всю рощу Джеты, подошел к благословенному. Подойдя, он поклонился благословенному, встал рядом и произнес следующие эстрофы в присутствии благословенного, к старанию побуждая себя, отрежь поток. И чувственные все желания развей, брахман. Ведь не отбросив чувственных желаний, мудрец единства не достигнет. Ведь если б делал к то, что нужно совершить, в тиске усилия он себя б тогда зажал. Ведь если вялый ты, скитальческая жизнь лишь только пыль одну способна разогнать. Проступок лучше бы не совершать, иначе в будущем возникнет сожаление. Но вот благое дело лучше совершить, ведь совершив, раскаяния не будет. Если неправильно ухватишь кусытой траву, порежешь этим лишь ты собственные руки, так и неправильно ведомая эскета жизнь затянет прямо в преисподнюю тебя. Любой поступок, нерадиво совершенный, любые искаженные обеты, святая жизнь, что вызывает подозрения, не может принести большого плода. Так сказал молодой Деватаяна. И сказав так, он поклонился благословенному, обойдя его с правой стороны, прямо там и исчез. И когда ночь подошла к концу, благословенный обратился к монахам так, монахи, прошедшие ночью, когда наступила глубокая ночь, молодой Деватаяна, прежде в прошлой жизни бывший основателем некоего религиозного движения, обладающий поразительной красотой, освящая всю рощу джеты, подошел ко мне. Подойдя, он поклонился мне, встал рядом и произнес следующие строфы в моем присутствии, к старанию побуждая себя, отрежь поток. Два, не может принести большого плода. Так сказал молодой Деватаяна. И сказав так, он поклонился мне, обойдя меня с правой стороны, прямо там и исчез. Выучите строфы Таяны, монахи. Строфы мастера Таяны, монахи. Запомните строфы Таяны, монахи. Строфы Таяны являются благотворными и значимыми в отношении основ святой жизни. Один, согласно комментарию, он придерживался одного из шестидесяти двух неправильных воззрений, упомянутых в Брахмаджала-суте, ДН1. Тем не менее, он верил в действенность механизма Камы и совершал дуаги и дела, в результате чего переродился божеством. Два, Будда повторяет все вышеизложенные строфы целиком. Чиндима сутта, Чиндима. СН 2.9. В Саваттхе. И тогда молодого Дэву Чиндиму схватил Раху, повелитель Асуров. И тогда, помятуя о благословенном, молодой Дэву Чиндима произнес по тому случаю эту строфу, «Почтение тебе я выражаю, Будда. Герой, повсюду и везде освобожденный. Попался я в пленении, будь мне прибежищем, прошу». И тогда, говоря о молодом Дэвичем Диме, благословенный обратился к Раху, повелитель Асуров, строфой, Чиндима за прибежищем пришел к Татхагате, Архату. Освободи Чиндиму, Раху, ведь к миру Будды проявляются страдания. И тогда повелитель Асуров Раху освободил молодого Дэву Чиндиму и поспешил к Випачитте, повелитель Асуров. Подойдя в страхе и трепетании, он встал рядом. И затем, по мере того, как он стоял там, Випачитте, повелитель Асуров, обратился к нему с трофами, так почему пришел в такой-то спешке, Раху? И почему же ты освободил Чиндиму? Ты подошел, как будто переполнен страхом, как так, что ты стоишь тут в трепетании? Раху, на семь частей бы раскололась голова, пока б я жил, покоя я найти б не мог, если б Чиндиму я не отпустил, когда произносил страфу Будда свою. Сурия сутта, Сурия. СН 2.10. В Саватхе. И тогда молодого дэва Сурию схватил Раху, повелитель Асуров. И тогда, помятуя о благословенном, молодой дэва Сурия произнес по тому случаю эту страфу, «Почтение тебе я выражаю, Будда, герой, повсюду и везде освобожденный. Попался я в пленении, будь мне прибежищем, прошу». И тогда, говоря о молодом дэве Сурия, благословенный обратился к Раху, повелитель Асуров, страфой, Сурия за прибежищем пришел к Татхагате, Архату. Освободи же Сурию, Араху, ведь к миру Будды проявляют сострадание. Когда летишь по небу, Раху, то не глотай того, кто лучезарен, того, кто в темноте свет созидает, горящий и могущественный круг во мраке. Моего сына Сурию освободи же ты. Один. И тогда повелитель Асуров Раху освободил молодого дэва Сурию и поспешил к Випочитте, повелителю Асуров. Подойдя в страхе и трепетании, он встал рядом. И затем, по мере того, как он стоял там, Випочитте, повелитель Асуров, обратился к нему с трофами. Так почему пришел в такой-то спешке, Раху? И Сурию ты почему освободил? Ты подошел, как будто переполнен страхом, как так, что ты стоишь тут в трепетании? Раху, на семь частей бы раскололась голова, пока б я жил, покоя найти б не мог, если бы Сурию не стал бы отпускать, когда произносил страфу Будда свою. Один. Комментарий. Сказано, что в день, когда Будда произнес Махасамая сутту, ДН-20, двое молодых дэвов Сурия Чиндима достигли вступления в поток. Поэтому Будда говорит, моего сына, имея в виду, что он мой духовный сын. Чиндимаса сутта, Чиндимаса. СН-211. В Саваттхе. И когда наступила глубокая ночь, молодой дэва Чиндимаса, обладающий поразительной красотой, освещая всю рощу Джеты, подошел к благословенному. Подойдя, он поклонился благословенному, встал рядом и произнес эту страфу в присутствии благословенного, сохранности, конечно же, достигнут все они, точно олень в болоте, нет в котором комаров, те, Джханы кто достичь сумел, едины, осмотрительны, внимательны всегда. Благословенный, да, разумеется, до берега до дальнего дойдут они, как если бы рыба уплывала, раз разрезана уж сеть. Старательны, пороков лишены. Венху сутта, Венху. СН-212. В Саваттхе. Стоя рядом, молодой Дововенху произнес эту страфу в присутствии благословенного, воистину, счастливы все эти люди, что сопровождают счастливого, склоняют к учению готам и себя, усердно его практикуют. Благословенный, как курс обучения изложен был мной, так медитирующий учится в нем, в должное время старается он, и в лапы смерти он не попадет. Дикхалаттхи сутта, Дикхалаттхи. СН-213. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Раджагахе в бамбуковой рощи в Беличьем свертилище. И когда наступила глубокая ночь, молодой Дововадикхалаттхи, обладающий поразительной красотой, освещая всю бамбуковую рощу, подошел к благословенному. Подойдя, он поклонился благословенному, встал рядом и произнес в присутствии благословенного эту страфу, медитировать должен монах, быть освобожденным умом, коль сердце свершения он хочет, стремясь к нему как к своей пользе. И мироподъем и упадок познав, ум станет велик, непривязан. Один. Один, в точности та же страфа содержится в СН 2.2. Нандана сутта, Нандана. СН 2.14. Стоя рядом, молодой Довованандана обратился к благословенному страфой, Готама, мудрец величайший, тебя я спросить бы хотел, ведь знанию и видению благословенного нет ни малейшей преграды. Кто он, кого люди нравственным кличут? Каков он, зовется кто мудрым, и кто за пределы всех вышел страданий? Кому поклоняются Девы? Благословенный, кто нравственен, мудрый развит умом, кто собран, осознанный в джхане, и кто все печали отбросить сумел, и носят последнее тело, ума загрязнений разрушив, такого и нравственным кличут они, такого зовут они мудрым, такой за пределы страданий ушел, ему поклоняются Девы. Чиндана сутта, Чиндана. СН 2.15. Стоя рядом, молодой Дево Чиндана обратился к благословенным устрофой, кто здесь наводнений и смог переплыть, кто неутомим днем и ночью? В пучине не может кто утонуть, опоры совсем не имея. Благословенный, тот, нравственен, кто в совершенстве всегда, кто сосредоточенный, мудр, решителен, кто и усерден в пути, тот переплывет наводнений. Кто чувственности и восприятия сломил, и формы оковы кто сбросил, кто существование и радость убил, в пучине тот и не утонет. 1.1. Комментарий, под восприятием чувственности, Комасания, понимаются пять нижних, сенсорных, оков. Под оковами формы, Рупасаньоджина, понимаются пять высших, сенсорных, оков. Радость существования означает три вида комических волевых формирователей, благие, неблагие, непоколебимые, смотря СН 12.51. Таким образом, тот, кто отбросил десять оков и три вида комических формирователей, тот не тонет в пучине, великом наводнении. Или иначе, восприятие чувственности означает существование в мире чувств. Оковы формы, существование в мире форм. Существование в бесформенном мире также подразумевается этими двумя. Радость существования означает три вида комических волевых формирователей. Тот, кто не порождает три вида волевых формирователей, относящихся к трем видам миров существования, тот не тонет в пучине. Восудатта сутта, Восудатта, СН 2.16. Стоя рядом, молодой дэва Васудатта произнес эту страфу в присутствии благословенного, как если б ранен был мечом, как если б голова пылала, должен осознанным бродить монах, чтобы отбросить чувственную жажду. Благословенный, чтоб все воззрения и отбросить. СУБРАХМА СУТТА, СУБРАХМА. СН 2.17. Стоя рядом, молодой дэва Субрахма обратился к благословенному страфой, всегда напуган этот ум, взволнован этот ум всегда теми проблемами, которых пока нет, а также теми, появились что уже. Если спасение от страха есть, прошу тебя тогда и я, разъясни, один, благословенный, в непросветлении и вне аскезы, где-то еще помимо воздержания чувств, без оставления всего не вижу я спасения для живых существ. Так сказал благословенный. Водушевленный, молодой дэва восхитился его словами, поклонился благословенному, и, обойдя его с правой стороны, прямо там исчез. 2.1. Комментарий приводит историю о том, как Субрахма увидел пятьсот его небесных нимф внезапно исчезнувшими из божественного мира и тут же переродившимися в аду. Впоследствии он также узнал, что еще пятьсот нимф, а также его самого, ждет та же участь в течение семи дней. Испуганный и взволнованный, он отправился к Будде, чтобы получить совет о том, что делать. Будда дал ему наставление и тот достиг вступления в поток. Под комментарий, ссылаясь на комментарий к Сутипаттхана сутте, поясняет, что и оставшиеся пятьсот нимф, которые пока еще не переродились в аду, также достигли вступления в поток. 2.1. Примечание переводчика СВ. В оригинале сутты стоит пропуск, поэтому в квадратных скобках я сделал попытку реконструировать пропущенный текст по стандартному шаблону, который встречается в других похожих суттах. Кокутха сутта, Кокутха. СН 2.18. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Сакете в роще Анджана в Оленьем парке. И когда наступила глубокая ночь, молодой Дейва Кокутха, обладающий поразительной красотой, освещая всю рощу Джеты, подошел к Благословенному. Подойдя, он поклонился Благословенному, встал рядом и сказал ему, «Ты радуешься, ты, отшельник? Обретя что, друг? В таком случае, отшельник, ты печалишься? Утратив что, друг? Так значит, отшельник, ты не радуешься, не печалишься? Так оно, друг. Дева, надеюсь, не обеспокоен ты, монах. Надеюсь, радость в тебе не найти. Надеюсь, что, когда сидишь один, неудовольствие тебя не накрывает. Благословенный, дух, не обеспокоен я, но радости также нет во мне. И когда я совсем один сижу, неудовольствие меня не накрывает. Но как, что не обеспокоен ты, монах? Как так, что радость в тебе не найти? И почему, когда сидишь один, неудовольствие тебя не накрывает? К несчастному приходит радость, несчастье, к тому, кто рад. Но я, монах, что не обеспокоен и не рад, таким меня тебе запомнить нужно, друг. Долго искал, и, наконец, я вижу Брахмана, полностью угас который, монах, что не обеспокоен и не рад, который все привязан настиг миру пересек. Уттара сутта, Уттара. СН 2.19. Происходит в Раджагахе. Стоя рядом, молодой дэв Уттара произнес эту строфу в присутствии благословенного, жизнь протекла, жизнь не короток срок. Старым коль стал, то убежища нет. В смерти угрозу вот эту узрев, свершая заслуги, что счастье несут. Благословенный, ищущий, мироприманку отбрось. Анатхапиндика сутта, Анатхапиндика. СН 2.20. Стоя рядом, молодой дэв Анатхапиндика произнес эти строфы в присутствии благословенного, действительно, так оно, что роща джеты убежищем стала для группы провидцев. Ведь хамы цари теперь в ней обитают, в том месте, что радость теперь мне приносит. Поступок и праведность, знание и нравственность, и совершенная жизнь, вот смертные чем себя могут очистить, а не богатством или кланом. Поэтому, мудростью кто обладает, преследуя благо свое, исследовать Дхаму он тщательно должен, и этим очистить себя. Монах Сарипутта воистину мудр, он нравственен и безмятежен. И даже монах, что за мирогрань вышел, не может быть выше, чем он. Один. Так сказал молодой дэв Анатхапиндика. Сказав так, он поклонился благословенному, обойдя его с правой стороны, прямо там и исчез. Затем, когда минула ночь, благословенный обратился к монахам так, монахи, прошлой ночью, когда наступила ночь, некий молодой дэва подошел ко мне и в моем присутствии произнес эти строфы. Действительно, так оно, что роща джеты, два. Не может быть выше, чем он. Так сказал тот молодой дэва. Сказав так, он поклонился мне, обойдя меня с правой стороны, прямо там и исчез. Когда так было сказано, достопочтенный Ананда сказал благословенному, учитель, вне сомнений, тем молодым дэвом, должно быть, было Анатхапиндика. Ведь домохозяин Анатхапиндика обладал огромным доверием к достопочтенному сарепуте. Хорошо, хорошо, Ананда. Ты сделал правильный вывод посредством рассуждения. Ведь этот молодой дэва, Ананда, был Анатхапиндикой. Один, примечание переводчика СВ. Последняя строка в английском оригинале звучит так, в лучшем случае он, может быть лишь равным ему. В СН-21-3, где содержится аналогичная строфа, я перевел более точно, но здесь, менее точно, хотя, разумеется, с соблюдением смысла, чтобы сохранить одинаковую ритмику всех четырех строф. Два, Будда повторяет все четыре строфы целиком. Сива сутта, Сива. СН-2-21. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Савадхи в роще Джеты в монастыре Анадхапиндике. И когда наступила глубокая ночь, молодой дэва Сива, один, обладающий поразительной красотой, освящая всю рощу Джеты, подошел к благословенному. Подойдя, он поклонился благословенному, встал рядом и произнес эти строфы в присутствии благословенного. Общаться нужно только лишь с хорошими людьми, с хорошими людьми тесную связь нужно держать. И истинную Дхаму когда выучишь у них, то станешь только лучше, а не хуже. Общаться нужно только лишь с хорошими людьми, то лишь от них ты мудрость обретешь, не от других. Грустить не будешь ты, когда вокруг печаль. То будешь ты сиять и в отношениях своих. И истинную Дхаму выучив у них, в благою дел живые существа устремлены. Живые существа уютно могут жить. И тогда благословенный ответил молодому Дэви Сива с Трофой, от всяческих страданий обретешь свободу ты. Один, комментарий ничего не говорит об этом Дэви. По мнению достопочтенного Бодхи, он мог быть ранним прообразом индуистского бога Шивы. Кхема сутта, Кхема. СН 2.22. Стоя рядом, молодой Дэви Кхема произнес эти строфы в присутствии благословенного, глупые люди, лишенные мудрости, сами с собой как враги поступают. Всюду творят свои злые дела, что принесут только горький лишь плод. Плохо поступок этот свершен, коль, сделав так, ты жалеешь потом. И результат будешь переживать в плаче, рыдая, с лицом полным слез. Благостно этот поступок свершен, что, поступив так, раскаяния нет. С радостью полным и счастья умом. Благословенный, и с побуждением поступок нужно совершать, и зная, что ведет он к благу твоему. Мыслитель и мудрец не должен приступать, держа в своем уме возничьего пример. Ведь как возничий, покидает что большак, широкую дорогу, ровную, без ям, и по пересеченной двигаясь тропе, в мыслях своих грустит, разбив повозки ось, так и глупец, оставил Дхаму кто, идет дорогой, прочь от Дхамы что ведет. И в смерти пасть он падает, когда, грустит он как возничий, что разбил повозки ось. Серия сутта, Серия. СН 2.23. Стоя рядом, молодой Дэва Серия обратился к благословенным устрофой, все наслаждаются едой, и люди все, и божества. И разве есть ли дух такой, кто бы не радовался ей? Один. Благословенный, из веры если он дает, и с убеждением в сердце, еда достанется ему и в этом мире, и потом. Так, скряжничество устранив, всех пятен победитель должен дар давать, заслуги, вот опора для живых существ, возникнут что в мире ином. Дэва, удивительно, господин. Поразительно, господин. Как хорошо сказал благословенный, однажды в прошлом, господин, я был царем по имени Серия, филантропом, жертвователем, тем, кто восхвалял дарение. У четырех врат я раздавал дары отшельникам, брахманам, нищим, скитальцам, монахам, попрошайкам. И потом, господин, ко мне пришли женщины из гарема и сказали, ваше величество раздает дары, но мы не раздаем даров. Было бы хорошо, если бы с поощрением вашего величества мы бы тоже раздавали дары и совершали поступки, что приносят заслуги. Мысль пришла ко мне, я филантроп, жертвователь, тот, кто восхваляет дарение. Поэтому, когда они говорят, позвольте нам раздавать дары, то, что же я им отвечу? Поэтому, господин, я отдал первые врата женщинам из гарема. Там женщины из гарема раздавали дары, а мои дары вернулись ко мне. Затем, господин, мои князья Кхаттия пришли ко мне и сказали, ваше величество раздает дары, женщины из гарема раздают дары, но мы не раздаем. Было бы хорошо, если бы с поощрением вашего величества мы бы тоже раздавали дары и совершали поступки, что приносят заслуги. Мысль пришла ко мне, я филантроп, жертвователь, тот, кто восхваляет дарение. Поэтому, когда они говорят, позвольте нам раздавать дары, то, что же я им отвечу? Поэтому, господин, я отдал вторые врата князьям Кхаттиям. Там князья Кхаттии раздавали дары, а мои дары вернулись ко мне. Затем, господин, мои воины пришли ко мне. Поэтому, господин, я отдал третьи врата воинам. Там воины раздавали дары, а мои дары вернулись ко мне. Затем, господин, мои брахманы и домохозяева пришли ко мне. Поэтому, господин, я отдал четвертые врата брахманам и домохозяевам. Там брахманы и домохозяева раздавали дары, а мои дары вернулись ко мне. Затем, господин, мои люди пришли ко мне и сказали, а теперь Ваше Величество не раздает даров где-либо. Когда так было сказано, я обратился к тем людям, что же, я повелеваю, отправьте половину государственных доходов, что были получены в удаленных провинциях, оттуда сюда во дворец. А там раздайте оставшуюся половину отшельникам, брахманам, нищим, скитальцам, монахам, попрошайкам. Я не ставил каких-либо ограничений, господин, тем поступкам, приносящим заслуги, которые я совершал в течение столь долгого времени, тем благим делам, которые совершал в течение столь долгого времени, так, чтобы я мог сказать, вот столько-то заслуг или вот столько-то результата от заслуг или вот так долго я буду пребывать в небесном мире. Удивительно, господин. Поразительно, господин. Как хорошо сказал благословенный, один, примечание переводчика С.В., очевидно, Дэва задает риторический вопрос, а не прямой, так как в ином случае Будда, скорее всего, ответил бы другими по смыслу строфами на тему непривязанности и устранения жажды. Кхатикара сутта, Кхатикара. С.Н. 2.24. Стоя рядом, молодой Дэва Кхатикара, один, произнес эту строфу в присутствии благословенного, семь монахов родились в Авихе, и сразу полностью освободились. 2. Жажду и злобу всецело разрушив, к миру влечения они переплыли. Благословенный, но кто есть те, кто всю топ пересечь смог, смерти владения неодолимые? Кто же, людское тело оставив, смог одолеть те небесные путы? 3. Кхатикара, то был упакой Палаганда вместе с Пукусати, вот они, три. Далее, Пхаддея Пхаддадева, Пингея, наконец, Бахуданти. Вот кто, людское тело оставив, смог одолеть те небесные путы? Благое слово ты держишь о них, тех, кто отбросил маросилки. Чьей была Дхамма, они что познали, и существование разбили оковы? 4. Ничьей иной, как благословенного. Ничьим иным, как твоим учением. Смогли понять они Дхамму твою, существование оковы разбив. 5. Имей форма где исчезает, и прекращается где без остатка, вот эту Дхамму постигли они, существование оковы разбив. 6. Очень глубокую речь произносишь, трудно понять это, трудно постичь. Чьей была Дхамма, ты понял которую, что столь глубокую речь говоришь? В прошлом гончарных изделий был мастером, жил в Вихолинге и был Кхатикарой. Мать и отца содержал я тогда, Будды Кассапа приверженцем был. От половых себя связей я сдерживал, был я безбрачным, без плотских утех. Был деревенским твоим я приятелем, другом твоим был я в прошлом тогда. Ныне я тот, знанием кто обладает, что семь монахов освобождены. Так оно было в те времена, как говоришь ты, Абхагава. 7. В прошлом гончарных изделий был мастером, мать и отца содержал ты тогда, от половых себя связей ты сдерживал, был ты безбрачным, без плотских утех. Был деревенским моим ты приятелем, другом моим был ты в прошлом тогда. Вот какова встреча случилась между давнишними друзьями прошлого. Внутренне оба теперь они развиты, носят последние свои тела. 8. 1. Кхатикара был гончаром во времена Будды Кассапы и другом Джатипалы, который потом стал Будды Гатамой. В том рождении Кхатикара достиг плода невозвращения и должен был переродиться в чистых обителях. Эта история в подробностях рассказана в МН 81. 2. Комментарий поясняет, что эти семь монахов мгновенно достигли араханства, как только спонтанно возникли в мире чистых обителей, а вихи. Примечания переводчика СВ, очевидно, все эти невозвращающиеся относились к типу достигающей по приземлению, то есть достигающей нигбаны в момент рождения в мире чистых обителей. Смотри подробнее Иоанн 7.55. 3. Согласно комментарию, под небесными путами понимаются пять высших сансарных оков. Под оставлением людского тела понимается разрушение пяти нижних оков. 4. Примечания переводчика СВ, Будда посещал миры чистых обителей и беседовал с живущими там Брахмами-анагаминами. Они, в частности, рассказывали ему о том, кто из них учился и у какого из Будд прошлого, смотри. ДН 14. Поэтому здесь Будда спрашивает о том, у какого именно из Будд прошлого учились вышеупомянутые Брахмы. 5. Таким образом, Брахма отвечает, что эти семеро были учениками Будды Гатамы. По мнению достопочтенного Бодхе, Упака, бывший аскет, принадлежавший школе адживаков, который встретил Будду, когда тот шел по дороге из Осипатаны, только-только достигнув просветления МН-170-33-171-20. Позже после неудачной женихбы он вступил в Сангху, смотри. Ди Пи Пи Эн-1, 386. Историю Пы Кусати можно найти в МН-140, смотри также Ди Пи Пи Эн-2, 214-16. Пингия, возможно, один из учеников Баварии, и его строфы содержатся в сутте Непатия СН-1131-49, однако, полной уверенности в этом нет. Личности других установить не представляется возможным. 6. Примечание переводчика СВ, речь идет о Небани, так как именно в ней происходит полное прекращение имени и формы, то есть любых телесных и ментальных феноменов. 7. Вероятно, это было именем клана, которому принадлежал Гончар Кхатикара. 8. По заметке комментария, данная строфа была добавлена редакторами канона. 9. Джанту сутта, Джанту. СН-2, 25. Так я слышал. Однажды группа монахов пребывала в стране Касалу в небольшой лесной хижине на склоне Гималаев. Они были неугомонными, чванливыми, самовлюбленными, грубыми, беспорядочными в беседах, со спутанными умами, не имевшими бдительности, несосредоточенными, легкомысленными, слабыми в контроле своих органов чувств. 1. И тогда, на Упасадху пятнадцатого дня, молодой Дэваджанту подошел к этим монахам и обратился к ним с трофами. В прошлом монахи жили счастливо, ученики Гатамы. Желания не имея, собирали подаяния, желания не имея, пользовались кровом. Познав непостоянство мира, конец страданиям положили. Но ныне, точно главные в деревне, делают они так, что их поддерживать непросто. Они едят, едят, затем ложатся, попав под чару щедрости чужих домов. Почтительно Сангху приветствую, я говорю здесь лишь у некоторых, они отвергнуты и нету них защитника, стали они подобны мертвецам. И утверждение свое я делаю лишь в отношении тех, кто покорен беспечностью. А тот, кто пребывает в прилежании, тому смиренный мой поклон. 1. Сутта практически идентична СН 9.13 Рахитаса сутта, Рахитаса. СН 2.26 В Саваттхе. Стоя рядом, молодой дэва Рахитаса обратился к благословенному, существует ли возможность, господин, посредством передвижения познать, увидеть или дойти до края мира, где существо не рождается, не стареет, не умирает, не спускает последний вздох, не перерождается? Что касается края мира, друг, где существо не рождается, не стареет, не умирает, не спускает последний вздох, не перерождается, я утверждаю, что такового края мира нельзя познать, увидеть или достичь посредством передвижения. Удивительно, господин. Поразительно, господин. Как хорошо сказал благословенный, что касается края мира, друг, где существо не рождается, не стареет, не умирает, не спускает последний вздох, не перерождается, я утверждаю, что такового края мира нельзя познать, увидеть или достичь посредством передвижения. Когда-то в прошлом, господин, я был провидцем по имени Рахитаса, сыном Бходжи, и обладал сверхъестественной силой, мог странствовать сквозь небеса. Я обладал такой скоростью, господин, что мог перемещаться так же быстро, как если бы лучник с мощным луком, обученный, ловкий, натренированный, опытный, мог бы без труда выпустить по тени банановой пальмы легкую стрелу. Мой шаг был таким огромным, господин, что, казалось, он покрывал все расстояние от Восточного океана до Западного океана. И затем, господин, желание возникло во мне, я доберусь до края мира посредством передвижения. Обладает такой скоростью и таким шагом, имея срок жизни в сотню лет. Живя в течение сотни лет, я передвигался в течение ста лет, если не считать остановок на то, чтобы поесть, попить, пообедать и перекусить, помочиться и испражниться, поспать и снять усталость. И все же, я умер по пути, так и не достигнув края мира. Удивительно, господин. Поразительно, господин. Как хорошо сказал благословенный, что касается края мира, друг, где существо не рождается, не стареет, не умирает, не спускает последний вздох, не перерождается, я утверждаю, что такового края мира нельзя познать, увидеть или достичь посредством передвижения. И все же, друг, я также утверждаю, что, не дойдя до края мира, нельзя положить конец страданиям. Друг, именно в этом самом теле, длиной почти что всажни, наделенном восприятием и сознанием, я провозглашаю мир, источник мира, прекращение мира и путь, ведущий к прекращению мира. И далее благословенный добавил, и не дойти до края мира за счет передвижения по миру, но все же, не дойдя до края мира, нельзя освободиться от страданий. Поэтому, воистину, мудрец, который знает мир, ушедший к краю мира и исполнивший святую жизнь, познав мир и конец, в покое пребывает, не жаждет мира он, ни этого, и ни другого. Нанда сутта, Нанда. СН 2.27. Стоя рядом, молодой дэва Нанда произнес эту страфу в присутствии благословенного, время летит, ночи быстро бегут. Жизнь и этап у нас все покидают. Эту опасность в смерти узрев, свершая заслуги, что к счастью ведут. Благословенный, мироприманку пустящущий бросит. Нандивисала сутта, Нандивисала. СН 2.28. Стоя рядом, молодой дэва Нандивисала обратился к благословенному страфой, две пары колес и девять дверей, наполненных, скованных жарами. Они рождены из трясины, герой. Так как убежать же от них? Благословенный, завязку разрезав, разрезав ремень, желания порочные, жадность, и вытащив жажду с самим корешком, вот как убежишь ты от них. Сусима сутта, Сусима. СН 2.29. В Саваттхе. И тогда Достопочтенный Ананда отправился к благословенному, поклонился ему и сел рядом. Благословенный тогда сказал ему, тебе тоже нравится Сарипутта? 1. Воистину, учитель, кому не стал бы нравиться Достопочтенный Сарипутта, если только он не был бы глупым, полным злости, невежественным или безумным? Достопочтенный Сарипутта, учитель, мудр, наделен великой мудростью, радостной мудростью, стремительной мудростью, острой мудростью, проницательной мудростью. Достопочтенный Сарипутта, учитель, имеет мало желаний. Он довольствуется тем, что есть, уединен, сторонится компанией, усерден. Достопочтенный Сарипутта, учитель, дает совет, принимает совет, упрекает тех, кто поступает неправильно, осуждает неблагое. Воистину, учитель, кому не стал бы нравиться достопочтенный Сарипутта, если только он не был бы глупым, полным злости, невежественным или безумным? Так оно, Ананда, так оно. Воистину, Ананда, кому не стал бы нравиться достопочтенный Сарипутта, если только он не был бы глупым, полным злости, невежественным или безумным? Достопочтенный Сарипутта, Ананда, мудр, наделен великой мудростью, радостной мудростью, стремительной мудростью, острой мудростью, проницательной мудростью. Достопочтенный Сарипутта, Ананда, имеет мало желаний. Он довольствуется тем, что есть, уединен, сторонится компаний, усерден. Достопочтенный Сарипутта, Ананда, дает совет, принимает совет, упрекает тех, кто поступает неправильно, осуждает неблагое. Воистину, Ананда, кому не стал бы нравиться достопочтенный Сарипута, если только он не был бы глупым, полным злости, невежественным или безумным? И тогда, по мере того, как произносилась эта похвала достопочтенного Сарипуты, молодой дэво Сусима вместе с большим собранием молодых дэвов, подошел к благословенному. Подойдя, он поклонился благословенному, встал рядом и сказал ему, «Так оно, благословенный, так оно, счастливый». Воистину, учитель, кому не стал бы нравиться достопочтенный Сарипута? Два, безумным? И в моем случае оно так, учитель. К каким бы собранием молодых дэвов я не подходил, часто слышал ту же самую весть, достопочтенный Сарипута мудр. Кому не стал бы нравиться достопочтенный Сарипута, если только он не был бы глупым, полным злости, невежественным или безумным? И тогда, по мере того, как произносилась эта похвала достопочтенного Сарипуты, молодые дэвы собрания Сусимы, восхищенные, радостные, полные радости и восторга, заиграли различными сияющими цветами. 3. Подобно тому, как берил, прекрасный драгоценный камень чистой воды, а восьми гранях, тщательно обработанный, лежащий на красной парче, сиял бы, светился и излучался, то точно так же молодые дэвы в собрании Сусимы, восхищенные, радостные, полные радости и восторга, заиграли различными сияющими цветами. 4. Подобно тому, как украшение из наилучшего золота, что было умело отлито с помощью тигеля золотых дел мастером, лежащее на красной парче, сияло бы, светилось и излучалось, то точно так же молодые дэвы в собрании Сусимы, восхищенные, радостные, полные радости и восторга, заиграли различными сияющими цветами. 5. Подобно тому, как в предрассветных сумерках сияет, лучится, сверкает утренняя звезда, то точно так же молодые дэвы в собрании Сусимы, восхищенные, радостные, полные радости и восторга, заиграли различными сияющими цветами. 6. Подобно тому, как осенью, когда небо чисто и безоблачное, восходящее солнце рассеивает всю темноту и пространство по мере того, как оно сияет, лучится, сверкает, то точно так же молодые дэвы в собрании Сусимы, восхищенные, радостные, полные радости и восторга, заиграли различными сияющими цветами. И тогда, говоря о достопочтенном Сарепутте, молодой дэвы Сусимы произнес эту страфу в присутствии благословенного, «Все знают, что мудрейший он, лишенный злобы Сарепутта. Желаний он имеет мало, он кроток, обуздал себя, провидец похвалой учителя украшен». И затем благословенный, говоря о достопочтенном Сарепутте, ответил молодому дэвы Сусиме страфой, «Он развит, тщательно обуздан, и ждет он часа своего». Четыре. Один, комментарий, Будда задал этот вопрос, потому что он, сам, хотел восхвалить старца Сарепутту. Он обратился к Ананде, потому что знал, что эти двое монахов были близкими друзьями и восхищались добродетельными качествами друг друга. Он знал, что Ананда ответит соответствующим образом. Два, дэва повторяет все высказывание Ананды целиком. Согласно комментарию, эта дэва был одним из учеников достопочтенного Сарепутты. Однако, комментарий не поясняет, тот ли это Сусима, который вел беседу с Буддой в СН 1270. Три. Комментарий. Голубые молодые дэвы в этом собрании стали неимоверно голубыми, и точно так же желтые, красные, белые дэвы стали неимоверно желтыми, красными и белыми. Чтобы показать это, приводится, ниже, эти четыре примера. Четыре. Комментарий поясняет смысл так, он ожидает момента своей окончательной небыбаны. Арахант не радуется смерти и не жаждет жизни. Он ждет должного времени, точно рабочий, который ожидает своей зарплаты за день. Ненатитхи Савок и Сутта – разные приверженцы иных учений. СН 2.30. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем святилище. И когда наступила глубокая ночь, группа молодых дэвов, учеников разных учителей и иных учений, а самые сахалининка и Акатака и Витамбаря Мановагами, обладающие поразительной красотой, освещая всю бамбуковую рощу, подошли к благословенному. Подойдя, они поклонились благословенному и встали рядом. Затем, стоя рядом, молодой дэвасама произнес эту страфу, говоря об Ирана Кассапе, в присутствии благословенного, в убийстве, нанесении ран, побитии и шантажа Кассапа зла не признавал, но и не видел блага для себя. Стоит довериться учению его, достоин уважения учитель сей. 1. Затем молодой дэвасахали, говоря о Макхаль Гасале, произнес эту страфу в присутствии благословенного, а с кезой, щепетильностью достиг он полного контроля над собой. С людьми отбросил споры он, от лжи воздерживал себя и правду говорил. И, вне сомнения, такое не может зла свершить. 2. Затем молодой дэванинка, говоря о Нигантха на Тапутте, произнес эту страфу в присутствии благословенного, добропорядочный и различающий монах, четверкой управлению себя натренировавшей, услышанное и увиденное объяснял, и нечестивцем он не может быть. 3. Затем молодой дэвакатака, говоря о различных учителях, приверженцах иных учений, произнес эту страфу в присутствии благословенного, Пакутха Катияна и Нигантха, а также и Макхали Курана, учителю собраний, что достигли аскетического стана, недалеко стоят они от величайших. 4. Затем молодой дэвавитамбари ответил молодому дэвиакатаки строфой, как если будет жалкий вытшакал, подлым останется, со львом он не сравнится, так, даже если ты учитель средь людей, голый аскет, и говоришь неправду, и подозрителен в своем ты поведении, далек от схожести ты с теми, кто великий. И тогда злой Мара овладел молодым дэвом витамбари и произнес эту страфу в присутствии благословенного, Пять, кто вовлечен в аскезу, щепетильность, и те, кто их уединение охраняет, а также те, кто утвердился в форме, и радуется жизнью в мире дэвов, правильно учит эти смертные всему, относятся к другому миру что. И тогда благословенный, осознав, это злой Мара, ответил злому Маре строфой, любая форма здесь или потом, и те, небесной лучезарной красотой, кто обладает, воистину, всех их, намуча, шесть, восхваляешь, словно для ловли рыбы выставив приманку. И тогда, в присутствии благословенного, молодой дэвом и навагамия произнес эти страфы, говоря о благословенном, лучшей горой считается Випула среди холмов вот этой Раджагахи. Асета, лучший из снежных вершин, а солнце, лучшим, кто идет по небу. Великий океан, лучший среди массивов вод, луна, лучший источник света по ночам, но в этом мире с его божествами Будда объявлен самым величайшим. 1. В строфе говорится о Пюрана-Кассапе, который был сторонником доктрины бездействия, Акириявода. 2. Доктрины Пюрана-Кассапы и Макхаль-Гасалы противоречили буддийской доктрине о камеи, действия людей, имевших такие воззрения, обычно вели их к плохим прирождениям. 3. Нигант Ханатапута, исторический основатель джайнизма, известный также как Махавира. Его дисциплина четырех управлений, читой Масамвара, описана в Гене 1, 57, 25-27, а также в Мене 1, 377, 1-2. Однако, неясно, действительно ли тексты сутти-комментарии описывают подлинную традицию джайнов. 4. Пакутха-Кокотияна, альтернативное произношение Пакутхи-Кочияны, чья доктрина о семи телах, саптаке, описана, например, в СН 24-8. Комментарий поясняет, что под фразой «недалеки от величайших» подразумевалось, что они, по мнению того божества, и в самом деле были величайшими, сапкуриса, то есть благородными. 5. Комментарий поясняет, что Маре не понравилось, что один из дэвов плохо отозвался об этих учителях, и он решил вмешаться в ситуацию, завладев умом витамбаре. 6. Комментарий, он зовется на мучи, потому что не позволяет кому-либо освободиться от страданий, сенсорной, круговертия. 7. Дахара сутта, молот. СН 3.1. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Савайтхи в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И тогда царь по Синаде Касальрски отправился к благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. 1. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал благословенному, мастер Гатама тоже утверждает так, «Я пробудился в непревзойденное совершенное просветление». Если, великий царь, кто-либо, говоря правдиво, мог бы сказать о ком-либо, он пробудился в непревзойденное совершенное просветление, то именно обо мне он мог бы сказать так. Ведь я, великий царь, пробудился в непревзойденное совершенное просветление. Мастер Гатама, ведь даже те жрецы и отшельники, предводители ордена, предводители группы, наставники группы, знаменитые известные духовные учителя, которых многие считают святыми, то есть, Пурана Кассапа, Макхали Гасала, Нигантха Натапутта, Санджабила Тхипутта, Пакутха Качьяна, Аджита Кисакамбале, даже они, когда я спросил их о том, пробудились ли они в непревзойденное совершенное просветление, не утверждали, что сделали это. 2. Так почему же мастер Гатама делает такое утверждение, хотя он еще так молод и не так давно ушел в бездомную жизнь? Есть четыре вещи, великий царь, которые не стоит презрительно и пренебрежительно называть молодыми. Какие четыре? Великий царь, Кхаттия не стоит презрительно и пренебрежительно называть молодым, змею не стоит презрительно и пренебрежительно называть молодой, Огонь не стоит презрительно и пренебрежительно Называть молодым, монаха не стоит Презрительно и пренебрежительно называть молодым Такова эта четверка Так сказал благословенный И, сказав так Счастливейший, учитель, далее добавил Вот молодым кого с презрением не стоит Называть, к хотя, кто по крови Благороден, знатного принца Величайшей славы, разумный человек Не станет унижать его Ведь может статься так, что этот господин Взойдет на трон, вот этот самый к хате. И в своей злобе может жестко он побить тем, что наложит царское он наказание. Оберегая собственную жизнь, его разумно было бы избегать. Вот молодым кого с презрением не стоит называть, змею, которую случайно ты увидел, будь то в деревне или же в лесу, разумный человек не станет унижать ее. Ведь та гремучая скользящая змея в различных формах может проявить себя, и нападет, укусит дурака, неважно, будет женщина или мужчина он. Ее разумно было бы избегать. Пылающее пламя, что вокруг все пожирает, большой пожар с чернеющим хвостом, ведь если наберет он топливозапас, ведь если станет полыхающим пожаром, то нападет, сожжет он дурака, и когда в пламени сгорает лес дептла, в большом пожаре, хвост которого чернеет, побеги новые произрастут и пять, коль не и ночи мимо пролетают. Но если идеальный нравственный монах пламенем нравственности обожжет другого, тот не получит ни скота, ни сыновей, наследники его не обретут богатства. Бездетным, без наследников он станет вдруг тогда, похожим станет на обрубок пальмы. 3. Поэтому-то человек, что мудр, желая себе собственного блага, умело должен относиться к этому всему, к змее гремучей, к пламени, что полыхает, к хаттию, что известен всем вокруг, к монаху, нравственность которого сияет. Когда так было сказано, царь по синаде косальски обратился к благословенному, великолепно, господин! Великолепно, господин! Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же благословенный различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в благословенном, прибежище в Дхамме и прибежище в Санкт-Химонахов. Пусть благословенный помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. Один, царь Пасинаде был одним из наиболее преданных последователей Будды, хотя ни в одном тексте не говорится, что он достиг какой-либо степени пробуждения. Эта сутта, очевидно, повествует о его самой первой встрече с Буддой. Обмен вежливыми приветствиями означает, что он еще не признал Будду в качестве своего учителя. Два, шесть духовных учителей, упомянутых в СН 2.30, а также еще двое, не упомянутых там, Санджабилат Тхипута, который был скептиком, ДН 1, а также Аджита Кисакамбаля, который был материалистом, ДН 1.3, Примечание переводчика СВ, здесь речь идет о комическом воздаянии того, кто оскорбляет монаха. Обидчик обжигается о пламя монаха, то есть, накапливает себе плохую камму. Пуриса сутта, Человек. СН 3.2. В Саваттхе. И тогда царь Пасинаде Касальский отправился к Благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал, Господин, сколько вещей возникающих в человеке ведут к его вреду, страданию, лишением. Великий царь, есть три вещи, возникающих в человеке, что ведут к его вреду, страданию, лишением. Какие три? Жажда, злоба, заблуждений. Таковы три вещи, возникающие в человеке, что ведут к его вреду, страданию, лишениям. И далее добавил «Невежество, жажда и злость, что возникают изнутри, ранят того, кто злой умом, точно как плод губит тростник». Один. Один. Примечание переводчика С.В. Плод тростника или бамбука разрушает впоследствии само растение. Джирамаруна сутта «Старение и смерть». С.Н. 3.3. В Саваттхе. Сидя рядом, царь по Синаде Касальски сказал благословенному «Господин, для того, кто родился, есть ли что-либо иное, что ожидало бы его в будущем, кроме старения и смерти?» Один. Для того, кто родился, нет ничего, что ожидало бы его в будущем, кроме старения и смерти. Даже в случае зажиточных кхатиев, с большим богатством и имуществом, с запасами золота и серебра, с владениями и продовольствием, с обилием ценностей и зерна, поскольку они родились, нет ничего, что ожидало бы их в будущем, кроме старения и смерти. Даже в случае зажиточных брахманов, зажиточных домохозяев, поскольку они родились, нет ничего, что ожидало бы их в будущем, кроме старения и смерти. Даже в случае монахов, которые араханты, чьи пятна умственных загрязнений уничтожены, которые прожили святую жизнь, сделали то, что следовало сделать, сбросили тяжкий груз, достигли своей цели, полностью уничтожили оковы существования и всецело освободились посредством окончательного знания, даже для них это тело подвержено распаду, подвержено оставлению. И далее добавил, износится царская колесница, распады подвержены это тело. Благая Дхама не распадется, благие люди так утверждают. 2. 1. Комментарий поясняет, что царь спрашивает о том, есть ли в мире кто-либо, кто свободен от старения и смерти. 2. Комментарий поясняет, что под словом Дхама здесь понимается не Ббана. Пия сутта, Дорак. СН 3.4. В Саваттхе. Сидя рядом, царь по Синаде Касальски сказал благословенному, так вот, господин, по мере того, как я пребывал уединенным в затворничестве, следующие раздумья возникло у меня в уме, кто же сам себе дорог, и кто сам себе враг? И затем, господин, мысль пришла ко мне, тот, кто ведет себя неподобающе телом, речью, умом, тот сам себе враг. Даже если они сказали бы, мы сами себе дороги, все равно они сами себе враги. И почему? Потому что по собственной воле они поступают с собой так, как враг мог бы поступать с врагом. Вот почему они сами себе враги. Но те, кто имеет благое поведение телом, речью, умом, те сами себе дороги. Даже если они сказали бы, мы сами себе враги, все равно они сами себе дороги. И почему? Потому что по собственной воле они поступают с собой так, как дорогой человек мог бы поступать с дорогим ему человеком. Вот почему они сами себе дороги. Так оно, великий царь. Так оно, великий царь. Тот, кто ведет себя неподобающе. 1. Сами себе. И далее он добавил, если ты дорог сам себе, не связывай себя со злом, ведь трудно счастье обрести тому, проступок кто свершил. И если смертью, 2. Схвачен он, как оставляет мир людей, то есть ли что-либо его, что в момент смерти он возьмет? Что же последует за ним как будто собственная тень? Заслуги, равно как и зло, что смертный здесь и совершил, вот что является его, что в момент смерти он возьмет. Оно последует за ним, как будто собственная тень. Поэтому свершай добро, наследство жизни, что придет. Заслуги, средства для существ, возникнут в мире что ином. 1. Будда здесь в точности повторяет все изречение царя по Синаде. 2. Примечание переводчика С.В. Антака. Дословно создатель конца. По замечанию достопочтенного Бодхи, здесь это слово обозначает персонификацию смерти, и потому я перевожу просто как смерть. Данным словом часто обозначается Мара в строфах ряда сутты С.Н. 4. Там я перевожу этот же термин как созидатель кончины. 2. Оттхаракхита сутта, защищенный собой. С.Н. 3.5. В Саваттхе. Сидя рядом, царь по Синаде Касальски сказал благословенному, «Так вот, господин, по мере того как я пребывал уединенным в затворничестве, следующее раздумье возникло у меня в уме, кто защищает сам себя, и кто оставляет себя незащищенным?» И тогда, господин, мысль пришла ко мне, кто совершает проступки телом, речью, умом, тот оставляет себя незащищенным. Даже если отряд боевых слонов будет защищать их, или отряд конницы, или отряд боевых колесниц, или отряд пехоты, все равно они оставляют себя незащищенным. И почему? Потому что такая защита, внешне, а не внутренняя. Поэтому они оставляют себя незащищенными. Но те, кто совершают благое поведение телом, речью, умом, те защищают себя. Даже если их не защищает ни отряд боевых слонов, ни отряд конницы, ни отряд боевых колесниц, ни отряд пехоты, все равно они защищают себя. И почему? Потому что это защита внутренняя, а не внешняя. Поэтому они защищают себя. Так оно, великий царь. Так оно, великий царь. Кто совершает проступки, оставляет себя незащищенным. Один, кто совершает благое поведение, защищают себя. И далее он добавил, благостно сдерживать в теле себя, благостно и за словами следить, благостно ум контролировать свой. Сдержанность всюду прекрасна всегда. Если ты честен и сдержан везде, то говорится, что ты защищен. Один, Будда здесь в точности повторяет все из речений царя Пасинаде. Апака сутта, Мала. СН 3.6. В Саваттхе. Сидя рядом, царь Пасинаде Касальский сказал благословенному, «Так вот, господин, по мере того, как я пребывал уединенным в затворничестве, следующие раздумья возникло у меня в уме, мало тех людей в мире, которые, обретая наилучшее имущество, не становятся ослепленными и беспечными, не придаются чувственным наслаждениям и не обращаются плохо с другими существами. Куда больше тех людей в мире, которые, обретая наилучшее имущество, становятся ослепленными и беспечными, придаются чувственным наслаждениям и плохо обращаются с другими существами. Так оно, великий царь. Так оно, великий царь. Мало тех людей в мире. Один, с другими существами». И далее он добавил, очаровавшись удовольствиями и богатством, жадный, в наслаждении их чувств оцепенелые, то, что зашли уж слишком далеко, не понимают, словно олень, в ловушку что попался. И после, горькими будут плоды их действий, плачевным будет их проистечение. Один, Будда здесь в точности повторяет все изречение царя Пасинаде. Почелачинда Сутта, Судебный зал. СН 3.7. В Саваттхе. Сидя рядом, царь Пасинаде Касальский сказал благословенному, «Так вот, господин, когда я сижу в судебном зале, я вижу даже как зажиточные кхотея, зажиточные брахманы, зажиточные домохозяева, с большим богатством и имуществом, с запасами золота и серебра, с владениями и продовольствием, с обилием ценностей и зерна, говорят намеренную ложь ради чувственных удовольствий. Чувственное удовольствие тому причина, из-за чувственных удовольствий они говорят лживо. И тогда, господин, мысль пришла ко мне, сыт по горло и о судебном залом. Теперь Бхадрамукха будет известен своими судебными решениями. Один. Так оно, великий царь. Так оно, великий царь. Даже зажиточные кхотея, зажиточные брахманы, зажиточные домохозяева, с большим богатством и имуществом, с запасами золота и серебра, с владениями и продовольствием, с обилием ценностей и зерна, говорят намеренную ложь ради чувственных удовольствий, чувственные удовольствия тому причина, из-за чувственных удовольствий они говорят лживо. И это приведет к их вреду и страданиям на долгое время. И далее он добавил, очаровавшись удовольствиями и богатством, жадные, в наслаждении их чувств оцепенелые, то, что зашли уж слишком далеко, не понимают, подобно рыбе, в сеть которая попалась. И после, горькими будут плоды их действий, плачевным будет их проистечение. Один. Он, Хадрамукха, дословно, хорошее лицо. Комментарии соотносит его с сыном и военачальником царя Пасинаде. Малик и Сутта, Малик. СН 3.8. В Саваттхе. И тогда царь Пасинаде Касальский отправился с царицей Маликой на верхнюю террасу дворца. Затем царь Пасинаде Касальский сказал царице Малике, Малико, есть ли кто-либо, кто был бы дороже тебе, чем ты сама? Нет никого, великий царь, кто был бы более дорог мне, чем я сама. Но есть ли кто-либо, кто был бы дороже тебе, великий царь, чем ты сам? И для меня, Малико, нет никого, кто был бы дороже мне, чем я сам. И затем царь Пасинаде Касальский покинул дворец и отправился к Благословенному. Подойдя к нему, он поклонился Благословенному, сел рядом и рассказал Благословенному о своей беседе с царицей Маликой. Благословенный, осознав значение этого, произнес по тому случаю следующую страфу. Все части света обозрев своим сознанием, едва ли ты найдешь кого дороже, чем ты сам. Так, более всего иного собой кто-либо будет дорожить. Поэтому, если действительно себя ты любишь, вреда другим не стоит причинять. Ячья сутта, жертвоприношений СН-3-9 В Саваттхе И тогда великое жертвоприношение было устроено в честь царя Пасинаде Касальского. Пятьсот быков, пятьсот валов, пятьсот тёлок, пятьсот коз, пятьсот баранов были приведены к жертвенному столбу. Его рабы, слуги, рабочие, подгоняемые наказанием и страхом, занимались приготовлениями, рыдающие, с полными слёз лицами. Один. И тогда, утром, группа монахов, одевшись, взяв чашь и одеяние, вошла в Саваттхе за подаяниями. Походив по Саваттхе в поисках подаяний, они вернулись с хождения за подаяниями, подошли к благословенному, поклонились ему, сели рядом и сказали, так вот, учитель, великое жертвоприношение устроено в честь царя Пасинаде Касальского. Пятьсот быков, баранов были приведены к жертвенному столбу. Его рабы, слуги, рабочие, подгоняемые наказанием и страхом, занимались приготовлениями, рыдающий, с полными слёз лицами. И тогда благословенный, осознав значение этого, произнёс по тому случаю следующие строфы. Есть жертва лошадьми, людьми есть жертва также, саммопаса, ваджапея, а также нерогала, жестокостью исполненные жертвы в неэти, едва ли принесут они и кому большое благо. И мудрецы великие, что праведно ведут себя, сопутствовать такому подношению не станут, где козы, овцы и ноя рогатый скот самых различных видов попадают вдруг под нож. Но если подношение насилия лишено, что по семейному обычаю свершается всегда, где нет ни коз, и ни овец, и ни рогатого скота самых различных видов, попадают что под нож, то мудрецы великие, что праведно ведут себя, сопутствовать такому подношению могли бы. Вот мудрый человек что должен подносить, то жертвование, что великий плод ему даёт. Ведь для того, кто подношение это совершит, будет ему во благо и вреда не принесёт. Такое подношение значительно весьма, и небожители также довольны будут им. Один, комментарий приводит пояснительную историю. Царь влюбился в замужнюю женщину и собирался убить её мужа, чтобы забрать себе его жену. Однажды ночью он услышал ужасающие крики и не мог понять их происхождение. На следующий день он спросил у жрица о значении произошедшего. Тот сказал, что это грозит царю скорой кончиной, и, чтобы это исправить, нужно сделать огромное жертвоприношение. Позже Будда объяснил причину этих голосов, пояснив царю, что он услышал стоны прелюбодеев, которые выорятся в Великом Аду. Бандхана сутта «Подневольность» СН 3.10. И в то время множество людей были отправлены в подневольность царём по Синаде Касальским, некоторые верёвками, некоторые дубинами, некоторые цепями. Один. И тогда, утром, группа монахов, одевшись, взяв чаши и одеяния, вошла в Саваттхи за подаяниями. Походив по Саваттхи в поисках подаяний, они вернулись в схождение за подаяниями, подошли к благословенному, поклонились ему, сели рядом и сказали, так вот, учитель, множество людей были отправлены в подневольность царём по Синаде Касальским, некоторые верёвками, некоторые дубинами, некоторые цепями. И тогда благословенный, осознав значение этого, произнёс по тому случаю следующую страфу, как утверждают мудрецы, эти оковы не сильны, что и железо состоят из дерева, верёвок. Но к украшениям страсть, привязанность к серьгам, волнение и беспокойство о ребёнке и жене, вот это, мудро скажет вам, оковы, что сильны. Они низкие, хитры, сложно преодолимы. Но даже их ломает он и странствовать идёт, не связанный ничем, оставив наслаждение от чувств. Один, комментарий поясняет, что царь приказал привести к нему многочисленных преступников. САТТА ДЖАТИЛА СУТТА, СЕМЬ ДЖАТИЛ. СН 3.11. Однажды Благословенный пребывал в Саваттхе в Восточном парке в особняке Матери Амегары. И тогда, вечером, Благословенный вышел из затворничества и сидел у внешних ворот. И тогда царь по Синаде Касальски подошёл к Благословенному, поклонился ему и сел рядом. В то время семь джатил, семь нигантхов, один, семь голых аскетов, семь аскетов одного одеяния, семь странников с волосатыми подмышками, длинными ногтями, длинными волосами на теле, несущие лизанки своих вещей, проходили мимо неподалёку от Благословенного. И тогда царь по Синаде Касальски поднялся со своего сиденья, закинул верхнее одеяние за плечо, преклонил правое колено на землю и, подняв сложенные ладони в почтительном приветствии к семи джатилам, семи нигантхам, семи голым аскетам, семи аскетам одного одеяния, семи странникам, объявил им своё имя трижды. Я, почтенный, царь по Синаде Искасалы. Я, почтенный, царь по Синаде Искасалы. Я, почтенный, царь по Синаде Искасалы. И вскоре после того, как те семь джатил, нигантхов, голых аскетов, аскетов одного одеяния, странников ушли, царь по Синаде Касальски подошёл к Благословенному, поклонился ему, сел рядом и сказал Благословенному, эти, господин, входят в число тех людей в мире, которые араханты или которые вступили на путь к араханству. Великий царь, тебе, мирянину, который наслаждается чувственными удовольствиями, пребывает в доме, полном детей, наслаждается сандаловым деревом из касси, носит гирлянды, пользуется благовониями и мазями, принимает золото и серебро. Трудно знать об этом, эти араханты, или эти, те, кто вступили на путь к араханству. За счёт длительного проживания вместе, великий царь, можно узнать о нравственности человека, и только за долгий период, а не за короткий, тем, кто внимателен, а не тем, кто невнимателен, тем, кто мудр, а не тем, кто не мудр. За счёт общих дел с другим человеком, великий царь, можно узнать его честность, и только за долгий период, а не за короткий, тем, кто внимателен, а не тем, кто невнимателен, тем, кто мудр, а не тем, кто не мудр. За счёт различных ситуаций, великий царь, можно узнать выносливость человека, и только за долгий период, а не за короткий, тем, кто внимателен, а не тем, кто невнимателен, тем, кто мудр, а не тем, кто немудр». За счет ведения бесед, великий царь, можно узнать мудрость человека, и только за долгий период, а не за короткий, тем, кто внимателен, а не тем, кто невнимателен, тем, кто мудр, а не тем, кто немудр. Удивительно, господин! Поразительно, господин! Как хорошо об этом сказал благословенный, великий царь, тебе, мирянина! 3. Кто мудр, а не тем, кто не мудр. Эти аскеты, господин, мои шпионы, тайные агенты, которые возвращались после разведки обстановки в стране. Вначале они собирают информацию, а потом я заставлю их раскрыть ее. И теперь, господин, когда они смыли пыль и грязь, помылись и привели себя в надлежащий вид, подстригли волосы и бороду, надели белые одежды, они будут наслаждаться собой, будучи обеспеченными и наделенными пятью нитями чувственных удовольствий. И тогда благословенный, осознав значение этого, произнес по тому случаю следующие строфы, узнать кого-либо по внешности лишь трудно. Быстрой своей оценке доверять совсем не стоит. Ведь под личиной сдержанности и контроля не сдержанные люди странствуют по миру. Точно поддельная серга из глины, или грош из бронзы, что покрыт весь позолотой, есть те, кто ходит, будто если бы были в маске, лишь внешне чистые, а внутренние – порочные. 1. Джатилы, аскеты со спутанными волосами. Нигантхи, последователи учителя Нигантха Натапуты, которого ныне соотносят с джинной Махавирой, основателем джейнизма. 2. Эти утверждения подробно раскрыты в Ан-4-192-3. Здесь царь Пасинаде в точности повторяет все, что сказал Будда выше. Панчараджи сутта, пять царей. СН 3.12. В Саваттхе. И тогда пять царей во главе с царем Пасинаде Касальским наслаждались собой, будучи обеспеченными и наделенными пятью нитями чувственных удовольствий, во время чего следующая беседа случилась между ними. Каково наиглавнейшее чувственное удовольствие? Один из них сказал, формы, наиглавнейшие из чувственных удовольствий. Другой сказал, звуки, наиглавнейшие. Другой, запахи, наиглавнейшие. Другой, тактильные ощущения, наиглавнейшие. Поскольку те цари не могли убедить друг друга, царь Пасинаде Касальский сказал им, ну же, почтенные, пойдемте к Благословенному и спросим у него об этом. Как он нам ответит, так мы это и запомним. Хорошо, почтенные, ответили те цари. Затем те пять царей во главе с царем Пасинаде Касальским, отправились к Благословенному, поклонились ему и сели рядом. Затем царь Пасинаде Касальский рассказал обо всей их беседе Благословенному и спросил, так как же, господин, каково же наиглавнейшее из чувственных удовольствий? Великий Царь, я говорю, что наиглавнейшее из пяти нити чувственных удовольствий определяется тем, какое является наиболее приятным. Одни и те же формы приятны одному человеку, Великий Царь, но неприятны другому. Когда он доволен и полностью удовлетворен некими формами, то тогда он не жаждет других форм, более возвышенных и утонченных, нежели эти формы. Для него эти формы оказываются наивысшими. Для него эти формы являются непревзойденными. Одни и те же звуки. Одни и те же запахи. Одни и те же вкусы. Одни и те же тактильные ощущения приятны одному человеку, Великий Царь, но неприятны другому. Когда он доволен и полностью удовлетворен некими тактильными ощущениями, то тогда он не жаждет других тактильных ощущений, более возвышенных и утонченных, нежели эти тактильные ощущения. Для него эти тактильные ощущения оказываются наивысшими. Для него эти тактильные ощущения являются непревзойденными. И в то время мирянин Чинданангалика сидел в том собрании. И тогда мирянин Чинданангалика поднялся со своего сиденья, закинул верхнее одеяние за плечо и, подняв сложенные ладони в почтительном приветствии благословенного, сказал ему, «Вдохновение снизошло оно меня, благословенный! Вдохновение снизошло оно меня, счастливый! В таком случае, вырази свое вдохновение, Чинданангалика!» И тогда мирянин Чинданангалика в присутствии благословенного произнес восхваление ему этой уместной строфой, словно пахучий красный лотос коконада, что утром раскрывается в своем благоухании, таков Ангераса, один, тот, кто лучезарен, он точно солнце, в небе что сияет. И тогда те пять царей даровали пять верхних одеяний тому мирянину Чинданангалике. Но мирянин Чинданангалика подарил те пять верхних одеяний благословенному. Один, по заметке Малаласекары, ведическая традиция приписывает клан Гатамы к племени Ангераса. Данапака сутта, мерная ведерко Двиды. СН 3.13. В Саваттхе. И тогда царь Пасинаде Касальски съел целое мерное ведерко, полное риса и карри. И затем, наевшись, с трудом дыша и пыхтя, царь отправился к благословенному, поклонился ему и сел рядом. Благословенный, поняв, что царь Пасинаде объелся, и поэтому тяжело дышал и пыхтел, произнес по тому случаю следующую страфу. «И если человек всегда осознан, и если знает он умеренность в виде, что ест, уменьшится тогда его недомогание, стареет медленно он, охраняет жизнь». И тот момент молодой брахман Судасана стоял позади царя Пасинаде Касальского. И царь Пасинаде Касальский обратился к нему так, «Ну же, дорогой Судасана, выучи эту страфу от благословенного и декламируй мне ее каждый раз, когда я буду кушать. И тогда я буду обеспечивать тебя каждый день сотня кахапан, один, в качестве пожизненной дотации». «Да, Ваше Величество», — ответил молодой брахман Судасана. Выучив эту страфу от благословенного, каждый раз, когда царь Пасинаде принимал пищу, молодой брахман декламировал, и тогда царь Пасинаде Касальский постепенно уменьшил количество принимаемой меды и ел за один раз не более полулитрового горшка вареного риса. 2. И спустя некоторое время, когда его тело стало довольно стройным, царь Пасинаде Касальский ударил по своим членам тело руками и произнес по тому случаю вдохновенное изречение, «Благословенный проявил сострадание ко мне в отношении обоих видов благ, благо, что относится к этой жизни, и что относится к будущей жизни». 3. 1. Денежная единица того времени. 2. Согласно комментарию, Будда сказал Судасане, чтобы тот декламировал страфу не в начале приема пищи царем Пасинаде, а под конец. Таким образом, царь, услышав страфу, каждый раз оставлял некоторое количество пищи несъеденной и со временем стал есть меньше, чем прежде. 3. Согласно комментарию, благо, относящиеся к этой жизни, означает приведение в порядок тела, а благо, относящиеся к будущей жизни, это нравственное поведение, сила, одним из аспектов которого является умеренность в еде. 4. Патхама Сангама Сутта, Битва 1. СН 3.14. В Саваддхе. И тогда царь Аджатасату из Магадхе, сын Вегехов, снарядил четырехчастную армию и направился в направление Кассе против царя Пасинаде Касальского. Царь Пасинаде услышал донесение об этом, снарядил четырехчастную армию и пошел в контратаку в направлении Кассе против царя Аджатасату. И затем царь Аджатасату из Магадхе и царь Пасинаде Касальский сразились. В той битве царь Аджатасату победил царя Пасинаде и царь Пасинаде, побежденный, отступил в свою собственную столицу Саваддхе. И тогда, утром, группа монахов, одевшись, взяв чашь и одеяние, вошла в Саваддхе за подаяниями. Походив по Саваддхе в поисках подаяния и вернувшись с хождения за подаяниями, пообедав, они отправились к Благословенному, поклонились ему, сели рядом и рассказали обо всем, что произошло. Благословенный ответил, монахи, царь Аджатасату из Магадхе дружит с порочными людьми, порочными приятелями, порочными товарищами. Царь Пасинаде Касальский дружит с хорошими людьми, хорошими приятелями, хорошими товарищами. И все же, сегодня, монахи, царь Пасинаде Касальский, получив поражение, будет плохо спать ночью. И далее добавил, победа порождает неприязнь, и побежденный плохо спит. Но кто спокоен, спит тот в облегчении, победу вместе с поражением оставив. Дутия Сангама Сутта, Битва 2. СН 3.15. В Саваддхе. И тогда царь Аджатасату из Магадхе, сын Вегехов, снарядил четырехчастную армию и направился в направление Кассе против царя Пасинаде Касальского. Царь Пасинаде услышал донесение об этом, снарядил четырехчастную армию и пошел в контратаку в направлении Кассе против царя Аджатасату. И затем царь Аджатасату из Магадхе и царь Пасинаде Касальский сразились. В той битве царь Пасинаде победил царя Аджатасату и захватил его в плен живым. И мысль пришла к царю Пасинаде, хотя этот царь Аджатасату из Магадхи совершил преступление в отношении меня, все же, я не совершил преступление в отношении него, ведь он все еще мой племянник. Что если я конфискую всех его боевых слонов, всю его конницу, все его боевые колесницы, всю его пехоту и отпущу его, оставив ни с чем, но только лишь с собственной жизнью. И затем царь Пасинаде Касальский, конфисковав всех боевых слонов царя Аджатасату, всю его конницу, все его боевые колесницы, всю его пехоту, отпустил его, оставив ни с чем, но только лишь с собственной жизнью. И тогда, утром, группа монахов, одевшись, взяв чаши одеяния, вошла в Саваттхи за подаяниями. Походив по Саваттхи в поисках подаяний и вернувшись с хождения за подаяниями, пообедав, они отправились к Благословенному, поклонились ему, сели рядом и рассказали обо всем, что произошло. И тогда Благословенный, осознав значение этого, произнес по тому случаю следующие строфы, и грабить будет он, покуда удобно это лишь ему, но коль другой его ограбит, ограбленным будет грабитель. Дурак считает, что удачлив, покуда зло его не зреет. Но вот когда оно созреет, в страданиях будет пребывать дурак. Убийца породит убийцу, завоевателя, завоеватель. Тот, кто ругает, порождает ругань. И оскорбляющего породит, кто оскорбляет. Вот так, проистечением Камы, ограбленным будет грабитель. Тхиту Сутта, дочь. СН 3.16. В Саваттхе. И тогда царь Пасинаде Касальский отправился к Благословенному, поклонился ему и сел рядом. Затем некий человек подошел к царю Пасинаде Касальскому и шепотом сообщил ему, «Ваше Величество, царица Маллика родила дочь». Когда так было сказано, царь Пасинаде стал недоволен. И тогда Благословенный, осознав, что царь Пасинаде стал недоволен, произнес по тому случаю эти строфы, «Женщина, властелин людей, лучше мужчины может вдруг ведь стать. Быть может нравственной и мудрой может быть она, быть преданной женой и уважать свою свекровь. А сын, которого родит она, героем может стать, а господин земель. И женщина счастливый сын такой ведь даже царством может управлять». ПАТХАМА ПАМАДА СУТТА, ПРИЛЕЖАНИЕ 1 СН 3.17 В САВАТТХЕ Сидя рядом, царь Пасинаде Касальский сказал благословенному, «Если, господин, некая вещь, которая берегает оба вида блага, благо, что относится к нынешней жизни и что относится к будущей жизни, есть одна вещь, великий царь, которая берегает оба вида блага, благо, что относится к нынешней жизни и что относится к будущей жизни». «Но что же это за вещь, господин? Прилежание, великий царь. Подобно тому, как след слона покрывает след любого ходячего животного, и след слона считается величайшим среди них по размеру, то точно так же прилежание – это та вещь, которая берегает оба вида блага, благо, что относится к нынешней жизни и что относится к будущей жизни». 1. И далее он добавил, «Тот, кто хотел бы долго жить, здоровым быть, хотел бы красоту, небесный мир и благородное рождение, и высочайших наслаждений, кто хотел бы непрерывный ряд, то для того мудрец восхвалит прилежание и в свершении поступков, что заслуги принесут». Прилежный мудрый человек оберегает оба эти вида блага, то благо, видимое в этой жизни самой, а также благо в жизни, что придет. Кто не преклонен, достигает блага, тот зваться будет мудрецом. 1. Прилежание, напали, от помада. Объяснение этого качества дается в СН-48-56. Дути аппамада сутта, Прилежание 2. СН-3-18. В Саваттхе. Сидя рядом, царь Пасинаде Касальски обратился к благословенному, «Так вот, господин, по мере того, как я пребывал уединенным в затворничестве, следующие раздумья возникло у меня в уме. Пхама хорошо была разъяснена благословенным, и она для того, у кого хорошие друзья, хорошие приятели, хорошие товарищи, а не для того, у кого плохие друзья, плохие приятели, плохие товарищи. 1. Так оно, великий царь. Так оно, великий царь. Тхама хорошо была разъяснена мной, и она для того, у кого хорошие друзья, хорошие приятели, хорошие товарищи, а не для того, у кого плохие друзья, плохие приятели, плохие товарищи. Однажды, Великий Царь, я пребывал в стране Сакьев, в городе Сакьев под названием Нагорака. Два. И тогда монах Ананда подошел ко мне, поклонился, сел рядом и сказал, «Учитель, такова половина святой жизни, то есть, хорошие друзья, хорошие спутники, хорошие товарищи». Когда так было сказано, Великий Царь, я ответил монаху Ананде, «Не так оно, Ананда. Не так оно, Ананда. Такова вся святая жизнь целиком, Ананда, то есть, хорошие друзья, хорошие спутники, хорошие товарищи». Когда у монаха есть хороший друг, хороший спутник, хороший товарищ, то можно ожидать, что он разовьет и взрастит благородный восьмеричный путь. И как, Ананда, монах, у которого хороший друг, хороший спутник, хороший товарищ, развивает и взращивает благородный восьмеричный путь. Вот, Ананда, монах развивает правильные воззрения, которые основаны на уединении, бесстрастии, прекращении и созревают в восставлении. Он развивает правильное устремление, правильную речь, правильные действия, правильное средство к жизни, правильные усилия, правильную осознанность, правильные сосредоточения, которые основаны на уединении, бесстрастие, прекращении и созревает в выставлении. Вот так, Ананда, этот монах, у которого есть хороший друг, хороший спутник, хороший товарищ, развивает и взращивает благородный восьмеричный путь. И еще с помощью следующего метода объяснения также, Также, Ананда, можно понять, почему вся святая жизнь целиком представляет собой хороших друзей, хороших спутников, хороших товарищей, полагаясь на меня как на хорошего друга, Ананда, существа, подверженные рождению, освобождаются от рождения, существа, подверженные старению, освобождаются от старения, существа, подверженные смерти, освобождаются от смерти, существа, подверженные печали, стенанию, боли, недовольству и отчаянию, освобождаются от печали, стинания, боли, недовольства и отчаяния. Посредством этого метода объяснения, Ананда, также можно понять, почему вся святая жизнь целиком представляет собой хороших друзей, хороших спутников, хороших товарищей. Поэтому, Великий Царь, ты должен тренировать себя так, я буду тем, у кого хорошие друзья, хорошие спутники, хорошие товарищи. Когда, Великий Царь, у тебя хорошие друзья, хорошие спутники, хорошие товарищи, то тебе следует пребывать, опираясь на одну вещь, на прилежание, три, в благих состояниях ума. Когда, Великий Царь, ты пребываешь в прилежание, опираясь на прилежание, то женщины твоего гарема будут думать так, царь пребывает в прилежание, опираясь на прилежание. Почему бы нам тоже не пребывать в прилежание, опираясь на прилежание? Когда, Великий Царь, ты пребываешь в прилежание, опираясь на прилежание, то свита женщин твоего гарема будет думать так, так, царь пребывает в прилежании, опираясь на прилежание. Почему бы нам тоже не пребывать в прилежании, опираясь на прилежание? Когда, великий царь, ты пребываешь в прилежании, опираясь на прилежание, то свита твоих князей Хаттиев будет думать так, твои воины будут думать так, твои подданные в городе и в селах будут думать так, царь пребывает в прилежании, опираясь на прилежание. Почему бы нам тоже не пребывать в прилежании, опираясь на прилежание? Когда, великий царь, ты пребываешь в прилежании, опираясь на прилежание, то ты сам будешь защищенный, свита женщин твоего гарема будет защищена и охраняема, твоя сокровищница и хранилище будут защищены и охраняемы. И далее он добавил, и хочет кто богатств великих непрерывный ряд, то для того мудрец восхвалит прилежание в свершении поступков, что заслуги принесут. Прилежный мудрый человек оберегает оба эти вида блага, то благо, видимое в этой жизни самой, а также благо в жизни, что придет. Кто не преклонен, достигает блага, тот зваться будет мудрецом. Один, комментарий, хотя Адхама хорошо разъяснена для всех, все же, точно так же, как лекарство эффективно только для того, кто его принимает, также Адхама исполняет свои цели только в случае податливого, верующего человека с хорошими друзьями, а не в случае других, которые таковыми критериями не обладают. Два, этот инцидент записан в СН-45-2. Как видно дальше по тексту, практически вся СН-45-2 включена и в данную сутту. Три, прилежание, напали, аппамада. Объяснение этого качества дается в СН-48-56. ПАТХАМА ПУТТАКА СУТТА, БЕЗДЕТНЫЙ СН-3-19. В САВАТХА. И тогда царь по Синаде Касальске отправился к Благословенному, поклонился ему и сел рядом. Благословенный затем сказал ему, откуда путь держишь, великий царь, средь бела дня? Так вот же, господин, один ростовщик-домохозяин из САВАТХА скончался. Я переправлял его невостребованное наследниками богатство к себе во дворец, так как он умер, не оставив завещания. Там было восемьдесят лакхов, один, золото, не говоря уже о серебре, и все же, господин, пища того ростовщика-домохозяина была такой, он ел красный рис с кислой кашей. Его облачение было таким, он носил три предмета одежды и спинки. Его средство передвижения было таким, он ездил в разломанной небольшой повозке с навесом, сделанным из листьев. Так оно, великий царь. Так оно, великий царь. Когда низший человек обретает великое богатство, он не делает счастливым и довольным ни себя, не делает счастливыми довольными ни своих мать-отца, ни своих жену и детей, ни своих рабов, рабочих и слуг, ни своих друзей и сослуживцев. Он не делает подношения жрецам и отшельникам, которые ведет ввысь, приносит небесный плод, имеет своим следствием счастье, устремляет дающего в небесные миры. Поскольку его богатство не используется надлежащим образом, цари забирают его, или воры забирают его, или пожар сжигает его, или вода уносит его, или нелюбимые наследники присваивают его себе. Так оно случается, великий царь, что если богатство не используется надлежащим образом, оно тратится впустую, а не используется. Представь, великий царь, не населенный людьми место, где был бы лотосовый пруд с чистой, прохладной, вкусной, прозрачной водой, с хорошими берегами, восхитительной. Но не было бы людей, которые могли бы взять эту воду, или выпить ее, или искупаться в ней, или использовать для каких-либо целей. В этом случае, царь, эта вода без надлежащего использования тратилась бы впустую, а не использовалась. Точно так же, великий царь, когда низший человек обретает великое богатство, оно тратится впустую, а не используется. Но, великий царь, когда высший человек обретает великое богатство, он делает счастливым и довольным себя, он делает счастливыми и довольными отца и мать, своих жену и детей, своих рабов, рабочих и слуг, своих друзей и сослуживцев. Он делает подношение жрецам и отшельникам, которые ведет ввысь, приносит небесный плод, имеет своим следствием счастье, устремляет дающего в небесные миры. Поскольку его богатство используется надлежащим образом, цари не забирают его, воры не забирают его, пожар не сжигает его, вода не уносит его, и нелюбимые наследники не присваивают его себе. Так оно случается, великий царь, что если богатство используется надлежащим образом, оно не тратится впустую, а используется. Представь, великий царь, как если бы неподалеку от деревни или города был бы лотосовый пруд с чистой, прохладной, вкусной, прозрачной водой, с хорошими берегами, восхитительной. Люди могли бы и взять эту воду, и выпить ее, и искупаться в ней, и использовать для каких-либо целей. В этом случае, царь, эта вода, будучи используемой надлежащим образом, не тратилась бы впустую, а использовалась. Точно так же, великий царь, когда высший человек обретает великое богатство, оно не тратится впустую, а используется. И далее он добавил, точно в безлюдном месте свежая вода может вся высохнуть, но выпита не будет, так мерзавец, что богатство получил, не наслаждается им сам, не делает дарений. Но коли мудрый человек богатство обретет, он наслаждается им сам и исполняет долг. Родню поддерживает он, не чувствует вины, и благородный этот человек в небесный мир идет. Один, один лакх равен ста тысячам, чего-либо. Дутия Путака Сутта, Бездетный 2. СН 3.20. В Саваттхе. И тогда царь по Синаде Касальски отправился к Благословенному, поклонился ему и сел рядом. Благословенный затем сказал ему, откуда путь держишь, великий царь, средь бела дня? Так вот же, господин, один ростовщик домохозяина Саваттхи скончался. Я переправлял его невостребованное наследниками богатство к себе во дворец, так как он умер, не оставив завещания. Там было сто лакхов, один, золото, не говоря уже о серебре, и все же, господин, пища того ростовщика домохозяина была такой, он ел красный рис с кислой кашей. Его облачение было таким, он носил три предмета одежды и спинки. Его средство передвижения было таким, он ездил в разломанной небольшой повозке с навесом, сделанным из листьев. Так оно, великий царь. Так оно, великий царь. Когда-то в прошлом, великий царь, этот ростовщик домохозяин поддал еду под Чикабудде, два, по имени Тагарасикхи. Сказав, дайте еду отшельнику, он встал со своего сиденья и ушел. Но потом после даяния он пожалел об этом и подумал, лучше бы рабы или рабочие съели бы ту еду. Более того, он убил единственного сына своего брата, чтобы заполучить его состояние. Поскольку этот ростовщик домохозяин поддал еду по Чикабудде по имени Тагарасикхи, то вследствие этой каммы он семь раз рождался в благом уделе, в небесном мире. И в качестве остаточного результата этой же самой каммы, он семь раз становился ростовщиком в этом самом городе Савадхи. Но, поскольку этот ростовщик домохозяин позже сожалел о совершенном им даянии, то, вследствие этой каммы его ум не склонялся к наслаждению превосходной пищей, превосходными одеяниями, превосходными средствами передвижения или же к наслаждению превосходными предметами среди пяти нетечувственных удовольствий. И поскольку этот ростовщик домохозяин убил единственного сына своего брата, чтобы заполучить его состояние, то вследствие этой каммы он мучился в аду много лет, много сотен лет, много тысяч лет, много сотен тысяч лет. И в качестве остаточного результата этой же самой камы он пополнил царскую казну этим седьмым по счету богатством, невостребованным наследниками. Старая заслуга этого ростовщика домохозяина была всецело истощена, и он не накопил какой-либо новой заслуги. И сегодня, великий царь, этот ростовщик домохозяин жарится в великом Адурарувы. 3. Так выходит, господин, что этот ростовщик домохозяин переродился в великом Адурарувы? Да, великий царь, этот ростовщик домохозяин переродился в великом Адурарувы. И далее он добавил, зерно, богатство, золото и серебро, любые разные владения, посыльные, работники, рабы, и на твоем живет кто иждивене, все это ты не сможешь взять с собой, придется все это тебе оставить. Но то, что телом совершил, или словами, или умом, вот твое подлинное достояние, вот, что возьмешь, когда уйдешь. Оно пойдет вслед за тобой, как будто собственная тень. И посему ты делать должен лишь добро, как накопление на будущую жизнь. Заслуги, вот опора для существ возникнут, что в мире ином. Один, один лакх равен ста тысячам, чего-либо. Два, Пачака Будда, это полностью просветленный, который, в отличие от Самма Сам Будды, не раскрывает миру Дхамму. Он может появиться только в тот период, когда в мире полностью отсутствует учение Будды. Три, комментарий, есть два Ада Рарувы. Дымящий Серарува, Дхумарорува, и Горящий Рарува. Дымящий Серарува, это отдельный ад, но Горящий Рарува, это обозначение Великого Ада Рича, названным Рарува, потому что существа, жарящиеся там, кричат снова и снова. Пуггала сутта, личности. СН 3.21. В Саваттхе. И тогда царь Пасинадикасальский отправился к Благословенному, поклонился ему и сел рядом. Благословенный затем сказал ему, Великий Царь, есть четыре типа личностей, существующих в мире. Какие четыре? Тот, кто направляется из тьмы во тьму, тот, кто направляется из тьмы к свету, тот, кто направляется из света во тьму, тот, кто направляется из света к свету. И какова, Великий Царь, личность, что направляется из тьмы во тьму? Вот Никит человек родился в низшей семье, семье Чандал, работников по бамбуку, охотников, изготовителей повозок, собирателей цветов, то есть бедной семье, в которой мало еда и питья, и одежда добывается с трудом. И он безобразен, некрасив, уродлив, одолеваем хроническими болезнями, плохо видит, калека, хромой или парализован. Он не тот, кто получает иду, напитки, одежду и средства передвижения, гирлянды, благовония, мази, постели, жилища и лампы. Он совершает проступки телом, речью, умом. Сделав так, после распада тела, после смерти, он перерождается в состоянии лишений, в плохом уделе, в нижних мирах, в аду. Представь, великий царь, как если бы человек шел бы из тьмы во тьму, из сумрака в сумрак, из грязи в грязь. Эта личность, я говорю тебе, в точности такая же. Вот таким образом, великий царь, эта личность, это тот, кто направляется из тьмы во тьму. И какова, великий царь, личность, что направляется из тьмы к свету? Вот некий человек родился в низшей семье, одежда добывается с трудом. И он безобразен, парализован. Он не тот, кто получает иду, напитки, жилища и лампы. Он совершает благие поступки телом, речью, умом. Сделав так, после распада тела, после смерти, он перерождается в благом уделе, в небесном мире. Представь, великий царь, как если бы человек забрался бы с земли на паланкин, или с паланкина на спину лошади, или со спины лошади на спину слона, или со спины слона на особняк. Эта личность, я говорю тебе, в точности такая же. Вот таким образом, великий царь, эта личность, это тот, кто направляется из тьмы к свету. И какова, великий царь, личность, что направляется из света во тьму? Вот некий человек родился в высшей семье, зажиточной семье Кхатиев, зажиточной семье Брахманов, зажиточной семье домохозяев, с большим богатством и имуществом, с запасами золота и серебра, с владениями и продовольствием, с обилием ценностей и зерна. И он красив, привлекателен, изящен, наделен величайшей внешней красотой. Он получает иду, напитки, одежду и средства передвижения, гирлянды, благовония, мази, постели, жилища и лампы. Он совершает проступки телом, речью, умом. Сделав так, после распада тела, после смерти, он перерождается в состоянии лишений, в плохом уделе, в нижних мирах, в аду. Представь, Великий Царь, как если бы человек спустился с особняка на спину слона, или со спины слона на спину лошади, или со спины лошади на полонкин, или с полонкина на землю, или за землей в тьму подземелья. Эта личность, я говорю тебе, в точности такая же. Вот таким образом, Великий Царь, эта личность, это тот, кто направляется из света во тьму. И какова, Великий Царь, личность, что направляется из света к свету? Вот некий человек родился в высшей семье, с обилием ценностей и зерна. И он красив. Он получает иду, жилища и лампы. Он совершает благие поступки телом, речью, умом. Сделав так, после распада тела, после смерти, он перерождается в благому деле, в небесном мире. Представь, Великий Царь, как если бы человек перелез с паланкину на паланкин, или со спины лошади на спину лошади, или со спины слона на спину слона, или с особняка на особняк. Эта личность, я говорю тебе, в точности такая же. Вот таким образом, Великий Царь, это личность, это тот, кто направляется из света к свету. Таковы, Великий Царь, четыре типа личностей, существующих в мире. И далее он добавил, вот, царь, человек, тот, что беден, он скуп, веры он не имеет. Искариден он, злонамерен, во взглядах неправ, неучтивый. Отшельников он оскорбляет, жрецов и различных монахов. И он нигилист, он глумится, мешает давать попрошайкам. А царь, и в момент своей смерти, владыка людей, устремится он в ад, что ужасен и страшен, из тьмы и во тьму направляясь. Вот, царь, человек, тот, что беден, он щедрый веру имеет. И благо желая, даёт он, он тот, ум кого не разрознен. Встаёт, почитает тоскетов, и праведен он в поведении, и дупо прошайкам дарует. Он в тройственный мир, что на небе, ко свету из тьмы направляясь. Вот, царь, человек, что богатый. Из света во тьму направляясь. Ко свету из света идёт он. Алика сутта, бабушка. СН 3.22. В Саваттхе. И тогда средь бела дня царь по Синаде Касальски отправился к Благословенному, поклонился ему и сел рядом. Благословенный сказал ему по мере того, как тот сидел рядом, откуда путь держишь, великий царь, средь бела дня? Господин, моя бабушка умерла. Она была старой, отягощённой годами, много прожила, дни её подходили к концу, было ей сто двадцать лет от рождения. Господин, дорогая и любима была мне моя бабушка. Если бы, господин, посредством слона сокровища я мог бы выкупить её у смерти, то я отдал бы даже слона сокровища, только бы она не умирала. 1. Если бы посредством коня сокровища, если бы посредством призовой деревни, если бы посредством страны я мог бы выкупить её у смерти, то я отдал бы даже страну, только бы она не умирала. Все существа, великий царь, подвержены смерти, завершаются смертью и не могут избежать смерти. Удивительно, господин. Поразительно, господин. Как хорошо сказал об этом благословенный, все существа, великий царь, подвержены смерти, завершаются смертью и не могут избежать смерти. Так оно, великий царь. Так оно, великий царь. Все существа, великий царь, подвержены смерти, завершаются смертью и не могут избежать смерти. Подобно тому, как все горшки гончара, обожженные или не обожженные, подвержены распаду, завершаются распадом и не могут избежать своего распада, точно так же все существа, великий царь, подвержены смерти, завершаются смертью и не могут избежать смерти. И далее добавил, умрут все существа, ведь смертью завершится жизнь. Дальнейший путь поступки их определят, и будут пожинать они плоды заслуг и зла, кто делал зло, отправится тот в ад. Кто совершал благое, попадет в счастливый мир. И посему ты делать должен лишь добро как накопление на будущую жизнь. Заслуги, вот опора для существ возникнут что в мире ином. Один, согласно комментарию, когда ма царя умерла, его воспитывала бабушка, вот почему он был так сильно привязан к ней. Слон сокровища, и далее, конь сокровища и призовая деревня, оценивались сто тысяч кахапан. Лока сутта, мир. СН 3.23. В Саваттхе. Сидя рядом, царь по Синаде Касальски обратился к благословенному, господин, сколько вещей в мире, которые, возникнув, веду человека к его вреду, страданию, лишению? Есть три вещи, великий царь, возникающий в мире, которые, возникнув, веду человека к его вреду, страданию, лишению. Какие три? Жажда, злоба, заблуждений. Таковы три вещи в мире, которые возникнув, веду человека к его вреду, страданию, лишению. И далее добавил, невежество, жажда и злость, что возникают изнутри, ранят того, кто злой умом, точно как плод губит тростник. 1.1. Примечание переводчика С.В. Плод тростника или бамбука разрушает впоследствии само растение. Данная сутта практически идентична С.Н. 3.2. Исатта сутта, мастерство стрельбы из лука. С.Н. 3.24. В Саваттхе. Сидя рядом, царь по Синаде Касальски обратился к благословенному, господин, кому следует давать дары? Тому, кому есть доверие, великий царь. Но, господин, где то, что было подарено, приносит великий плод? Это один вопрос, великий царь, кому следует давать дары, а это другой, где то, что было подарено, приносит великий плод? То, что было подарено тому, кто нравственен, великий царь, приносит великий плод, а не тому, кто безнравственен. А теперь, великий царь, я задам тебе вопрос на эту тему. Отвечай так, как сочтешь нужным. Как ты думаешь, великий царь? Представь, что ты на войне, и вот-вот разразится сражение. И к тебе пришел бы молодой Кхатти, не обученный, неумелый, не имеющий практики и опыта, робкий, окаменевший от ужаса, напуганный, готовый бежать. Стал бы ты держать на службе этого человека, нужен был бы тебе такой человек? Конечно же нет, господин. Затем к тебе пришел бы молодой Брахман, молодой Веса, молодой Судда, не обученный, неумелый, не имеющий практики и опыта, робкий, окаменевший от ужаса, напуганный, готовый бежать. Стал бы ты держать на службе этого человека, нужен был бы тебе такой человек? Как ты думаешь, великий царь? Представь, что ты на войне, и вот-вот разразится сражение. И к тебе пришел бы молодой Кхатти, обученный, умелый, имеющий практику и опыт, храбрый, отважный, смелый, готовый проявить твердость. Стал бы ты держать на службе этого человека, нужен был бы тебе такой человек? Разумеется, господин. Затем к тебе пришел бы молодой Брахман, молодой Веса, молодой Судда, обученный, умелый, имеющий практику и опыт, храбрый, отважный, смелый, готовый проявить твердость. Стал бы ты держать на службе этого человека, нужен был бы тебе такой человек? Точно так же, великий царь, когда человек из любого клана оставляет домохозяйскую жизнь ради жизни бездомной, если он отбросил пять факторов и наделен пятью факторами, то тогда дарение ему принесет великий плод. И какие пять факторов были отброшены им? Чувственное желание было отброшено. Недоброжелательность была отброшена. Лень и апатие были отброшены. Неугомонность и сожаление были отброшены. Сомнение было отброшено. И какими пятью факторами он наделен? Он обладает совокупностью нравственности того, кто окончил тренировку, совокупностью сосредоточения того, кто окончил тренировку, совокупностью мудрости того, кто окончил тренировку, совокупностью освобождения того, кто окончил тренировку, совокупностью знания и видения освобождения того, кто окончил тренировку. Он наделен этими пятью факторами. Так, то, что было подарено тому, кто отбросил пять факторов и наделен пятью факторами, приносит великий плод. 1. И далее он добавил, как если бы царь, который хочет развязать войну, держал на службе молодого лучника умелого, который обладает удалю и силой, и не имеет страха из-за своего рождения, так, даже если он из низкого сословия, чтить человека нужно с благородным поведением, тех мудрецов, в которых есть вот эти качества, крутость и терпение добродетели. 2. Построить следует чудесное жилище и знающих позвать туда для проживания. И для воды и в лесу резервуар построить, дорожки сквозь ухабистую местность. И с верой в сердце следует дарить подарок тому, кто обладает чистотой во нравах, дари ему еду, питье, все то, что можно было бы съесть, дари постели и сиденья, вещи, чтоб носить он мог. Ведь словно грозовое облако с дождем, окутанное молниями, сотней у вершин, на землю изливает влагу всю свою, затапливая этим дол и ровные места, так и мудрец, который верит, кто обучен, и подготовив кушание которой, этой едой, этим питьем он насыщает монахов, что живут на подаянии. Он радуется, разделяет он дары, провозглашая всем, дарите же, дарите. Вот так гремит, вот так грохочет он, и этим он похож на дождевое небо. Такой поток заслуг, такой огромный, польется на того, кто это дарит. 1. Пять совокупностей того, кто окончил тренировку, панчасик хак хандха. Речь идет об араханте. 2. Кротость, сарача, комментарий соотносит с араханством. Под комментарий добавляет, что арахант всецело кроток. Дхамма Сангани 1342 определяет сарача как отсутствие проступков телом, речью, умом, и полную сдержанность нравственностью. Под Батупа Масута, пример с горой. СН 3.25. В Саваттхе. И тогда средь бела дня царь по Синаде Касальски отправился к Благословенному, поклонился ему и сел рядом. Благословенный сказал ему по мере того, как тот сидел рядом, откуда путь держишь, великий царь, средь бела дня? Только что, господин, я занимался теми царскими делами, которые свойственны для миропомазанных кхатийских царей, опьяненных опьянением владычества, охваченных жаждой чувственных наслаждений, достигших устойчивого управления в своей стране, которой правит, завоевав обширные области земель. Как ты думаешь, великий царь? Представь, как если к тебе пришел человек с востока, заслуживающий доверия и надежный. Подойдя, он сказал бы тебе, вне сомнений, великий царь, вот о чем тебе следует знать, я иду с востока, и там я видел, как огромная гора до самых небес идет в эту самую сторону, сокрушая всех живых существ. Поступай так, как считаешь нужным, великий царь. И затем второй человек пришел бы к тебе с запада. И тогда третий человек пришел бы к тебе с севера. И тогда четвертый человек пришел бы к тебе с юга, заслуживающий доверия и надежный. Подойдя, он сказал бы тебе, вне сомнений, великий царь, вот о чем тебе следует знать, я иду с юга, и там я видел, как огромная гора до самых небес идет в эту самую сторону, сокрушая всех живых существ. Поступай так, как считаешь нужным, великий царь. Если бы, великий царь, возникла бы такая великая угроза, такое ужасное уничтожение человеческой жизни, человеческого состояния, которое так сложно обрести живому существу, то что нужно было бы делать в этом случае? Если бы, господин, возникла бы такая великая угроза, такое ужасное уничтожение человеческой жизни, человеческого состояния, которое так сложно обрести, то что еще можно было бы поделать, кроме как жить в соответствии с Дхаммой, жить праведно, совершать благие дела и поступки, приносящие заслуги? Я уведомляю тебя, Великий Царь, я объявляю тебе, Великий Царь, старение и смерть надвигаются на тебя. Когда старение и смерть надвигаются на тебя, Великий Царь, то что следует делать? Когда старение и смерть надвигаются на меня, Господин, то что еще можно было бы поделать, кроме как жить в соответствии с Дхаммой, жить праведно, совершать благие дела и поступки, приносящие заслуги? Существуют, господин, сражения слонов, устраиваемые миропомазанными кхатрийскими царями, опьяненными опьянением владычества, охваченными жаждой чувственных наслаждений, достигшими устойчивого управления в своей стране, которой правит, завоевав обширные области земель. Но нет места для тех сражений слонов, нет возможности для них, когда надвигается старение и смерть. 1. Существуют, господин, сражения конницы, сражения колесниц, сражения пехоты. Но нет места для тех сражений пехоты, нет возможности для них, когда надвигается старение и смерть. При этом царском дворе, господин, есть советники, которые, как только придут враги, могут поссорить их различными уловками. Но нет места для тех сражений уловками, нет возможности для них, когда надвигается старение и смерть. При этом царском дворе, господин, есть обилия слитков и золота, что хранятся в погребах и хранилищах, и таким богатством мы можем смягчить агрессию врагов, когда они придут. Но нет места для тех сражений богатством, нет возможности для них, когда надвигается старение и смерть. Когда старение и смерть надвигаются на меня, господин, то что еще можно было бы поделать, кроме как жить в соответствии с Дхаммой, жить праведно, совершать благие дела и поступки, приносящие заслуги? Так оно, великий царь. Так оно, великий царь. Когда старение и смерть надвигаются на тебя, то что еще можно было бы поделать, кроме как жить в соответствии с Дхаммой, жить праведно, совершать благие дела и поступки, приносящие заслуги? Так сказал благословенный. И сказав так, счастливейший учитель, далее добавил, словно гора, что состоит из скал, массивная, до неба высотой, напала бы со всех сторон, все сокрушая в четырех всех сторонах, так наступают и старение, и смерть, накатывают на живых существ, на вес, на сутт, на кхатиев, брахманов, на побирателей и на чандал. И на пути своем не пощадят они, но всякого готовы сокрушить. Нет места в этой битве для слонов, для колесниц нет места, для пехоты. Не сможешь одолеть уловка их, как и богатством ты не сможешь откупиться. И потому мудрейший человек, о благе собственном тревожится который, устойчивый, должен бы веру утвердить как в Будде, так и в Дхаме, так и в Сангхе. И если телом, речью и умом ведет себя в согласии он с Дхамой, то восхваляем уже в этой самой жизни он, и счастлив после смерти он в небесном мире. Один, под комментарий поясняет, что речь идет о том, что старение и смерть не победит сражением с участием боевых слонов, и далее аналогично про конницу и так далее. Тапакама сутта, суровая аскеза. СН 4.1. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Урувеле на берегу реки Неранджары у подножья пастушьева Баньяна сразу после того, как стал полностью просветленным. И тогда, по мере того, как Благословенный пребывал уединенным в затворничестве, такое размышление возникло у него в уме, воистину, освободился я от изнуряющей аскезы. Как хорошо, что я освободился от бесполезной изнуряющей аскезы. Как хорошо, что, будучи неколебимым и осознанным, я достиг просветления. И тогда злой Мара, напрямую познав своим собственным умом от рассуждения в уме Благословенного, подошел к нему и обратился к нему с трофой, и от суровых практик уклонившись, которыми аскеты себя очищают, ты, будучи нечистым, думаешь, что чист, так, путь, ведущий к чистоте, ты упустил. И Благословенный, осознав, это злой Мара, ответил ему с трофами, когда я понял, что суровая аскеза бесполезна для обретения состояния бессмертия, что все такие наказания тщетны, подобно. На веслом и штурвал на сухой земле, тогда, развив путь к просветлению, нравственность, сосредоточение и мудрость, смог чистоты достичь я совершенный, ты побежден, кончинный Созидатель. Один. И тогда злой Мара, осознав, благословенный, счастливый, знает меня, расстроенный и опечаленный, тут же исчез. Один, нравственность, сосредоточение и мудрость, это троичнее деление благородного восьмеричного пути. Мара зовется Созидателем Кончины, Антака, потому что привязывает существ к смерти. Хатхираджаванна Сутта, Царский Слон. СН 4.2. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Ирувеле на берегу реки Неранджары у подножия пастушьего Баньяна сразу после того, как стал полностью просветленным. И в то время благословенный сидел на открытой местности в кромешной тьме ночи, и шел моросящий дождь. И тогда злой Мара, желая породить страх, трепетание и ужас в благословенном, проявил себя в форме огромного царского слона и подошел к благословенному. Его голова была подобна огромному куску стятита, его бивни были как будто из чистейшего серебра, и его хобот, точно огромная дышла плуга. И благословенный, осознав, это злой Мара, ответил ему с трофами, скитался долгими путями ты, красивый и ужасный облик создавая, но хватит этих твоих трюков, злой, ты побежден, кончины Созидатель, один. И тогда злой Мара, осознав, благословенный, счастливый, знает меня, расстроенный и опечаленный, тут же исчез. Один, речь идет о скитании по сансаре в течение многих жизней. Мара зовется Созидателем Кончины, Антака, потому что привязывает существ к смерти. Субха Сутта, Красивая. СН 4.3. Пребывая в Уровеле. И в то время благословенный сидел на открытой местности в кромешной тьме ночи, и шел моросящий дождь. И тогда злой Мара, желая породить страх, трепетание и ужас в благословенном, подошел к благословенному, и неподалеку от него стал проявлять различные блестящие формы, красивые и ужасающие. Один. И благословенный, осознав, это злой Мара, ответил ему с трофами, скитался долгими путями ты, красивый и ужасный облик создавая, но хватит этих твоих трюков, злой, ты побежден, Кончины Созидатель. И тот, кто сдерживает себя хорошо и в теле, и в речах, в уме, под Мара управления не сможет он попасть, как и не сможет стать приспешником его. И тогда злой Мара, осознав, благословенный, счастливый, знает меня, расстроенный и опечаленный, тут же исчез. Один. Примечание переводчика СВ. Согласно комментарию, Мара относится к классу божеств высочайшего небесного уровня мира чувств, параниметавасавати, мира, где дэвы имеют власть над творениями других. Даже в предыдущем небесном мире, мир дэвов, наслаждающихся творениями, божества могут принимать любой облик или создавать различные материальные предметы по своему желанию. Патхама Марапаса сутта, ловушка Мары 1. СН 4.4. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Варанасе в оленьем парке в Исипатане. И там благословенный обратился к монахам так, монахи. Один. Учитель. Отвечали те монахи. Благословенный сказал, монахи, посредством правильно направленного внимания, 2. Посредством тщательного правильного старания я пришел к непревзойденному освобождению, я реализовал непревзойденное освобождение. И вам тоже, монахи, посредством правильно направленного внимания, посредством тщательного правильного старания следует прийти к непревзойденному освобождению, следует реализовать непревзойденное освобождение. И тогда злой Мара подошел к благословенному и обратился к нему с трофой, 3. Поймался ты в ловушку Мары, божественную и людскую. 4. Опутан путами ты Мары, и не спастись тебе, отшельник. Благословенный, освобожден я от ловушки Мары, божественной или людской же. Освобожден от Мары пут я, ты побежден, кончинный Созидатель. И тогда злой Мара, осознав, благословенный, счастливый, знает меня, расстроенный и опечаленный, тут же исчез. 1. Эта история также содержится в Винае. Будда уже разослал первых 60 арахантов проповедовать Дхаммуя. Вероятно, здесь он обращается к монахам-новичкам, которые пришли к Будде в результате миссионерской деятельности этих 60 арахантов. 2. Напали, явни сама на Сикара. 3. Комментарий поясняет, что Мара знал, что Будда достиг араханства и не хотел, чтобы он научил этому других. С этой мотивацией он произнес ниже следующую страфу. 4. Комментарий поясняет, что под ловушкой Мары понимаются божественные и человеческие чувственные наслаждения. Дутия Марапаса сутта, ловушка Мары 2. СН 4.5. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Варанайсе валением парке в Осипатане. И там Благословенный обратился к монахам так, «Монахи!» «Учитель!» Отвечали те монахи. Благословенный сказал, «Монахи, я свободен от всевозможных пут, как божественных, так и человеческих. Вы тоже, монахи, свободны от всевозможных пут, как божественных, так и человеческих. Странствуйте же, а монахи, ради блага многих, ради счастья многих, и сострадания к миру, ради благополучия, благо и счастья богов и людей. Пусть двое из вас не пойдут одним и тем же путем. Обучайте, а монахи, Тхамме, которая прекрасна в начале, прекрасна в середине, прекрасна в конце, совершенной в духе и в букве. 1. Раскрывайте в совершенстве полную чистую святую жизнь. Есть существа, у которых мало пыли в глазах, и они падут, если не услышат Тхамму. Будут те, кто поймет Тхамму. Я тоже, монахи, отправлюсь в Синонигму в Ирувелу, чтобы обучать Тхамме. 2. И тогда злой Мара подошел к Благословенному и обратился к нему с Трофой. 3. Ловушками ты пойман всеми, божественными и людскими. И путами великими тыскован, и не спастись тебе, отшельник. Благословенный, свободен я от всех ловушек, божественных или людских же. Освобожден я и от пут великих, ты побежден, кончинный Созидатель. 1. Примечание переводчика СВ, Идиома. Имеется в виду, что Тхама хорошо изложена как в плане раскрытия смысла и сути, так и в плане терминологии построения фраз. 2. Это знаменитое обращение Будды к шестидесяти первым монахам-миссионерам, каждый из которых был арахантом. Этот фрагмент также есть в Винае, Винае 20, 36, 21, 16. Будда отправился в Ирувелу, чтобы обратить одну тысячу скетов и огнепоклонников, где, впоследствии, дал им не менее знаменитую огненную проповедь, СН 35, 28. 3. Согласно комментарию, Мара был очень недоволен решением Будды распространять Тхаму и хотел во что бы то ни стало остановить его. С этим намерением он и произнес данную страфу. Саппа Сутта, Змей. СН 4, 6. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем свертилище. И в то время Благословенный сидел на открытой местности в кромешной тьме ночи, и шел моросящий дождь. И тогда злой Мара, желая породить страх, трепетание и ужас в Благословенном, проявил себя в форме огромного змеиного царя и подошел к Благословенному. Его тело было подобно огромной лодке, сделанной из цельного ствола дерева, его капюшон был подобен большому ситу пивовара, его глаза, подобны большим бронзовым касальским тарелкам, его язык вырывался из ворта точно вспышки молнии на грозовом небе, звук от его дыхания был подобен шуму наполняемых воздухом кузнечных мехов. И Благословенный, осознав, это злой Мара, обратился к злому Маре с трофами, кто затворяется, чтоб жить в пустом жилище, такой провидец может совладать с собою. И должен жить он там, всецело все оставив, один, ведь это свойственно всем, кто ему подобен. И хоть полно вокруг ползучих тварей, и змей, и мух, опасностей различных, у мудреца великого в пустом жилище ни волоска и единого не шелохнется. И пусть земля дрожит, разверзнется пусть небо, а всех существ пускай охватит страх и ужас, пусть люди машут у груди стрелою, непревзойденного достиг кто просветление, тот в обретении их спасения не ищет. И тогда злой Мара, осознав, благословенный, счастливый, знает меня, расстроенный и опечаленный, тут же исчез. Один, комментарий, он должен жить, оставив, то есть, отбросив, желание и привязанность к личностному существованию, то есть своему телу и жизни. Сапати Сутта, Сон. СН 4.7. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем свертилище. И когда ночь уже подходила к концу, благословенный, потратив большую ее часть на хождение вперед и назад на открытые местности, помыл свои ноги, вошел в хижину и лег на правый бок в позе льва, положив одну ступню на другую, осознанный и бдительный, сделав в уме отметку о том, когда следует вставать. И тогда злой Мара подошел к благословенному и обратился к нему с трофой, как так, ты спишь? Зачем ты спишь? Как вышло так, что спишь ты, будто обездолен? Обдумывая, хижина пуста, ты спишь, как можешь спать ты, когда солнце уже встало? Благословенный, не рыщет больше жажда в нем, что, спутывая и пленяя, вела б его еще куда. С уничтожением обретений всех тот, пробужден кто, спит, так почему ж тебя волнует эта, Мара? И тогда злой Мара, осознав, благословенный, счастливый, знает меня, расстроенный и опечаленный, тут же исчез. Нандати сутта, радуется. СН 4.8. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И тогда злой Мара подошел к благословенному и обратился к нему с трофой, тот, у кого есть сыновья, тот радуется сыновьям, тот, у кого домашний скот, домашнему скоту. Ведь обретение есть радость подлинная для людей, без обретения радость не найти им. Благословенный, тот, у кого есть сыновья, грустит по сыновьям, а у кого есть скот, грустит тот по скоту. Ведь обретение, вот истинная в чем людей печаль, без обретения нет у них печали. И тогда злой Мара, осознав, благословенный, счастливый, знает меня, расстроенный и опечаленный, тут же исчез. Патхамаа сутта, срок жизни один. СН 4.9. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Раджагахе в Бамбуковой роще в Беличьем святилище. Там благословенный обратился к монахам так, монахи, учитель. Отвечали те монахи. Благословенный сказал, монахи, срок жизни человека короток. Ему придется перейти в следующую жизнь. Ему следует делать то, что является благим и вести святую жизнь, ведь тот, кто родился, тот не может сбежать смерти. Если, монахи, человек, долгожитель, то он живет сотню лет или чуть дольше. И тогда злой Мара подошел к благословенному и обратился к нему с трофой. Срок жизни человека длинный, хороший человек его не презирает. Жизнь следует вести, как будто ты младенец, один, ведь смерть еще не объявила о своем собственном приходе. Благословенный, короток жизни срок у человеческих существ, с презрением хорошим людям нужно к нему относиться. Жить нужно так, как будто голова охвачена огнем, ведь нет возможности прихода смерти избежать. И тогда злой Мара, осознав, благословенный, счастливый, знает меня, расстроенный и опечаленный, тут же исчез. Один, комментарий перефразирует, хороший человек должен жить как младенец, который, напившись молока матери, ложится на одеяло и засыпает, не беспокоясь о том, длинная жизнь или короткая. Дутия Айасута, срок жизни 2. СН 4.10. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем святилище. Там благословенный обратился к монахам так, монахи. Учитель. Отвечали те монахи. Благословенный сказал, монахи, срок жизни человека короток. Ему придется перейти в следующую жизнь. Ему следует делать то, что является благим и вести святую жизнь, ведь тот, кто родился, тот не может сбежать смерти. Если, монахи, человек, долгожитель, то он живет сотню лет или чуть дольше. И тогда злой Мара подошел к благословенному и обратился к нему с трофой, не мимолет на дне ночи, и к завершению жизни приходит. Срок жизни смертных все идет, подобно ободу, вокруг ступицы движется который. Один. Благословенный, нет, мимолет на дне ночи, и к завершению приходит жизнь. Срок жизни смертных к истощению приходит, точно вода в ручье, что иссыхает. И тогда злой Мара, осознав, благословенный, счастливый, знает меня, расстроенный и опечаленный, тут же исчез. Один, возможно, речь идет о вечной индивидуальной душе, которая перерождается в различных формах жизни. Эта строфа похожа, например, в Упанишадах, Б.Р.Х. 2.5.15, и как все спицы заключены между ступицей и ободом колеса, точно так же все существа, все эти души заключены в Я. Пасана Сутта, Волун. СН 4.11. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем Свертилище. И в то время благословенный сидел на открытой местности в кромешной тьме ночи, и шел моросящий дождь. И тогда злой Мара, желая породить страх, трепетание и ужас в благословенном, сотряс несколько огромных волнов неподалеку от него. И благословенный, осознав, это злой Мара, ответил ему с трофами, пусть даже с ястребов утесом сделаешь ты так, что сотрясется он повсюду целиком, то просветленного это не пошатнет, освобождение полного ведь он достиг. И тогда злой Мара, осознав, благословенный, счастливый, знает меня, расстроенный и опечаленный, тут же исчез. СИХА СУТТА, ЛЕВ. СН 4.12. Однажды благословенный пребывал в Саваттхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И в то время благословенный обучал Дхами, окруженный большим собранием. И тогда мысль пришла к злому Маре, этот отшельник Гатама обучает Дхами, окруженный большим собранием. Что если я подойду к отшельнику Гатами, чтобы привести их в замешательство? Один. И тогда злой Мара подошел к благословенному и обратился к нему с трофой. Зачем сейчас рычешь ты львиным рыком, уверенный в этом собрании людей? Ведь есть иной, подстать себе, с чего же победителем считаешь ты себя? Благословенный, великие герои издают свой львиный рык, уверенный в собственных собраниях, Татхагаты, великой силой наделенной, которые пересекли привязанность к миру. И тогда злой Мара, осознав, благословенный, счастливый, знает меня, расстроенный и опечаленный. Тут же исчез. Один, комментарий, из желания уничтожить глаз мудрости в собравшихся вокруг Будды людях. Он не мог уничтожить глаз мудрости Будды, но мог сделать это в этих людях, явив им ужасающий образ или звук. Соколика сутта, обломок. СН 4.13. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Раджагахе в Оленьем парке Мэндакучхи. И в то время стопы благословенного поранил обломок камня. Сильные боли охватили благословенного, телесные чувства, болезненные, мучительные, острые, пронзающие, раздирающие и неприятные. Но благословенный терпел их, будучи осознанным и бдительным, не становясь обеспокоенным. И тогда благословенный сложил в четверо свое верхнее одеяние и лег на правый бок в позе льва, положив одну ногу на другую, осознанный и бдительный. И тогда злой Мара подошел к благословенному и обратился к нему с трофой, из изумления ты прилег, или упился сочинительством стихов? Один. Неужто целей нет, которых нужно бы достичь? В уединенной хижине. Один. Зачем с лицом сонливым засыпаешь? Благословенный, я не ложусь ни в изумлении, ни в сочинительстве стихов, достигнув цели, я избавлена в печали. Ложусь я, полный сострадания ко всем. И даже те, кому попала в грудь стрела, из мига в миг пронзая само их сердце, даже они, пронзенные, ложатся спать. Так почему ж того же мне нельзя, когда стрела моя была извлечена? Два, когда я бодрствую, в страхе не лежу, как не пугаюсь и того, чтобы поспать. Ни день, ни ночь не могут огорчить меня, и для меня упадка в этом мире нет. Вот почему спокойно спать могу, имея сострадание ко всем. И тогда злой Мара, осознав, благословенный, счастливый, знает меня, расстроенный и опечаленный, тут же исчез. Один, комментарий перефразирует, ты ложишься спать, обдумывая стих, точно поэт, который ложится спать, опьяненный сочинительством стихов. Два, в различных суттах, отравленная, стрела обычно ассоциируется с жаждой. Патерупа сутта, не подобает. СН 4.14 Однажды благословенный пребывал в стране Касал возле брахманской деревни под названием Икасала. И в то время благословенный обучал Дхами, окруженный большим собранием мирян. И тогда мысль пришла к злому Маре, этот отшельник Гатаму обучает Дхами, окруженный большим собранием мирян. Что если я подойду к отшельнику Гатами, чтобы привести их в замешательство? И тогда злой Мара подошел к благословенному и обратился к нему с трофой, не подобает ведь тебе наставником быть для других. Когда ты поступаешь так, смотри, чтоб не поймался ты влечением или досадой. Благословенный, из сострадания благополучия желая, вот Будда наставляет как других. Татхагата освобожден всецело от всяческих влечений или досады. И тогда злой Мара, осознав, благословенный, счастливый, знает меня, расстроенный и опечаленный, тут же исчез. Манаса сутта, из разума. СН 4.15. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Саваттхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И тогда злой Мара подошел к благословенному и обратился к нему с трофой, ловушка движется по небу, один, нечто из разума, с места на место мчится. Посредством этого поймаю я тебя, ты от меня не спрячешься, отшельник. Благословенный, формы и звуки, запахи и вкусы, как и чудесные прикосновения тела, желание к этому всему во мне угасло. Ты побежден, кончинный Созидатель. И тогда злой Мара, осознав, благословенный, счастливый, знает меня, расстроенный и опечаленный, тут же исчез. Один, комментарий поясняет, ловушка, это ловушка жажды, рогопаса, которая ловит даже тех, кто передвигается, посредством психических сил, по воздуху. Но, скорее всего, речь идет о том, что жажда бестелесная природа, способная направить ум на огромные расстояния. Патта-сутта, чаши для сбора подаяний. СН 4.16. В Саваттхе. И тогда благословенный наставлял, воодушевлял, вдохновлял и радовал монахов беседой от Хамми на тему пяти совокупностей, подверженных цеплянью. И те монахи слушали Дхамму, склоняя к ней уха, относясь к этому как к вопросу жизни и смерти, направляя на это весь свой ум целиком. И тогда мысль пришла к злому Маре, благословенный обучая от монахов беседой от Хамми на тему пяти совокупностей, подверженных цеплянью. А те монахи слушают Дхамму, склоняя к ней ухо, относясь к этому как к вопросу жизни и смерти, направляя на это весь свой ум целиком. Что если я подойду к отшельнику Гатами, чтобы привести их в замешательство? И в то время несколько чаш для сбора подаяний были положены на открытом месте. И тогда злой Мара проявил себя в форме быка и подошел к этим чашам для сбора подаяний. И тогда один монах сказал другому, монах, монах, этот бык может поломать чаши. Когда так было сказано, благословенный обратился к этому монаху, это не бык, монах. Это злой Мара, который пришел сюда, чтобы привести вас в замешательство. И затем благословенный, осознав, это злой Мара, обратился к злому Маре с трофами, восприятия, форма и чувства, ума формации, как и сам ум. Это не я, это все не мое, вот как от этого он отлучен. Пусть всюду ищут они его, армия Мара его не найдет, он, отлучившись, тем и защищен, путы любые преодолев. И тогда злой Мара, осознав, благословенный, счастливый, знает меня, расстроенный и опечаленный, тут же исчез. Чхабхасаятана сутта, шесть сфер контакта. СН 4.17 Однажды благословенный пребывал в Весале в Великом лесу в остроконечном павильоне. И тогда благословенный наставлял, воодушевлял, вдохновлял и радовал монахов беседой о Дхамме на тему шести сфер контакта. И те монахи слушали Дхамму, склоняя к ней ухо, относясь к этому как к вопросу жизни и смерти, направляя на это весь свой ум телеком. И тогда мысль пришла к злому Маре, благословенный обучая от монахов беседой о Дхамме на тему шести сфер контакта. А те монахи слушают Дхамму, склоняя к ней ухо, относясь к этому как к вопросу жизни и смерти, направляя на это весь свой ум телеком. Что если я подойду к отшельнику Гатами, чтобы привести их в замешательство? И тогда злой Мара подошел к благословенному и неподалеку от него сотворил громкий шум, ужасающий и пугающий, как если бы разверзлась земля. Тогда один монах обратился к другому, монах, монах. Похоже, земля разверзается. Когда так было сказано, благословенный обратился к тому монаху, земля не разверзается, монах. Это злой Мара, который пришел сюда, чтобы привести вас в замешательство. И затем благословенный, осознав, это злой Мара, обратился к злому Маре с трофами, формой и звуки, запахи и вкусы, прикосновения тела и феномена ума. Это ужасная приманка мира, которой этот мир очарован. Но когда он преодолел все это, осознанный ученик Будды, сияет он подобно солнцу, преодолев границы царства Мары. И тогда злой Мара, осознав, благословенный, счастливый, знает меня, расстроенный и опечаленный, тут же исчез. Пинда сутта, подаяние. СН 4.18. Однажды благословенный пребывал в стране Магатха в брахманской деревне Панчесали. И в то время в брахманской деревне Панчесали проходил молодежный фестиваль подарков. 1. И тогда, утром, благословенный оделся, взял чашу и одеяние и вошел в Панчесалу собирать подаяния. В тот момент злой Мара овладел умами брахманских домохозяев Панчесалы, подстрекая их такими помыслами, пусть отшельник Гатама не получит подаяний. 2. И тогда благословенный покинул Панчесалу с чашей, которая была такой же чисто вымытой, как и когда он входил в Панчесалу для сбора подаяний. Затем злой Мара подошел к благословенному и обратился к нему, ну как, собрал подаяние, отшельник? Не ты ли, злой, позаботился о том, чтобы я не получил подаяний? В таком случае, господин, пусть благословенный пойдет в Панчесалу во второй раз для сбора подаяний. А я позабочусь, чтобы благословенный в этот раз получил подаяние. 3. Благословенный, плохой поступок совершил ты, Мара, из-за того, что на Татхагату напал ты. Неужто, в самом деле, думаешь ты, злой, плоды мои дурные не созреют? На самом деле, счастливо живем мы, те, собственностью, кто не обладает. Кормясь восторгом, пребывать мы будем, подобно дывам лучезарного сияния. 4. И тогда злой Мара, осознав, благословенный, счастливый, знает меня, расстроенный и опечаленный, тут же исчез. 1. Как отмечает достопочтенный Бодхе, согласно объяснениям комментария, этот фестиваль похож на день Святого Валентина, когда влюбленные дарят друг другу подарки. 2. Комментарий поясняет, что на фестивале пять сотен юных дев собирались подать Будде сладости, приготовленные для фестиваля. Если бы Будда поведал имени Дхамму, каждая из них достигла бы плода вступления в поток. Однако, Мара, не желая, чтобы это случилось, решил завладеть их умами. 3. Комментарий поясняет, что Мара лгал, и Будда все так же не получил бы подаяний. Мара хотел выставить Будду на посмешище, который во второй раз не получил бы ничего. 4. Абхасара-дэва. Божества высшего мира форм, соответствующего второй джхане. Говорится, что они живут, питаясь восторгом, пятибхакха, поскольку поддерживаются питанием джханы. Касака-сутта, фермер. С.Н. 4.19. В Саваттхе. И тогда благословенный наставлял, воодушевлял, вдохновлял и радовал монахов беседой о Дхамме на тему Ниббаны. И те монахи слушали Дхамму, склоняя к ней ухо, относясь к этому как к вопросу жизни и смерти, направляя на это весь свой ум телеком. И тогда мысль пришла к злому Маре, благословенный обучая от монахов беседой о Дхамме на тему Ниббаны. А те монахи слушают Дхамму, склоняя к ней ухо, относясь к этому как к вопросу жизни и смерти, направляя на это весь свой ум телеком. Что если я подойду к отшельнику готами, чтобы привести их в замешательство? И тогда злой Мара проявил себя в облике фермера, несущего на плече большой плуб, держащего длинный острый пруд для подгонки скота, с взаерошенными волосами, одеждой и спиньки, испачканными грязью ступнями. Он подошел к благословенному и сказал ему, не видел ли ты быка, отшельник? Что есть для тебя бык, злой? Глаз, мой, отшельник, формы, мои, контакт глаза и его сфера сознания, мои. Где ты можешь спрятаться от меня, отшельник? Ухо, мое. Нос, мой. Язык, мой. Тело, мое. Ум, мой, отшельник, ментальные феномены, мои, контакт ума и его сфера сознания, мои. Где ты можешь спрятаться от меня, отшельник? Глаз, твой, злой. Формы, твои, контакт глаза и сфера его сознания, твои. Но, злой, там, где нет глаза, нет форм, нет контакта глаза и сферы его сознания, там нет места для тебя, злой. Один. Ухо, твое. Нос, твой. Язык, твой. Тело, твое. Ум, твой, злой. Ментальные феномены, твои, контакт ума и сфера его сознания, твои. Но, злой, там, где нет ума, нет ментальных феноменов, нет контакта ума и сферы его сознания, там нет места для тебя, злой. Мара, когда об этом говорят, это мое, и те, кто также говорит о себе, то если ум твой обитает среди них, ты не спасешься от меня, аскет. Благословенный, то, говорят о чем, то вовсе не мое, как я и не из тех, кто говорит о себе. Вот, злой, что должен бы ты знать, даже мой путь не сможешь ты узреть. И тогда злой Мара, осознав, благословенный, счастливый, знает меня, расстроенный и опечаленный, тут же исчез. Один. Будда имеет в виду Ниббану. Смотри также СН 35.117, где Будда говорит о том, что нужно постичь сферу, где нет глаза и форм, и так далее. Раджа Сутта, Владычество. СН 4.20. Однажды благословенный пребывал в стране Касау в небольшой лесной хижине в районе Гималаев. И по мере того, как благословенный пребывал уединенным в затворничестве, следующее рассуждение возникло у него в уме, есть ли возможность осуществлять владычество праведно, не убивая, не побуждая других убивать, не отбирая, не побуждая других отбирать, без печали и без причинения печали? И тогда злой Мара, напрямую познав своим собственным умом это рассуждение в уме благословенного, подошел к нему и сказал, господин, пусть благословенный осуществляет владычество праведно, не убивая, не побуждая других убивать, не отбирая, не побуждая других отбирать, без печали и без причинения печали. Но какую пользу в этом ты видишь, злой, что говоришь мне так? Господин, благословенный развил и взрастил четыре основы сверхъестественной силы, сделал их своим средством передвижения, сделал их своим основанием, утвердил их, упражнялся в них и в совершенстве и полностью освоил их. Господин, если бы благословенный пожелал, то ему бы понадобилось только лишь намерение, чтобы Гималайя, царь всех гор, стали бы золотыми, превратились бы в золото. Один. Благословенный, пусть даже если бы была из золота гора, сотворена была бы она из злата целиком, то мало было бы и даже двух таких. Кто знает это, тот живет легко. Как к наслаждениям чувств склониться может тот, происхождение страданий и кто увидел сам исток? Познав все обретения как привязь в мире этом, тренироваться нужно, чтобы привязь устранить. И тогда злой Мара, осознав, благословенный, счастливый, знает меня, расстроенный и опечаленный, тут же исчез. Один, в СН 51.10 также говорится, что тот, кто овладел мастерством на четырьмя основами сверхъестественной силы, если бы пожелал, то мог бы прожить каппы или остаток каппы, обычно под каппы понимается срок одного цикла существования вселенной. В данном случае Мара высказал подобную просьбу, поскольку хотел вызвать в Будде жажду к власти, таким образом, обрести над ним контроль. Не безинтересно, что в самой сути не дается ответа на вопрос, возможно ли править людьми праведно, и подобная недосказанность прослеживается во всем Балийском каноне целиком. Хотя некоторые тексты допускают появление праведных царей и миродержцев, в целом, признается, что осуществление управленческой деятельности обычно включает в себя использование насилия и потому не согласуется с идеальным соблюдением правил нравственности. Этот вопрос достаточно глубоко рассматривается в книге Каллинса Коллинс, Норвы Ноэнт Азербадхист Фелиситис, П.П.И. 419-36. 448-70. Самбахула сутта, группа. С.Н. 4.21. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в стране Сакьи в Силавате. И тогда группа монахов, бдительных, старательных, решительных, пребывала неподалеку от благословенного. И тогда злой Мара проявил себя в форме брахмана с пучком спутанных волос на голове, одетого в шкуру антилопы, старого, скрюченного, словно держатель для кровли, тяжело дышащего, держащего посох из дерева у думбары. Один. Он подошел к тем монахам и сказал им, «Вы, господа, ушли в бездомную жизнь еще молодыми, черноволосыми, наделенными благословением молодости на первом этапе жизни, не наигравшись чувственными удовольствиями. Наслаждайтесь чувственными удовольствиями, господа. Не оставляйте того, что видно здесь и сейчас, ради преследования того, что требует времени. Мы не оставили того, что видно здесь и сейчас, брахман, ради преследования того, что требует времени. Мы оставили то, что занимает время, ради преследования того, что видно здесь и сейчас. Ведь благословенный, брахман, утверждал, что чувственные удовольствия съедают много времени, полны страданий, полны отчаяния, а опасность заключенная в них, еще больше. А этот хамма, видимо, здесь и сейчас, приглашает пойти и увидеть, ведет к цели, познается на личном опыте мудрыми самостоятельно. Когда так было сказано, злой Мара покачал головой, высунул язык, нахмурил брови и ушел, опираясь на свой посох. 2. Тогда те монахи отправились к Благословенному, поклонились ему, сели рядом и подробно рассказали обо всем. Благословенный ответил, это был не брахман, монахи. Это злой Мара пришел, чтобы привести вас в замешательство. И затем Благословенный, осознав значение этого, произнес по тому случаю эту строфу, как к наслаждениям чувств склониться может тот, происхождение страданий и кто увидел сам исток. Познав все обретения как привезь в мире этом, тренироваться нужно, чтобы привезь устранить. 1. Комментарий поясняет, что дерево Удымбара использовалось брахманами для ритуальных целей, а посох из такого дерева символизировал довольствование малым, то есть эскетический образ жизни. 2. Подобный жест означал разочарование в чем-либо. Самитхи сутта, Самитхи. СН 4.22. Однажды Благословенный пребывал в стране Сакьи в Силавате. И тогда Достопочтенный Самитхи пребывал неподалеку от Благословенного прилежным, старательным, решительным. И тогда, по мере того как Достопочтенный Самитхи пребывал уединенным в затворничестве, следующее размышление возникло у него в уме. В самом деле, это благо, какое благо для меня, что мой учитель, Арахант, полностью просветленный. В самом деле, это благо, какое благо для меня, что я ушел в бездомную жизнь в этой хорошо провозглашенной Дхаме и Винае. В самом деле, это благо, какое благо для меня, что мои товарищи по святой жизни нравственные обладают хорошим характером. И тогда злой Мара, напрямую познав своим собственным умом это размышление в уме достопочтенного Самиддхи, подошел к нему и неподалеку от него сотворил громкий шум, ужасающий и пугающий, как если бы разверзлась земля. И тогда достопочтенный Самиддхи отправился к благословенному, поклонился ему, сел рядом и рассказал обо всем, что произошло. Благословенный ответил, «Это не земля разверзлась, Самиддхи. Это злой Мара пришел, чтобы привести тебя в замешательство. Отправляйся обратно, Самиддхи, и пребывай прилежным, старательным, решительным. Да, учитель», — ответил достопочтенный Самиддхи. Затем он встал со своего сиденья, поклонился благословенному и ушел, обойдя его с правой стороны. И во второй раз, по мере того, как достопочтенный Самиддхи пребывал уединенным в затворничестве, следующее размышление возникло у него в уме. И во второй раз злой Мара сотворил громкий шум, ужасающий и пугающий, как если бы разверзлась земля. И тогда достопочтенный Самиддхи, осознав, это злой Мара, обратился к нему с трофой, «Из веры я покинул родной дом, чтоб жизнь бездомную теперь вести. В мудрости и осознанности зрелая я, мой ум сосредоточен хорошо. Любые формы можешь колдовать, но устрашить меня не сможешь ты». Тогда злой Мара, осознав, монах Самиддхи знает меня, расстроенный и опечаленный, тут же исчез. Гадхика сутта, Гадхика. СН 4.23. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем святилище. В то время достопочтенный Гадхика пребывал у черной скалы на склоне горы Исигиля. И тогда, по мере того как достопочтенный Гадхика пребывал прилежным, старательным, решительным, он достиг временного освобождения ума, но далее отпал от этого временного освобождения ума. Один. И во второй раз, по мере того как достопочтенный Гадхика пребывал прилежным, старательным, решительным, он достиг временного освобождения ума, но далее отпал от этого временного освобождения ума. И в третий раз, и в четвертый раз, и в пятый раз, и в шестой раз, по мере того как достопочтенный Гадхика пребывал прилежным, старательным, решительным, он достиг временного освобождения ума, но далее отпал от этого временного освобождения ума. И в седьмой раз, по мере того как достопочтенный Гадхика пребывал прилежным, старательным, решительным, он достиг временного освобождения ума. И тогда мысль пришла к достопочтенному Гадхике, уже шесть раз я не спадал от временного освобождения ума. Что если я использую нож? Два. И тогда злой Мара, напрямую познав своим собственным умом это размышление в уме достопочтенного Гадхики, подошел к благословенному и обратился к нему этими строфами. Три. Герой великий, в мудрости великий, всюду сияющим могуществом и славой. Клонюсь многие я тебе, а тот кто видит, преодолевшему вражду и трепетании. Герой великий, смерть кто одолеть смог, один твой ученик желает смерти. Намеревается лишить себя он жизни, так уж сдержи его, а лучше зарный. Как может ученик твой, облагословенный, тот, кто находит наслаждение в Дхаме, еще учащийся, кто ищет идеал сознания, сам свою жизнь забрать, а знаменитый? И к тому моменту достопочтенный Гадхика уже использовал нож. Четыре. Благословенный, осознав, это злой Мара, обратился к нему строфой, именно так и поступает тот, уверен кто в себе, привязанности к жизни не имеет больше он. И жажду вырвав с самым ее корешком, конечную нигбану Гадхика обрел. И затем благословенный обратился к монахам, ну же, монахи, пойдемте к черной скале, что на склоне горы Исигили, где почтенный Гадхика использовал нож. Да, учитель ответили монахи. И тогда благословенный вместе с группой монахов отправился к черной скале, что на склоне горы Исигили. Благословенный издали увидел достопочтенного Гадхику, лежащего на кровати с повернутым плечом. И тут облако дыма, водоворот тьмы направился к востоку, затем к западу, затем к северу, затем к югу, вверх, вниз и в иных направлениях. Благословенный тогда сказал монахам, видите, монахи, это облако дыма, водоворот тьмы, что двигается на восток, затем на запад, на север, на юг, вверх, вниз и в иных направлениях. Да, учитель. Это, монахи, злой Мара ищет сознание почтенного Гадхики, недоумевая, где же утвердилось в сознании почтенного Гадхики? Однако, монахи, с неутвержденным сознанием почтенный Гадхика достиг окончательной небыбаны. 5. И тогда злой Мара, взяв флютню из желтого дерева вилвы, подошел к благословенному и обратился к нему с трофой, вверху, внизу и по краям, в четырех света сторонах, а также между ними искал все я, найти не смог, куда бы Гадхика ушел. 6. Благословенный, решительным он был, уверенным в себе, и радость в медитации всегда он находил, и этим занимал себя весь день и ночь, и не было привязанности к жизни у него. И войско Мара смог он подчинить, не возвратиться к новому существованию он. И жажду вырвав с самым ее корешком, конечную небыбану Гадхика обрел. Столь сильно опечален стал он вдруг, что даже люпню из подмышки уронил. И далее тот огорченный дух на этом самом месте вдруг исчез. 6. 1. Комментарий поясняет, что он был. То под временным освобождением ума понимаются медитативные состояния джханы или бесформенных сфер. Гадхика страдал хронической болезнью нарушений ветров, те или иные желудочно-кишечные болезни и нарушения, и по этой причине ему с трудом удавалась медитативная практика. Каждый раз, как он входил в джхану, он вскоре тут же выпадал из нее. 2. Комментарий поясняет его намерение так, поскольку следующий удел после смерти у того, кто не спал от джханы, неопределенный, а у того, кто не отпал от джханы, определенный, то есть мир Брахмы, то почему бы мне не использовать нож? 3. Согласно комментарию, Мара понял, что у этого монаха нет привязанности к телу и жизни, и, если он совершит самоубийство, то сможет стать арахантом. Если Мара попробовал бы сам отговорить его от этого, то у него ничего не вышло бы, а если бы это сделал Будда, то монах мог бы сохранить себе жизнь. С этим намерением Мара отправился к Будде. 4. Комментарий Старец, думая, какой смысл жизни, лег и перерезал шейную вену ножом. Возникли болезненные чувства. Он подавил их прозрением, постиг болезненные чувства, установил осознанность, настроился на свой объект медитации и достиг араханства. Он был тем, кто достигает одновременно конца жизни и конца загрязнений, дживитосамасиси. Другой вид самасиси выздоравливает от серьезной болезни в тот же миг, когда и достигает араханства. 5. Подобный случай самоубийства упоминается и в СН 22-87, в случае с монахом в Акале. Когда сказано, что монах достиг окончательной нигбаны с неутвержденным сознанием, то это не следует понимать, будто после его смерти это сознание существует в некоем неутвержденном виде. Канонические тексты четко говорят о том, что со смертью араханта сознание прекращается и боли не существует, смотри, например, СН 12-51-6, эту страфу, вероятно, добавили редакторы канона. Она также содержится в СН П 449, но там произнесена по другому случаю и в роли Мары там выступает Якха. САТТА ВАССАН БАНГТХА СУТТА, СЕМЬ ЛЕТ ПОИСКОВ. СН 4-24. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Урувеле на берегу реки Неранджары у подножья пастушьего Баньяна. И тогда злой Мара следовал за Благословенным уже семь лет, один, безуспешно пытаясь добраться до него. Два. И тогда злой Мара подошел к Благословенному и обратился к нему с трофой, не потому ли, что в печали ты погряз, ты медитируешь теперь в этом лесу? Богатство потерял и сохнешь по нему, а может преступление в деревне совершил? Так почему бы не дружить себе с людьми? Так почему бы связи близких не создать? Благословенный, корень печали выкопал я целиком, безвинный, медитирую, не опечален я. К существованию отрезав страстную нужду, я медитирую, и не запятнан я, а тот, кому беспечный, родня. Мара, когда об этом говорят, это мое, и те, кто также говорит о себе, то если ум твой обитает среди них, ты не спасешься от меня, аскет. То, говорят о чем, то вовсе не мое, как я и не из тех, кто говорит о себе. Вот, злой, что должен бы ты знать, даже мой путь не сможешь ты узреть. Но если путь ты смог открыть, к бессмертному спасению тропу, давай, иди, пройди тот путь один. В чем смысл этому учить других? Тот, кто на дальний берег устремлен, интересуется о том, что за пределом царства смерти ждет. Будучи спрошенным, ему я объясню ту истину, в которой обретения нет. 3. Представь, почтенный, как если бы неподалеку от деревни или города был бы лотосовый пруд, в котором бы жил краб. 4. И затем несколько мальчиков и девочек вышли бы из деревни или города и отправились бы к этому пруду. Они бы вытащили краба из воды и положили на твердую землю. И затем, как только краб распрямлял бы одну из конечностей, эти девочки и мальчики отрубали бы ее, ломали бы ее, разбивали на куски палками и камнями. Так, когда все его конечности были бы отрезаны, поломаны и разбиты на куски, тот краб не смог бы вернуться в тот пруд. Точно так же, почтенный, все те искривления, маневры, колебания в отношении моего были отрублены, поломаны и разбиты на куски благословенным. И теперь, почтенный, у меня нет возможности подойти к благословенному, чтобы попытаться добраться до него вновь. И затем злой Мара в присутствии благословенного произнес аттестрофа разочарования, ворона однажды ходила вокруг булыжника, схожего с жиро куском, похоже, тут мягкое что-то у нас, быть может, приятное что-то на вкус. Но вкусного не удалось ей найти, и вот почему та ворона ушла. И точно ворона, что камень клевала, расстроенным я покидаю Гатаму. Один, комментарий поясняет семь лет как шесть лет, стремлений и стараний достичь просветления, до момента достижения просветления, а также один год после этого. Однако, следующая сутта SN425, которая по времени происхождения событий идет сразу после данной сутты, является эпизодом с дочерьми и Марой, а другие источники указывают, что это событие случилось четко сразу после просветления Будды. Данная сутта, похоже, подтверждает это тем, что беседа между Марой и Буддой происходит у подножия баниинового дерева, неподалеку от дерева Бодхи. Комментарии, в целом, говорят о том, что именно под этим, банииновым, деревом Будда провел пятую неделю после просветления. Два, пытаясь добраться, от Арапикха. Комментарий перефразирует, если я замечу что-либо недолжное в поведении отшельника Гатамы, выраженное через дверь тела и так далее, то я упрекну его за это. Но он не мог найти даже пылинки, неблагого поведения, которую нужно было бы смыть. Три, речь идет о Ниббане. В одной из формулировок в суттах Ниббана объясняется как оставление обретений. Четыре, эта же самая метафора с крабом содержится в МН1, 234, 718, но в совершенно другом контексте. Маратхиту сутта, дочери Мары. СН 4.25. И тогда злой Мара, произнеся эти строфы разочарования в присутствии благословенного, отошел от того места и сел на землю, скрестив ноги, неподалеку от благословенного, умолкнувший, смутившийся, с опущенными плечами и поникшей головой он ушел в себя, не мог что-либо ответить и терапал землю палкой. И тогда дочери Мары, Танха, Аратия Рага, 1, подошли к злому Маре и обратились к нему с строфами. Отец, что ж ты подавлен так? Кто это человек, из-за которого ты так грустишь? Сейчас поймаем мы его силками страсти, точно охотники ловят слона лесного. 2. Мы свяжем его крепко и вернем его тебе, и попадет под полное твое он управление. Мара, Архат, счастливый в мире этом, не соблазнится просто так посредством страсти. Он вышел за границу царства Мары, вот почему столь сильно я подавлен. И тогда дочери Мары, Танха, Аратия Рага, подошли к благословенному и сказали ему, мы падаем тебе в ноги для услужения, отшельник. Но благословенный не оказал им ни малейшего внимания, так как был освобожден в непревзойденном угасании обретений. И тогда дочери Мары, Танха, Аратия Рага, отошли в сторону, чтобы посоветоваться, предпочтения мужчин различны. Что если каждая из нас проявит себя в форме сотни дев, и затем три дочери Мары, каждая проявив себя в форме сотни дев, подошли к благословенному и сказали ему, мы падаем тебе в ноги для услужения, отшельник. Но благословенный не оказал им ни малейшего внимания, так как был освобожден в непревзойденном угасании обретений. И тогда дочери Мары, Танха, Аратия Рага, отошли в сторону, чтобы посоветоваться, предпочтения мужчин различны. Что если каждая из нас проявит себя в форме сотни женщин, которые прежде никогда не рожали, и затем три дочери Мары, каждая проявив себя в форме сотни женщин, которые прежде никогда не рожали, подошли к благословенному и сказали ему, мы падаем тебе в ноги для услужения, отшельник. Но благословенный не оказал им ни малейшего внимания, так как был освобожден в непревзойденном угасании обретений. И тогда дочери Мары, Танха, Аратия Рага, отошли в сторону, чтобы посоветоваться. И затем три дочери Мары, каждая проявив себя в форме сотни женщин, которые однажды рожали, в форме сотни женщин, которые дважды рожали, в форме сотни женщин среднего возраста, в форме сотни женщин пожилого возраста подошли к благословенному и сказали ему, мы падаем тебе в ноги для услужения, отшельник. Но благословенный не оказал им ни малейшего внимания, так как был освобожден в непревзойденном угасании обретений. И тогда дочери Мары, Танха, Аратия и Рага, отошли в сторону, чтобы посоветоваться, и сказали, то, о чем сказал нам наш отец, правда, если бы мы напали таким образом на какого-либо жреца или отшельника, который не был бы лишен жажды, то либо у него разорвалось бы сердце, либо его стошнило бы горячей кровью, либо он бы сошел с ума или помешался, либо он бы высох, увял и сморщился, точно скошенный зеленый тростник, который бы высох, увял и сморщился. И тогда дочери Мары, Танха, Аратия и Рага, подошли к Благословенному и встали рядом. Стоя рядом, дочь Мары Танха обратилась к Благословенному с Трофой, не потому ли, что в печали ты погряз, ты медитируешь теперь в этом лесу? Богатство потерял и сохнешь по нему, а может преступление в деревне совершил? Так почему бы не дружить себе с людьми? Так почему бы связи близких не создать? Благословенный, повергнув армию всего, что может быть приятным, я, медитируя один, открыл блаженство покоя в сердце, достижение цели. Вот почему друзей не завожу я, как и не создаю я близких связей. 3. И тогда дочь Мары, Аратия, обратилась к Благословенному с Трофой, монах как часто пребывает здесь, пять наводнений переплыл, шестое переплыл ли он? 4. Как медитирует, что восприятия наслаждения у чувств обречены, не могут ухватить его? 5. Когда монах здесь часто пребывает так, пять наводнений переплыл, здесь переплыл он и шестое. И если медитирует он так, то восприятия наслаждения у чувств обречены, не могут ухватить его. И тогда дочь Мары, Аратия, обратилась к Благословенному с Трофой, отрезав жажду, ходит с группой, орденом своим он, другие многие пересекут те наводнения. Увы, бездомный этот многих схватит и уведет их прочих царя смерти. Воистину, Татхагаты, герои, ведут других посредством Дхаммы. И коль других ведут они посредством Дхаммы, то может ли быть зависть в том, кто понял? И тогда дочери Мары, Танха, Аратия и Аратия, подошли к злому Маре. Мара, увидев их издали, обратился к ним с Трофами. Вы, дуры, попытались гору пошатнуть с помощью стебля лотоса цветка. Ногтями попытались гору срыть, железный пруд зубами разжевать. Как если б головой сдвигать скалу опору в пропасти пытались вы найти. И словно грудью налетев на пень, в расстройстве от Гатаммы ушли. К нему пришли они, сияя красотой, три Мары дочери, Танха, Аратия, Рага, Учитель тотчас же их всех смахнул подобно ветру, хлопка сдувшего пучок. 6. 1. Их имена означают соответственно, жажда, неудовлетворенность, страсть. 2. Комментарий поясняет, что слонов выманивали из леса с помощью, уже пойманной или прирученной, слонихи. 3. Смотри разъяснение более глубокого смысла этой страфы достопочтенным Махакачин Иван 10.26. 4. Комментарий, 5 пересеченных наводнений, Панчикхатинна, тот, кто переплыл наводнение-загрязнение по пяти дверям чувств. 6. Он переплыл шестое наводнение-загрязнение, относящееся к двери ума. Или, под пятью наводнениями подразумеваются пять нижних, сенсорных, оков, а под шестым, пять высших. 5. Комментарий, спокойный в теле, Пасадхика, это наступает с успокоением вдохов и выдохов четвертой джхани, смотри. 7. СН. 36.11. Тщательно освобожден в уме, Сувимутта-читта, тщательно освобожден освобождением плода араханства. Не порождая, асанхарана, не порождая трех видов оливых формирователей, смотри. 7. СН. 12.51. Медитируя без мысли в четвертой джхане. Не извергается и так далее. 8. Он не извергается, на купате, из-за злобы, не движется, в сарате, из-за жажды, не застывает, на тхина, из-за заблуждения. Или, под первым понимается помеха недоброжелательности, под вторым – чувственного желания, под третьим – остальные три помехи – не ворана, смотри. СН. 46.2. 6. Очевидно, последняя строфа добавлена редакторами канона. Алавика сутта, Алавика. СН. 5.1. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Саваттхе в роще джеты в монастыре Анатхайпиндике. И тогда, утром, монахиня Алавика оделась, взяла чашу одеяния и отправилась в Саваттхе за подаяниями. Походив по Саваттхе в поисках подаяний, вернувшись с хождения за подаяниями, после обеда она отправилась в рощу слепых для затворничества. И тогда злой Мара, желая породить страх, трепетание и ужас в монахине Алавике, желая нарушить ее затворничество, подошел к ней и обратился к ней следующей строфой. Спасения в этом мире нет, зачем тебе уединение? Ищи же наслаждение в усладе чувств, иначе после будешь сожалеть. И тогда мысль пришла к монахине Алавике, кто же произнес эту строфу, человек или нечеловеческое существо? И мысль пришла к ней, это злой Мара произнес эту строфу, желая породить страх, трепетание и ужас во мне. Желая нарушить мое затворничество. И тогда монахиня Алавика, осознав, это злой Мара, ответила ему строфами, спасение в этом мире есть, и плотно мудростью коснулась я его, ты, родственник беспечных, злой, не знаешь состояния сего. Один. У слады чувств подобны колям и мечам, а совокупности, точно колода их. И что ты называешь наслаждением чувств, то для меня уже не наслаждений. И тогда злой Мара, осознав, монахиня Алавика знает меня, расстроенный и опечаленный, тут же исчез. Один, комментарий поясняет, что спасение в данном случае, это не ббана, а мудрость, знание пересмотра, которое приходит после достижения неббаны. Сома сутта, Сома. СН 5.2. В Саваттхе. И тогда, утром, монахиня Сома оделась, взяла чашу и одеяние и вошла в Саваттхе собирать подаяния. Походив по Саваттхе в поисках подаяний, вернувшись с хождения за подаяниями, после обеда она отправилась в рощу слепых, чтобы провести там остаток дня. Войдя в рощу слепых, она села у подножья одного из деревьев, чтобы провести здесь остаток дня. И тогда злой Мара, желая породить страх, трепетание и ужас в монахине Соме, желая нарушить ее сосредоточение, подошел к ней и обратился к ней следующей строфой, то состояние, что сложно обрести, которого достигнуть следует провидцу, его не может женщина достичь, мудрость ее равняется двум пальцем. Один. И тогда мысль пришла к монахине Соме, кто же произнес эту строфу, человек или нечеловеческое существо? И мысль пришла к ней, это злой Мара произнес эту строфу, желая породить страх, трепетание и ужас во мне, желая нарушить мое сосредоточение. И тогда монахиня Сома, осознав, это злой Мара, ответила ему строфами, на что влияет женскость, коль ум сосредоточен, и знание поступает, когда ты видишь Дхамму. К кому приходит эта мысль, я женщина, мужчина я, такой-то я, слепой, к тому и Мара может обращаться. И тогда злой Мара, осознав, монахиня Сома знает меня, расстроенный и опечаленный, тут же исчез. Один. Комментарий поясняет, что речь идет о слабой мудрости, дословно мудрость двух пальцев, Двангулапаньяя. Так сказано, поскольку женщины держат клубок ниток двумя пальцами, когда отрезают нитку. Под комментарий, однако, объясняет иначе, с возраста семи лет они проверяют, приготовлен ли рис, беря из горшка зерна риса и зажимая их между двумя пальцами. Поэтому сказано, что у них мудрость двух пальцев. Готами сутта, Готами. СН 5.3. В Саваттхе. И тогда, утром, монахиня Кесаготами оделась, взяла чашу и одеяние и вошла в Саваттхе собирать подаяния. Походив по Саваттхе в поисках подаяний, вернувшись с хождения за подаяниями, после обеда она отправилась в рощу слепых, чтобы провести там остаток дня. Войдя в рощу слепых, она села у подножья одного из деревьев, чтобы провести здесь остаток дня. И тогда злой Мара, желая породить страх, трепетание и ужас в монахиня Кесаготами, желая нарушить ее сосредоточение, подошел к ней и обратился к ней следующей строфой. Как сын твой умер, так зачем сидишь одна и слезы льешь? И в лес войдя совсем одна, мужчину поджидаешь ты? И тогда мысль пришла к монахиня Кесаготами, кто же произнес эту строфу, человек или нечеловеческое существо? И мысль пришла к ней, эта злой Мара произнес эту строфу, желая породить страх, трепетание и ужас во мне, желая нарушить мое сосредоточение. И тогда монахиня Кесаготами, осознав, эта злой Мара, ответила ему строфами, переступила смерть я сыновей, и с этим, поиск мой мужчину гас. И не печалюсь, не рыдаю я, и, друг, тебе меня не испугать. И наслаждение разрушено везде, и груда тьмы разделена. И войско смерти разгромив, живу без загрязнения я. И тогда злой Мара, осознав, монахиня Кесаготами знает меня, расстроенный и опечаленный, тут же исчез. Виджая сутта, Виджая. СН 5.4. В Саваттхе. И тогда, утром, монахиня Виджая, один, оделась, взяла чашу и одеяние и вошла в Саваттхе собирать подаяния. Походив по Саваттхе в поисках подаяний, вернувшись с хождения за подаяниями, после обеда она отправилась в рощу слепых, чтобы провести там остаток дня. Войдя в рощу слепых, она села у подножья одного из деревьев, чтобы провести здесь остаток дня. И тогда злой Мара, желая породить страх, трепетание и ужас в монахине Виджая, желая нарушить ее сосредоточение, подошел к ней и обратился к ней следующей строфой. Так молода и так красива, и юная в своих годах первоначальных. Так что же, облагородная девица, порадуемся музыке ансамбля с инструментами пятью. И тогда мысль пришла к монахине Виджая, кто же произнес эту строфу, человек или нечеловеческое существо? И мысль пришла к ней, это злой Мара произнес эту строфу, желая породить страх, трепетание и ужас во мне, желая нарушить мое сосредоточение. И тогда монахиня Виджая, осознав, это злой Мара, ответила ему строфами, формой и звуки, запахи и вкусы, как и чудесные прикосновения тела, все это отдаю тебе назад, Амара, ведь больше мне это не нужно. Я отвергаю, отношусь с презрением к вонючему и гнилостному телу, столь хрупкому, подверженному разрушению, искоренило чувственную жажду. И равным образом я также отношусь к тем существам, блуждают, что по миру форм, и к тем, в бесформенности пребывает кто, и к этим умиротворенным достижениям тоже, ведь тьма повсюду уничтожена была. И тогда злой Мара, осознав, монахиня Виджая знает меня, расстроенный и опечаленный, тут же исчез. Один, комментарий поясняет, что она была подругой Кхемы, главной жены царя Бенбисары. Когда она услышала, что Кхема стала монахиней, она пришла к ней и после беседы также загорелась желанием получить монашеское посвящение, которое ей дала сама Кхема. Упалаванна сутта, Упалаванна. СН 5.5. В Саваттхе. И тогда, утром, монахиня Упалаванна, один, оделась, взяла чашу и одеяние и вошла в Саваттхе собирать подаяния. Походив по Саваттхе в поисках подаяний, вернувшись с хождения за подаяниями, после обеда она отправилась в рощу слепых, чтобы провести там остаток дня. Войдя в рощу слепых, она встала у подножия цветущего солового дерева. И тогда злой Мара, желая породить страх, трепетание и ужас монахиня Упалаванне, желая нарушить ее сосредоточение, подошел к ней и обратился к ней следующей строфой. У древа солового, чья верхушка вся в цветах, стоишь ты у его подножия, монахиня, совсем одна. Нет никого, кто состязаться в красоте с тобой бы смог, а глупая, как не боишься негодяев ты? И тогда мысль пришла к монахиню Упалаванне, кто же произнес эту строфу, человек или нечеловеческое существо? И мысль пришла к ней, это злой Мара произнес эту строфу, желая породить страх, трепетание и ужас во мне, желая нарушить мое сосредоточение. И тогда монахиня Упалаванна, осознав, это злой Мара, ответила ему строфами, хоть сотня тысяч негодяев пусть придет точно таких же подлых, как и ты, не колыхнется даже волосок, и ужас не придет ко мне, и даже будучи совсем одна, тебя и я, Мара, не боюсь. Могу невидимо ведь сделать я себя, или могу войти я в твой живот. Могу я встать между твоих бровей и даже проблеск мой не сможешь ты поймать. Ведь я владыка своего ума, и сферы сил развила очень хорошо. Два, свободная от всяческих оков и потому, друг, не боюсь тебя. И тогда злой Мара, осознав, монахиня Упалаванна знает меня, расстроенный и опечаленный, тут же исчез. Один, монахиня Упалаванна была объявлена Буддой самой выдающейся монахиней, обладающей сверхъестественными силами, Иттхи. Два, Иттхипада, основа сверхъестественной силы, это поддерживающие условия для осуществления сверхъестественных сил, Иттхи, описанных в предыдущей строфе. Смотри также СН 51.11. ЧАЛА СУТТА, ЧАЛА. СН 56. В САВАТТХИ. И тогда, утром, монахиня ЧАЛА, один, оделась, взяла чашу и одеяние и вошла в Саваттхи собирать подаяния. Походив по Саваттхи в поисках подаяний, вернувшись с хождения за подаяниями, после обеда она отправилась в рощу слепых, чтобы провести там остаток дня. Войдя в рощу слепых, она села у подножия одного из деревьев, чтобы провести здесь остаток дня. И тогда злой Мара подошел к монахине ЧАЛА и сказал ей, «Монахиня, чего ты не одобряешь? Я не одобряю рождение, друг. Мара, но почему не одобряешь ты рождение? Родившись, получаешь наслаждение чувств ты. Кто же убедил тебя вот в этом, монахиня, не одобряй рождение? Монахиня ЧАЛА, тот, кто родился, встретит также смерть и он. Родившись, получает он страдания, зависимость, убийство и несчастье, вот почему не стоит одобрять рождение. И Будда Дхамми научил преодолению рождения. Для оставления всех страданий он вправде утвердил меня. А существа, что проживают в формах, и что в бесформенном живут, не понимая прекращения придут к существованию опять. И тогда злой Мара, осознав, монахиня ЧАЛА знает меня, расстроенный и опечаленный, тут же исчез. Один, ЧАЛА, УПАЧАЛА, СИСУПАЧАЛА были младшими сестрами достопочтенного Сурипуты. УПАЧАЛА СУТТА, УПАЧАЛА. СН. 5.7. В САВАТТХИ. И тогда, утром, монахиня УПАЧАЛА оделась, взяла чаши одеяния и вошла в САВАТТХИ собирать подаяния. Походив по САВАТТХИ в поисках подаяний, вернувшись с хождения за подаяниями, после обеда она отправилась в рощу слепых, чтобы провести там остаток дня. Войдя в рощу слепых, она села у подножия одного из деревьев, чтобы провести здесь остаток дня. И тогда злой Мара подошел к монахиня УПАЧАЛА и сказал ей, «Монахиня, где бы ты хотела переродиться? Я не хочу переродиться где-либо, друг. Мара, есть Дэву Таватимсы, Ямы Дэвы, а также Мира Туситы есть Божества, есть Дэвы, радуются что в творении, а также есть и те, осуществляют что контроль. Давай, направь свой ум туда и наслаждение переживать ты будешь. 1. Монахиня УПАЧАЛА, и чувствования путами охвачены они, и попадут опять они под управление Мары. Весь мир в огне, весь мир горит, весь мир сияет, полыхает, и содрогается весь мир. Но то, что не подвержено ни пламени, ни сотрясанию, не обращаются к чему мирские существа, для Мара места где не обнаружить, не найти, вот где мой ум находит наслаждений. И тогда злой Мара, осознав, монахиня УПАЧАЛА знает меня, расстроенный и опечаленный, тут же исчез. 1. Здесь перечисляются пять из шести небесных, божественных, миров чувств. Не упомянут самый нижний из них, мир четырех царей». СИСУПАЧАЛА СУТТА, СИСУПАЧАЛА. СН. 5.8. В САВАТТХЕ. И тогда, утром, монахиня СИСУПАЧАЛА оделась, взяла чашлю одеяния и вошла в САВАТТХЕ собирать подаяния. Походив по САВАТТХЕ в поисках подаяний, вернувшись с хождения за подаяниями, после обеда она отправилась в рощу слепых, чтобы провести там остаток дня. Войдя в рощу слепых, она села у подножья одного из деревьев, чтобы провести здесь остаток дня. И тогда злой Мара подошел к монахиню СИСУПАЧЛА и сказал ей, «Чьи убеждения ты одобряешь, монахиня? Я не одобряю чьих-либо убеждений. Мара, по чьим учительствам ты голову обрила? Похоже на аскета ты, но убеждений ты не одобряешь. Зачем же странствовать, будучи сбитой с толку? 1. Монахиня СИСУПАЧЛА, вне этого учения приверженцы есть убеждений, которые уверены во зрениях своих. Но их учения я не одобряю, ведь в Дхаме не обучены они. Но в клане Сакьев есть один рожденный, он просветлен, и не сравнится с ним никто. Всего завоеватель он, и Мара-укротитель, не побежден нигде он, не привязан всюду и освобожден. И наделенный видением, он тот, кто видит все. Достигший окончания даже малейшей камы, освобожден он в угасании обретений, благословенный, вот кто мой учитель, и именно его учения одобряю я. И тогда злой Мара, осознав, монахиня СИСУПАЧЛА знает меня, расстроенный и опечаленный, тут же исчез. 1. Здесь используется слово ПАСАНДА, обозначающее воззрение и убеждение отшельников в неучении Будды. Села сутта, села. СН. 5.9. В САВАТТХЕ. И тогда, утром, монахиня села, оделась, взяла чашу и одеяние и вошла в САВАТТХЕ собирать подаяния. Походив по САВАТТХЕ в поисках подаяний, вернувшись с хождения за подаяниями, после обеда она отправилась в рощу слепых, чтобы провести там остаток дня. Войдя в рощу слепых, она села у подножья одного из деревьев, чтобы провести здесь остаток дня. И тогда злой Мара, желая породить страх, трепетание и ужас в монахине селе, желая нарушить ее сосредоточение, подошел к ней и обратился к ней следующей строфой. Кем создана марионетка эта? И где же находится ее изготовитель? И где возникла эта кукла? И где находит она прекращение? И тогда мысль пришла к монахине селе, кто же произнес эту строфу, человек или нечеловеческое существо? И мысль пришла к ней, это злой Мара произнес эту строфу, желая породить страх, трепетание и ужас во мне, желая нарушить мое сосредоточение. И тогда монахиня села, осознав, это злой Мара, ответила ему строфами, не создана собой марионетка эта, как и другим не создана страданий. А от причины появилась эта кукла. И ждет ее распад при прекращении причины. Подобно семечку, посаженному в землю, растет которой зависимым от двух условий, ему нужны и плодородные почвы соки, и влаги поступления необходимо, так, в совокупности элементы, и ощущения у чувственных шесть сфер контакта зависимыми от причины возникают, распад их ждет при прекращении причины. И тогда злой Мара, осознав, монахиня села знает меня, расстроенный и опечаленный, тут же исчез. Ваджира сутта, Ваджира. СН 5.10. В Саваттхе. И тогда, утром, монахиня Ваджира оделась, взяла чашу и одеяние и вошла в Саваттхе собирать подаяния. Походив по Саваттхе в поисках подаяний, вернувшись с хождения за подаяниями, после обеда она отправилась в рощу слепых, чтобы провести там остаток дня. Войдя в рощу слепых, она села у подножья одного из деревьев, чтобы провести здесь остаток дня. И тогда злой Мара, желая породить страх, трепетание и ужас монахини Ваджири, желая нарушить ее сосредоточение, подошел к ней и обратился к ней следующей строфой. Кем было создано вот это существо? И где находится его создатель? И где возникло это существо? И где находит оно прекращение? И тогда мысль пришла к монахине Ваджири. Кто же произнес эту строфу? Человек или нечеловеческое существо? И мысль пришла к ней, это злой Мара произнес эту строфу, желая породить страх, трепетание и ужас во мне, желая нарушить мое сосредоточение. И тогда монахиня Ваджири, осознав, это злой Мара, ответила ему строфами, зачем предполагать какое-либо существо? Не в этом ли твое воззрение, Мара? Ведь куча это лишь простых формаций, в которой существа не обнаружить. И как для собрания частей используется слово колесница, так и для совокупностей, что существуют, условность применяется, вот, существо. Страдание всего лишь возникает, страдание наличествует и уходит прочь. Не возникает ничего, помимо лишь одних страданий, нет ничего, что прекращается, помимо них. Один. И тогда злой Мара, осознав, монахиня Ваджир знает меня, расстроенный и опечаленный, тут же исчез. Один. Страдание означает внутреннюю неудовлетворительность пяти совокупностей, панчикхан-тхадюкха, которые идентичны куче простых формаций, сутха-сангхара-пунджа. Смотри также СН 12.15, в которой Будда говорит ту же фразу, только лишь страдание, возникая, возникает. Что только лишь страдание, угасая, угасает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok